Примерно 5 лет назад у меня возникли вопросы в такой области человеческой деятельности, которую принято называть экономика. Несколько лет я искал ответы на эти вопросы и, как мне кажется, нашел вполне приемлемые ответы. По крайней мере, эти ответы меня удовлетворили. Но логика самого исследования в области экономика, я назвал эту область все-таки экономика, рынок, финансы, она чуть более широкая. Вот логика исследования этих областей привела меня и к другим вопросам. То есть, когда вы начинаете отвечать на некоторые вопросы себе, то рождаются почему-то другие вопросы. Вот такая закономерность. Ну, это, наверное, логично и оправданно. Попутно я начал отвечать себе на такие вопросы, как что такое собственность, что такое свобода. В общем, область рассматриваемых явлений, область человеческой деятельности, в которых у меня начали возникать новые вопросы, она расширялась. И закономерно я пришел к такому уровню, который принято называть мировоззрение. Определение мировоззрения, которое я нашел в источниках, доступных мне, звучит так. Мировоззрение — это система взглядов и идей на окружающий мир и место в нем человека. Вот так вот, ни больше, ни меньше. Хотя, я считаю, что мировоззрение — это не самый высокий, так сказать, уровень, доступный человеческому познанию. Потому что все-таки мировоззрение больше отвечает, ну, по крайней мере, люди, как правило, применяют его к организации собственного быта. Вот быт, жизнь как таковая и организация социальных систем. То есть, ну, в таком, знаете, приложимом, можно даже сказать, в технологическом как бы плане. Все-таки есть области более высокие, безусловно. Должны быть, не может быть, так сказать, чтобы мировоззрение было по толку. Потому что звучит все-таки довольно всеобъемлюще, но применяется, как правило, довольно утилитарно. Так вот, ну, тем не менее, это очень высокий уровень, безусловно. То есть, если человек будет подниматься на подобный уровень, я считаю, это уже как бы, ну, как это... Нельзя сказать, что это подвиг, да, но что-то героическое в этом есть. Ну, это достойно человека, я думаю, да, задаваться вопросами на этом уровне. Вполне достойно и вполне, так сказать, и по силам в то же время. Так вот, несмотря на такую, знаете, романтичность, да, этого определения, такой окружающий мир, место в нем человека, так красиво звучит. Но я столкнулся с одним, ну, относительно неприятным фактом. Дело в том, что мировоззрение, это объем, да, это мир и человек в нем. Так вот, первое, что я понял, с чем я столкнулся, это осознание того, что необходимо начинать, что называется, от печки. То есть, нужно опять брать в руки физику, химию, батюшки, господи, химию, это ужасно. Для меня в школе это было просто нож в сердце, и в институте это вообще. Так вот, надо брать вновь в руки физику, химию, и опять возвращаться к решению вопроса, что такое материя, вещество и так далее. Это, конечно, знаете, как в первый, в 50-й раз, да, а мне уже не полные 50 лет. Так вот, представьте, что называется, в 50-й раз в первый класс. Вот, правда, это примерно так я, так сказать, я себя ощутил, опять первоклассников. Ну, что делать, вы знаете, ну, мировоззрение на то, оно и мировоззрение, понимаете, без азов никуда. Да, нельзя вот разговаривать, там, знаете, на уровне, там, атомный мир, да, атом я или не атом. Атомный мир, атомная энергия, такая поговорка есть. То есть, что такое материя? Вот первый вопрос, мировоззрение, мировоззрение, а как без него? Пришлось опять брать, так сказать, в руки учебники, причем, учебники школьные и институтские. Поэтому, все, о чем я буду говорить дальше, это будет мировоззрение, и начну я, естественно, с физики и с химии. Ну, никуда не денешься. Ну, вы знаете, это оказалось не так скучно, и я надеюсь, так сказать, посмотрев мои материалы, вам будет интересно, потому что я вновь осуществил для себя некоторое количество открытий. Ну, например, Ньютон, оказывается, Исаак Ньютон не открывал никакой гравитации. Вы скажете, инженера-исследователь совсем занесло, он теперь уже, так сказать, это все, по-крупному пошел вообще месить. Нет, вы знаете, я буду цитировать вам и показывать. Это, да, мой вывод такой, но вы на основании того, что я буду рассказывать и показывать наглядно, вы сможете сделать свой вывод. А вдруг он открывал, вдруг вам покажется, что все нормально и логично. Это вот один из выводов, да, то есть скучно не будет, я имею в виду, даже физика, да, вернуться к физике. Далее там будет тоже много интересного. Например, вот элементарных частиц, то, как мы их знаем, да, ну, хотя бы, протон, нейтрон и электрон. Вот, представляете, опять, я в тяжкие пустился, так вот их нет. Ну, опять, я буду цитировать, я буду показывать результаты экспериментов, я буду цитировать школьные учебники, ну и вузовские учебники, да. И вы сами сделаете эти выводы, вы сами посмотрите, насколько убедительны выводы тех экспериментов. Да, эксперименты есть, но в конце концов, телевизор работает, да, вот видеокамера работает, правильно, электричество. Космические корабли, так сказать, бороздят просторы космоса, да, пароходы ходят, да, эти электровозы, я не знаю, атомные электростанции работают. Да, работают, но, в общем, вы сами все увидите. Еще раз повторяю, скучно не будет, несмотря на то, что, казалось бы, мы с вами опять сядем, там, ну, там, я не знаю, в четвертый класс, да, начальную школу. Будет интересно, вот увидите, это первое. Ну, а после того, как я просмотрю, так сказать, провел для себя некоторую ревизию, да, того, что уже, так сказать, написано было, учебников, да, канонических текстов, можно сказать, в этой области, в области естествознания. Ну, прежде всего, физика и химия, конечно, для начала, для начала, начнем с физики и химии. Я, уже не продолжая дальше, так сказать, как бы, критических моих каких-то исследований, ну, в них-то нет никакого смысла, на самом деле. Опять же, есть смысл поиск мировоззрения. От того, что я критически оценил тексты, канонические тексты, да, физические и химические, в этих областях, это не значит, что я искал, так сказать, вот, самоутверждение на почве критики, не, ни в коем случае. Я-то искал, так сказать, ответа, прежде всего, что такое материя, ну, и все, что с этим связано, да, там, килограммы, амперы, да, что такое электрический ток и так далее. Это понятно. Так вот, после того, как я просмотрел, так сказать, эти тексты, я, ну, как бы, поставил некую точку, дальше не стал продолжать. Сейчас я нашел тот вход, можно сказать, в новое, ну, может быть, это и не новое, кстати, мировоззрение, которое можно было бы, ну, вот, которое было бы достойно, на мой взгляд, да, как бы, вот, ну, что ли, ну, достойно, да, продолжение тех усилий, которые потратили люди, которые, вот, написали, в конечном итоге, учебники по физике, по химии, понимаете? С одной стороны, я, как бы, критично отношусь, да, я критикую, довольно так, капитально, да, то, что там написано, вы увидите это, да, а с другой стороны, я все равно отношусь с уважением к тем людям, но они же все равно старались, корячились, да, и они это исследовали. Ну, и что? Они сделали несколько, ну, неадекватные выводы. Ну, и что? Ну, я же должен быть достоин, так сказать, продолжателем, да, этих традиций, не в том плане, что, как бы, критиковать и, так сказать, унижать их, нет. Вот тут маленький, так сказать, нюанс. Я благодарен за то, что они сделали, но надо, так сказать, прийти с чем-то, да, не просто прочитать и сказать, о, да, так сказать, я тоже так хочу. Нет, я войду в некоторое иное мировоззрение через точку, можно сказать, которая вообще-то всем видна ежедневно. Можно сказать, каждую минуту, каждую секунду каждый человек на планете Земля эту информацию знает, но он не делает из этого выводы. Вот, знаете, такое ощущение, как будто это открытая дверь, мимо которой все ходят и не хотят туда войти. Ну, вот, как бы, я в эту дверь войду и приглашу вас туда войти. И давайте посмотрим, что из этого выйдет. Опять же, я буду базироваться на известных вещах, на тех вещах, которые люди говорят, ну, а точка входа вообще, она, как бы, вообще общеизвестна, но почему-то никем не используется. Вот это парадоксально. И это будет еще интереснее, уверяю вас. Посмотрите. Ну, вот как-то так, вот такая преамбула дальнейшей большой работы. И единственное, что хотелось бы к этому добавить, я хотел бы добавить немного настроения. Давайте вот вжарим по этому, так сказать, сухому продукту человеческой деятельности, да, под названием физика и химия. Такая, знаете, нудная, да, и неинтересная для некоторых. Давайте вжарим неким таким настроением, да. Создадим настроение, вот настрой для нашего дальнейшего путешествия. Вот настрой я и предлагаю задать. Смастерил кораблик я и бегу на пруд. А со мной мои друзья весело бегут. Будем мы бумажный флот на воду пускать. И прищуясь на ветру, будем мы мечтать. Кто-то станет капитаном, по морям пойдет. Или будет верхолазом, двинется в поход. У меня ж мечта попроще, кем бы там ни стать. Я мечтаю научиться, как во сне, летать. Кольница моей светлой, Это от ночной звезды. Матушка возьмет ведро, Молча принесет воды. Матушка возьмет ведро, Молча принесет воды. О-е-е, о-е-е. О-е-е, о-е-е. Ки-о-е, о-е-е. О-е-е, о-е-е. Так давно, да почитаю, вовсе не было. Однако, кого не было, не стал бы про то вспоминать. Здесь покоится сэр Исаак Ньютон, который почти божественной силой своего ума впервые объяснил с помощью своего математического метода движения и формы планет. Пути комет, приливы и отливы океана. Он первый исследовал разнообразие световых лучей и проистекающие отсюда особенности цветов, которых до того времени никто даже не подозревал. Прилежный, проницательный и верный истолкователь природы, древностей и святого писания. Он прославил в своем учении всемогущего Творца. Требуемый Евангелием простоту, он доказал своей жизнью. Пусть смертные радуются, что в их среде жило такое украшение человеческого рода. Родился 25 декабря 1642 года, умер 20 марта 1727 года. Вот такие слова, оказывается, написаны на могильной плите, ну, Исаака Нейтона, в ресмицерском аббатстве в Лондоне. Ну, а весь этот текст, соответственно, я прочитал в учебнике физики за 10 класс, значит, авторы Мякишев, Буховцев, Сотский. Ну, как я уже говорил, прежде чем заняться собственным мировоззрением, вернее, в самом начале, я купил все учебники по физике, в том числе. Значит, учебники по физике школьные, это с 7 по 11 класс, физика сейчас начинается в 7 классе. Ну, и учебники вузовские. Примерно, ну, практически те же, по которым учился и я в свое время. Ну, откровенно говоря, вот, ну, я, конечно, не прочитал от корки до корки, это понятно, но я не встретил, значит, в этих учебниках ни одного столь пышного текста касательно тех ученых, которые там приводятся. Ну, тут все-таки приводится большое количество ученых с фотографиями, немножко рассказывается о них. Ну, собственно, про Нейтона чуть-чуть тут. Ну, вот, таких эпитетов нет ни в одном учебнике. То есть, наверное, это был, так сказать, достойный муж. Не подвергая это сомнению, потому что, собственно, как говорят англичане, мы не были представлены. То есть, я, в общем-то, я, в общем-то, лично не знаком ни с одним ученым, который вот присутствует в учебниках. То есть, вот, как бы, мы не были представлены. Может быть, Нейтон самый выдающийся ученый из всех, которые, так сказать, вот, вошли, да, в пантеон ученых, которые сформировали современную физику. Ну, вот, может быть, это было бы и так, и у меня бы не было сомнений, если бы другие книжки или источники не зародили в такое, так сказать, ощущение, да, этого гиганта мысли, Исаак Нейтона, значит, некоторые сомнения. Странности начинаются прямо сразу. Стоит только попытаться выяснить, а что же такое гравитация? Или вот, ну, лучше начну чуть с другой стороны. Если вы спросите любого человека, который, ну, уже все-таки отучился, да, или учится в школе уже, там, где-нибудь, там, в десятом классе, любого взрослого человека, который учился в школе хотя бы, и скажете, Исаака Нейтона знаешь, ну, наверное, практически все скажут, ну, да, что-то такое помню, ну, скорее всего, помнят все-таки, действительно. То есть мы его все помним и скажут, а что помнишь-то? Ну, и человек, скорее всего, скажет, ну, это тот мужик, которому, так сказать, на голову упало яблоко, да, и он открыл закон всемирного тяготения. Ну, скорее всего, так, да, потому что как-то вот я, у меня не отложилось, что там спектр, что-то еще он занимался, еще какими-то вещами он, кстати, там, ну, действительно, область, которую он осматривал, по крайней мере, судя по текстам его трудов, да, она довольно обширна. Так вот, любой человек вспомнит ту самую гравитацию, а вот на вопрос, а ответил мне Ньютон на вопрос, а почему тела притягиваются друг к другу, то есть в чем причина, собственно, притяжения, да, если таковая имеется, то мы начинаем находить интересные ответы. Ну, самые распространенные, это заменитая фраза Ньютона, гипотез не измышляет. То есть он, оказывается, гипотез не измышлял, то есть он никогда не строил модели, не предполагал, да, получается, на основании которых потом, так сказать, которые объясняли бы, да, поведение окружающей среды. То есть модели он не строил, и этим горд. Ну, и второе, что можно прочитать, ну, допустим, вот, берем книжку Демин-Селезнев, загадки света и гравитации. К примеру, это, так сказать, один из вариантов. Открываем ее на, какой странице, 131-й странице, значит, 131-я страница Тайны всемирного тяготения, глава 5-я, так и начинается. Значит, и читаем. Ну, тут, так сказать, вырезка, цитата. И вместе с тем, несмотря на обыденность и кажущуюся простоту этого явления, физическая природа сил тяготения не ясна. Автором открытия сил тяготения считается Исаак Ньютон. Ну, кстати, интересно, дальше пишется Ньютон в своем выдающемся труде. Однако еще за полтора века раньше до Ньютона и Гука, тут еще Гук так приводится, знаменитый польский ученый Николай Коперник написал о тяготении. Тяжесть есть не что иное, как естественное стремление, которым Отец Вселенной одарил все частицы. Ну, это дальше не буду читать. То есть, в принципе, многие, ну, то есть, все-таки тяготением-то многие занимались, судя по всему, или пытались объяснить, что это такое, да? Тяготением, ну, слово такое, ладно. Не один Ньютон, но считается, вроде как, только Ньютон доказал, доказал математически. Но, как-то сразу, вот, я, я, мне немножко непонятно, а почему до сих пор неизвестно природа тяготения? То есть, а как тогда доказал? Я вот, вот тут я начинаю, знаете, немножко напрягаться. Вот, в моем понимании, каким образом можно, так сказать, познавать некоторые феномены окружающей среды. Ну, то есть, когда ты встречаешься с чем-то непонятным для тебя, да, то, возможно, два варианта. Вариант первый, самый простой. Допустим, допустим, Георг Ом в свое время для исследования, так сказать, цепи электрического тока, да, и зависимости между напряжением и током, помните, он провел просто ряд исследований, брал разные, грубо говоря, проволочки, да, пропускал по ним электрический ток и замерял силу тока и напряжение на участке этой цепи. Так ведь? То есть, опытным путем, то есть, проводим серию экспериментов, так сказать, наносим, наносим точки, так сказать, результаты экспериментов, соединяем кривой и потом приблизительно, так сказать, ищем математическую зависимость, которая отражает эту нашу кривую, так? Ну, так сказать, Ом так, собственно, и поступил, да, измерил, и в результате у него получилось, что сила тока прямо пропорциональна напряжению на участке цепи и обратно пропорциональна сопротивлению, ну, он так это назвал. Ну, то есть, как, эмпирически, да, опытным путем, это первый способ познания, то есть, выведение некой закономерности, да, то есть, понимаем, а почему так, или как там, что устроено, ну, хотя бы, так сказать, какое-то первое касание. Я сотру, это не особо нужно. Значит, какой второй путь? Второй путь, ну, например, да, кстати, сто лет назад, ровно сто лет назад, ну, не ровно в смысле дата, а в смысле в 1913 году, Нильс Бор предложил планетарную модель атома. То есть, он предположил, или предложил ученым считать, что атом устроен таким образом. Есть некое ядро, да, ну, довольно, так сказать, самое массивное и в центре, и где-то по периферии, там, в ядре, ну, вот, некие частицы, которые относятся к ядру, ну, потом, так сказать, это выяснилось, что это протоны и нейтроны, ну, не помню, в какой хронологической последовательности, ну, неважно, значит, а электроны, да, маленькие, так сказать, никчемные электроны, шатаются вокруг, так сказать, ядра, ну, примерно как планеты вращаются вокруг Солнца. То есть, так и назвали планетарная модель, то есть, это была как раз гипотеза, да, это некое допущение для того, чтобы попытаться, ну, осознать, так сказать, а может быть так, дескать, давайте попробуем, да, то есть, два способа познания или объяснения явлений или феноменов окружающего мира. Первое, эксперимент, второе, гипотеза, вот, модель. Ну, это вроде бы понятно. Странно, а Ньютон, судя по всему, не пошел ни по одному из этих путей. Как это, как Ленин, да, мы пойдем другим путем. Это интересно. То есть, он не построил никакую модель-гипотезу, и горделево об этом заявлял. Гипотез не измышляю, дескать, это пацаны пусть там, да, занимаются гипотезами. Я Ньютон. И в то же время, у него нет результатов экспериментов. Ну, сейчас мы это увидим. Сейчас все покажу. Значит, это мне, вот это мне сразу показалось странно. И самое интересное, вот, если бы в результате его деятельности, вот сейчас, так сказать, преамбула, да, такая, вот, интересно. Если бы в результате его деятельности, в итоге, все стороны остались, так сказать, удовлетворены, ну, то есть, народ успокоился. Все, теперь мы знаем, да, почему тела притягиваются друг к другу, какой закон, да, чего. Все, теперь мы все про гравитацию знаем. Вот если бы так произошло, то, как бы, ну, какая разница, каким путем пошел человек. Главный результат достигнут. Это хорошо. Но, его работа, в которой он, вот, как бы доказал, да, закон всемирного тяготения, написана в 1686 году, по-моему. Да, в 1686 году, 320 с лишним лет, и, оказывается, до сих пор люди так и не знают, а чего тела притягиваются-то друг к другу, а почему, типа, Ньютона спроси. Да он не сказал, он что-то написал и сказал, да, ну вас нафиг, не знаю я почему. Серьезно, Ньютон так и сказал. Я не знаю, почему они притягиваются, но вот вам закон. Вот как-то так. Меня это сильно напрягло с самого начала. Я не понимаю, что значит как-то так, и что. Вот, вот, интересная, подход мне абсолютно не близкий. Вот, я не понимаю, как такое возможно. И вот для того, чтобы описать свой подход, что, как бы, ну, я позиционирую сразу, чтобы всем было ясно, почему я, как бы, возражаю или что-то такое. Значит, я приведу цитату одну, которую хочу сделать вообще эпиграфом для всей дальнейшей работы. Ну, или, по крайней мере, для работы под названием «Мировоззрение». Серьезно, я считаю, вот, 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 это, это как раз цитата, вот, достойно того, чтобы стать эпиграфом. Значит, хотя совершенно с необычной стороны. Вот есть такой человек, Николай Николаевич Вашкевич. Он вообще, кто он там, филолог или лингвист? Наверное, лингвист, да? Или филолог. Вот, есть одна из его книг под названием таким стрёмным. «Между Богом и дьяволом». Не о гравитации. Значит, «Между Богом и дьяволом» универсальный семантический код. Ну, всех желающих, так сказать, все желающие могут её найти, прочитать, так сказать, и ознакомиться с ней. Мне интересна здесь одна цитата. Значит, страница 87. Цитата. Наука – это причинное объяснение мира. О! Вот, лучше и не скажешь. Понимаете? Вот и я так воспринимаю, вот мне это очень близко. Я так воспринимаю науку и исследовательскую деятельность. Человек исследует некоторые феномены для того, чтобы понять, почему так происходит. То есть, а почему? То есть, какая закономерность лежит в основе, и что как бы там притягивает или отталкивает тела, да? Что вот? Если у частицы есть, допустим, там, что там, заряд, допустим, да? Не масса, а заряд. То, а какова природа заряда? А почему? А что это такое? Понимаете? А не просто сказать, всё, заряд есть, всё, иди отстань от меня. Или там вот тела притягиваются. Не знаю почему. Э, понятия не имею. Зачем мне это надо, да? Нет. Это не наука. То есть, что получается? А занимался ли Ньютон, ну, я имею в виду, хотя бы в плане, вот, рассматриваемое, в смысле закона всемирного тяготения, занимался ли он наукой? Ну, получается, что нет. Он не искал причин. Он как бы нашёл закономерность, да? Которую мы сейчас напишем, сейчас исследуем, посмотрим. Но он не сказал, а почему, собственно, это происходит? Ну, значит, это не наука. Это что-то другое, но не наука. На мой взгляд. Это моя позиция. Я никому не навязываю, но я буду придерживаться именно такой. Я буду искать причины. А пока я буду рассматривать вот так называемый закон всемирного тяготения Ньютона, да? В результате того падения яблока на голову, как бы, да? Вот такая вот байка существует. Но для того, чтобы я немножко сестре... Не бы лица в лицах, не быващина, не быващина. Давно это было. Так давно, да почитаю, вовсе не было. Однако, кого не было, не стал бы про то вспоминать. Я буду рассматривать вот так называемый закон всемирного тяготения Ньютона, да? В результате того падения яблока на голову, как бы, да? Вот такая вот байка существует. Но для того, чтобы немножко систематизировать... Я с этого начну, это понятно, но... Первичный этап своего мировоззрения я хотел бы немного систематизировать. Я так сразу, так сказать, вводную сделаю. Значит, есть... Вы можете найти в интернете... Ну, наверное, я вот в интернете, так, в книжках я что-то как-то это не видел... Некую систематизацию физической области. То есть, есть так называемый список основных физических величий. Я его давайте напишу для начала. И сейчас объясню. Значит, считается, что этих семь физических величий... Ну, к примеру, этих, да? Вполне достаточно для описания всех физических явлений. Может, даже химических. Ну, давайте сначала напишу. Прямо так и напишу. Значит, список основных физических величий. Список физических величий. Значит, что у нас тут получилось? Вот, смотрите. Список физических величин. Длина, размерность метры. Время, секунды. Масса, килограммы. Сила тока, амперы. Температура, кельвины. Ну, или цельсии, ну, неважно. Кельвины. Количество вещества. Моль. Кто-то помнит. Не та, которая, так сказать, ест шубы, да? А это вот измерение количества вещества. В химии. Оно в основном, конечно, к химии относится. Ну, к физике частично тоже. В основном, так сказать, в химии встречается. Сила света. Канделлы. Есть такой. Ну, тут тоже. Тут неважно. Люмины, там, еще что-то. Важно, что мы, как бы, накрываем собой примерно весь спектр физических явлений, да? Это явление. Ну, можно сказать, это пространство, да? Такая категория, если размышлять, там, пространство, там, длина, да? Потом, там, время, действительно, или, там, цикличности, да? Движение, что ли, да? Которое связывает, там, вот. Ну, вот, в данном случае, там, время, как и есть. Как правило, категория. Время, соответственно, секунды. Вот тут как раз, ну, как бы, гравитация или притяжение, да? Вот тут вот масса. Потом, вот, все, что связано с электрическим током. Ну, допустим, сила тока. Неважно ведь, да? Можно было написать напряжение. Ну, тоже, в общем-то. Потом, температура, соответственно, да? Важная категория. То есть, теплота, да? Тепловые, так сказать. Тепловая энергия. Количество вещества, это вот в штуках, чтобы можно было что-то посчитать. Потому что, еще раз говорю, для химии это очень важно. Потому что там вопрос соотношений, да? Сколько чего прореагировало. Это важно. Ну, и свет как таковой, да? В данном случае, сила света кандела. Ну, я не буду оспаривать, потому что, вот, в учебниках по физике такого нету, где-то вот, в учебниках, я не видел, не помню. Я не буду оспаривать полноту. Я просто имею в виду, что, даже если мы напишем хотя бы эту таблицу, да, со ссылкой, а я взял это в Википедии, можете зайти прям и так набрать, вот, список физических величин. И будут сначала основные, а потом, так сказать, производные. Ну, еще как бы, куча всего. Я имею в виду, если взять хотя бы какой-то перечень, мало-мальский, да, ссылаясь на какой-то источник, ну, то есть, кто-то все-таки это придумывал, да, и сказал, что вот этих вот величин более или менее достаточно, так сказать, для описания. Если мы всегда будем иметь это в виду, и я рассмотрю все эти практические величины, и всегда, вот, видите, я специально написал это на листочке, чтобы я постоянно буду это как-то выдергивать, это у нас будет, так сказать, постоянно присутствовать, то я думаю, что, ну, мое мировоззрение будет, так сказать, содержать минимальное количество дыр. Ну, я так считаю, да. Смотрите, сюда явно не вошло, допустим, кто-то уже возразить может, и я это помню, сюда, допустим, не вошло такое явление, как радиация. Вот, да, но, еще раз повторяю, давайте вот, ну, опять же, я это тоже помню, и, наверное, даже этого коснусь потом как-то, но будем пока использовать вот эту вот таблицу, я считаю, ее достаточно, нормально, вполне. А у кого еще такая таблица рассмотрена, да? Да, посмотрите, авторы, которые вам сразу приходят в голову, вот, которые такие какие-нибудь мощные, которые описывают что-то такое, там, мироздание, да, или там, какие книжки вы читали, рассматривает ли автор все эти величины в своих работах? Я вот не встречал, поэтому я считаю этого вполне достаточно. Ну, это такая тоже вводная, чтобы, так сказать, нам на будущее. Значит, смотрите, длина и время довольно, как бы это сказать-то, аксиоматичны, то есть, да, про них довольно мало написано в классической физике, в классической физике вообще как бы они не подвергаются никакому сомнению. Вот длина, это вот длина, да, наш мир трехмерен, значит, три измерения, x, y, z, и время у нас одномерное, оно как четвертое измерение, или просто как время, и все, как бы, все остальное там, так сказать, уже рассматриваются в классической физике. А поскольку я пока говорю именно о ней, значит, длину и время я не буду подвергать, ну, так сказать, вообще рассмотрению, пока, кстати, мы потом к этому вернемся, как раз. Это будет самое интересное, между прочим, между прочим, как всегда, самое начало, самое, так сказать, аксиоматику, да, вот как бы точка, и нормальная, и прямая, да, в геометрии. Вот, прошу любить и жаловать, дескать, дальше пошли. А вот ничего подобного, и про точку я скажу в свое время. О, вы что, точка. Самое загадочное явление. Вот, но аксиоматика будет, то есть, вот самые непререкаемые, как бы, да, величины, они будут потом. О, это будет, я уверяю, это даже интереснее, чем дальше. Потому что это изначальные вещи, они кажутся, так сказать, как бы, присущими, как данность, и не подвергаются никакому осмыслению. Вот, самое главное, осмыслению. Никто туда не лезет, все считают, ну, хейте, господи, время. Ну, вот оно, течет. Куда оно течет? Ну, ладно, смотрите. Значит, итак, длина и время, это мы пока не будем трогать, мы к этому вернемся. Гравитация замечательная. Ну, вот, собственно, что у нас стоит на третьем месте? Вот масса и стоит. Замечательно. То есть, гравитация, собственно, и есть. Вот с нее и начнем. Значит, что у нас тут? Ну, вот, как я уже сказал, Исаак Ньютон написал свою знаменитую работу под названием «Математические начала натуральной философии» в 1686 году. То есть, 300 с лишним лет назад. Значит, написал он ее на латыни. Этот текст можно найти в интернете. Я его нашел и разместил, ну, вместе с русским переводом. Уже, так сказать, забегов вперед. Есть русский перевод. Обе работы, и перевод, и, так сказать, исходник, ну, доступный в интернете, я разместил на своем сайте закономерности, ну, на всякий случай. Если кому-то интересно, если кто-то читает по латыни, пожалуйста. Значит, вот как-то так он выглядит, это вы все увидите. Значит, ну, латынь нам не понадобится, я просто не читаю, да и, как бы, ну, а зачем? А зачем тогда, в 1936 году, в Советском Союзе, академик, академик Крылов, перевел математические начала Ньютона. Представляете, 1936 год, это сколько уже? 60-70 лет с лишним, да? Нам доступен текст перевода, ну, то есть, в Советском Союзе, в России, мы можем читать и, собственно, изучать, да? Но у меня складывается такое впечатление, что никто так и не прочитал. Или прочитал некритично. Вот, собственно, сейчас этим текстом и займемся. Книжка очень толстая. Самому читать, это, знаете, как вот, как когда-то я пытался, так сказать, осилить капитал Маркса. Это трехтомник, это такая хрень. Прошу прощения. Я вот, насколько я знаю, да, как-то говорил даже экономист, Михаил Леонидович Хайзин, что Маркса не осилил. Он говорит, у меня просто сил не хватило. Ну, очень тяжелым языком написано и таким специфическим, тягучим. Ну, тяжело действительно читать. Не совсем понятно, зачем люди пишут такие огромные книги. Ну, как бы, не хочу показаться невеждой. Конечно, это большие формы, так сказать, для больших людей, наверное. Но мне-то кажется, что некоторые мысли можно излагать как-то чуть более короче, дозированно. Видна логика, любой может познакомиться. А когда человек пишет, ну, вот такую вот книжку, ну, я не знаю, на мой взгляд, он что-то хочет либо скрыть, ну, либо очень сложно изъясняется, да. Ему очень много нужно слов, условно говоря, да, вот если так можно сказать. Для того, чтобы выразить ту истину, которую он хочет вообще поведать миру, да. Ну, то есть он так долго вообще вот мусолит вокруг да около, мог бы как-то пожать. Ну, так если вы начнете читать эту книгу, несмотря на то, что она на русском языке. Представляете? Вы знаете, вы, наверное, столкнетесь с такой же проблемой, с которой столкнулся и я. Ну, и сталкиваюсь, вот, еще раз говорю, когда читаю такие книжки. Это очень муторно, они перескакивают с одного на другое и практически невозможно. Тут такой аппарат математический, геометрия столько наворочена, не знаю. Но я не пугаю, наоборот. Я говорю, что, вот, так сказать, дорогу осилит идущий, да, вот, если кто-то хочет, то, наверное, он найдет. Ну, и вот, к чему я это все говорил. Вот, я буду выковыривать из этой книжки буквально несколько. Я вам покажу всего несколько эпизодов. Может показаться, ну, как же так, мужик? Ты такая толстая книжка, так там много всего написано. А ты нам приводишь какие-то там 3-4 цитатки и говоришь, что ты все, так сказать, все понял. Ну, а что делать? Вот я поэтому и рассказываю. Вот, ну, а как быть? Если здесь написано, о чем угодно. А вот о гравитации, вот, несколько изюминок, да? Вот что-то такое вокруг да около, вот, намазано, намазано. А вот содержательные части, вот, вот, столечко. Ну, правда, совсем немножко. И ужасно тяжело было вообще что-то выковырять. И, возможно, вам покажется, что я, так сказать, ну, или дурю вам голову, или привожу как-то слишком малое количество цитат, ну, еще раз повторяю. Ну, тогда берите книжку, читайте ее и снимайте свое видео, присылайте мне. И мы с вами обсудим, может быть, действительно, я глубинно ошибаюсь. Что я не понял, так сказать, сначала Маркса, да, теперь вот я не понял Ньютона. Хотя они такие вот суровые мужики, такие толстые книжки пишут, такие мозги, да. А я вот, так сказать, что там, с пасконным рылом, да, там, суконный ряд. Ну, вам судить, не мне. Я свой вывод сделал. Итак, начинается наш великий труд, понятное дело, с некой формулировки. Ну, тут не то, чтобы начинается, да, тут сначала куча предисловий всевозможных. И начинается, да, вот мне, да, вот мне интересно было, как человек начинает, помните, с чего мы начинаем данную категорию, килограмм, да, вот что такое килограмм? Ну, или он, может быть, потом выведет, тогда он должен все равно какие-то слова сказать в начале, правильно? Значит, смотрите, начинается труд, прям вот, кстати, это самое начало, определение. Значит, страница, вот, еще раз, значит, книжка, перевод на русский язык, профессор Крылов, ну, она так и называется, Исаак Ньютон, математические начала натуральной философии. Можно эту книжку сейчас купить, ну, допустим, в Москве, московский дом книги, то есть центральный, да, на Новом Арбате. Есть книжка в Озоне, интернет-магазин Озон, тоже есть, пожалуйста, покупайте, читайте. Значит, страница 23. Определение. Количество материи, в скобках, масса, есть мера таковой, устанавливаемая пропорционально плотности и объему ее. Ну, вот, первое, с чем я не согласен, ну, вернее, у меня вызывают большие вопросы. Вот, смотрите. Как мы с вами говорили, есть величины, так сказать, исходные, основные, да, а есть производные. Вот, как вы считаете, ну, и даже из той таблицы, или вот, ну, да, вот, допустим, из этой таблицы, какая величина является исходной, так сказать, основной? Ну, на мой взгляд, основной величины... А, кстати, запишу, вот прям буду писать, значит, первое, это что у нас? Давайте, начну писать, смотрите. 23-я страница, да, что пишет Ньютон? Ньютон фактически пишет следующее. Страница 23. Значит, масса равна плотность... Я вот так разграничу доску, здесь буду, так сказать, цитаты Макса писать, а здесь мои какие-то замечания, да, помечать, чтобы, так сказать, было видно как-то. Итак, что пишет Ньютон? Он говорит, масса есть, да, что там, произведение, ну, мера плотности, там, пропорционально плотности и объему. То есть, ну, фактически, масса есть, произведение плотности на объем, но это очень странная какая-то формулировка. Наоборот, если есть, ну, смотрите, значит, какая, значит, размерность? Килограммы, да, равны. Килограммы, это килограммы единицы объема, умноженные на объем. Ну, во-первых, это ведь ничего не объясняет абсолютно. Я бы наоборот, поскольку вторичная величина, так сказать, производная является плотность, я бы наоборот писал, что такое плотность. Объяснял бы плотность через массу и объем. Потому что масса так и непонятна из этого определения. Потому что плотность это масса единицы объема. А вот плотность, величина производная, тогда понятно, да? А под плотностью мы будем понимать массу единицы объема. О, отлично, это понятно. И объем, объем понятен, его нельзя объяснить. Помните? Что такое метр, никто не объясняет. Не объясняет ведь? Нет. А вот что такое масса, хотелось бы узнать, да? Потому что она вообще-то стоит уже на третьей строчке, и хотелось бы как-то понять, откуда берется масса. Ну, нам ведь хочется узнать. Мы же про гравитацию сейчас будем, да, рассуждать. А он берет и объясняет, наоборот, через вторичную величину, ну и некую первичную, через длину, да? Три длины, умноженные это объем. То есть, вот это первое сразу, что бросается в глаза, для меня. То есть, зачем он это написал? Наоборот, производная величина это плотность. Это первое. Ну, это не самое главное, это так сказать. Ну, как бы, не объясняет и не объясняет. Его дело. Наверное, он же потом это все объяснит. Ну, хорошо. Просто такое, знаете, мелкое замечание. Это странно несколько. Ну, а вот, значит, уже главный текст. Главный текст, который я сейчас покажу, он располагается на странице 78. Вот, то есть, уже там надо что-то листать, листать, да? Надо вглядываться, так сказать, и дойти до 78-й страницы, где написано предложение 4, теорема 4. Значит, звучит так. При движении тел, описывающих равномерно различные круги, центростремительные силы направлены к центрам этих кругов и пропорциональны квадратам, описываемых в одинаковое время дуг, разделенных на радиусы кругов. Видите, я говорю, тексты довольно сложные, ну, как бы, они не то, чтобы, может быть, кто-то нормально скажет, что ты зачем-то нам постоянно это говоришь. Ну, как бы, надо увидеть тут главное. Вот, смотрите. Значит, при движении тел, описываем их равномерно. Вот, центр, первое ключевое слово, центростремительные силы. Вот это важно. И разделенных на радиусы кругов. Вот, давайте это отметим так аккуратно. Значит, то есть, что он понимает под центростремительной силой. Значит, страница 78. Не было лица в лицах, не быващина, не быващина. Давно это было. Так давно, да почитаю, вовсе не было. Однако, кого не было, не стал бы про то вспоминать. Вот он утверждает в самом начале, это, значит, написано у него обычно курсивом, в начале, ну, некой главки, да, вот, предложение 4, теорема 4. Он обычно, ну, типа, вот, да, теорема, да, теорема. А потом, как бы, будет некое либо доказательство, либо как-то разворачивание, да, текста. Некое, то есть, у него утверждение сначала обычно следует, а потом некий, так сказать, сопровождающий текст, да, или дальнейшее размышление. Вот, это, это важно, это очень важно. Этот текст, который я сейчас прочитал, это вот самое начало вот этого, предложение 4. Вот оно прямо начинается с этого. То есть, Ньютон в этом предложении утверждает, что центробежная сила, ой, прошу прощения, центростремительная, это, кстати, важно, центростремительная сила, ФС, ну, я так напишу, пропорционально, так, как написать-то, радиус маленький или большой написать? Ну, давайте маленький напишу. То есть, он утверждает, что центростремительная сила обратно пропорциональна радиусу вращения тела вокруг некоего центра. Это утверждение надо как-то подтвердить сейчас. В принципе, значит, если мы возьмем современные учебники, любые, ну, вот по физике можно, ну, я так вот на всякий случай еще, так сказать, некий такой толстый талмут тоже, да, так сказать, приведу, ну, как бы, чтобы уровень, да, было, так сказать, разговора. Вот есть, допустим, такая толстенная книжка под названием «Курс теоретической механики». Любую можете взять, в принципе, ну, если там найдется как-то так вот, выделено хорошо. Ну, вообще, в любой должно быть это написано. Итак, «Курс теоретической механики». Тоже толстенная книжка, значит, «Яблонский Никифорова». Открываю на странице 163. И пишу, прям вот, выпишу точно так же, прям слово-слово. Вот смотрите, значит, что у нас? Курс теоретической механики, значит, да, теоретическая механика, страница 163. А, ну, вот здесь и пишу, да, страница 163. Пишу. Значит, тут у нас речь идет о центростремительном как раз ускорении. Центростремительное ускорение АН равно... Тут уже четко, ну, как бы, 300 лет прошло, в каких-то вопросах, да, уже формулы появились. Там Ньютон рассматривает и делает, так сказать, ну, некая пропорционально, там, как бы, еще там посмотрим, да. А тут, так сказать, уже формула, понятно. Ну, оно понятно. Значит, АН равно... А, вот, значит, равно. В квадрат на Р. Ну, там формула немножко продолжается, еще кое-чего написано, там, с угловой скоростью. Ну, я не буду продолжать. Значит, остановлюсь на этом. Ну, и напомню вам просто. То есть, современная физика, значит, знает, ну, по крайней мере, написано, что она все знает о центростремительных силах. Ускорение, строгое, есть для ускорения строгое соответствие, а, значит, ускорение равно В квадрат на Р. Ну, а сила, соответственно, помните, да, масса умножить на ускорение. Соответственно, сила, центростремительная, равно масса умножить на... Ой, я тут большое Р пишу. Ну, давайте я поправлю все-таки здесь, тогда буду большое Р писать. То есть, что у нас получается? Да, современная физика через 300 лет после Ньютона, после его труда, утверждает, что, да, действительно, центростремительная сила обратно пропорционально радиусу вращения тела вокруг, там, допустим, неподвижной оси. Ну, или вокруг неподвижного центра. То есть, видим ли мы здесь соответствие? Видим. То есть, можем подтвердить? Можем. Как это? Учатся. Свидетель? Свидетель. Подтверждаешь? Подтверждаю. Хорошо. Это, так сказать, первый слой. Но самое интересное начинается на следующей странице. Итак. 78-я страница. Начало главы. Утверждается, что центростремительная сила обратно пропорционально радиусу. Тут, естественно, есть некий текст. Вы его сами можете почитать, если хотите, если вам интересно. Тут, в общем, ничего такого особенного, но, если бы не одно но. Значит, есть вот такое следствие. Следствие начинается. Ну, некий текст, потом следствие первое, следствие второе. Следствие шестое, по-моему, да? Да. Следствие шестое. Звучит таким образом. Вот, еще раз, на следующей странице, прямо здесь же, рядом. Следствие шесть. Если времена обращения находятся в полукубическом отношении радиусов, ничего не понятно. И мне, и вам. Но это не важно. То, а вот дальше нормально. Центростремительные силы обратно пропорциональны квадратам радиусов. Ну, тут и наоборот. Что-то такое. Итак. Записываю. Просто записываю. Значит, 79-я страница. Ньютон, да? Утверждает, что центростремительная сила обратно пропорциональна радиусу квадрата. Ну, честно говоря, я вот в этот момент, я уже как бы, и мои сомнения начали приобретать, так сказать, зримые очертания. Ну, вот, как я должен к этому относиться? Как вы к этому хотите относиться? Ну, в результате каких таких сложных? Я понимаю, тут какой-то вывод, тут, наверное, что-то надо понять. Ну, а как вот просто рядом написать две формулы? Тем более, да? Я понимаю, что в современной, так сказать, в современной теоретической механике, да, центростремительная сила обратно пропорциональна радиусу. Все это знают. Ну, знают? Да. А как тогда вот к этому относиться? Ну, это же, понимаете, это, так сказать, этот пятый валет, да, из рукава. Ну, это не доказательство, понимаете, это не вывод, это не логика, это фальшиво маничество. Ну, кстати говоря, Исаак Ньютон в свое время в Лондоне возглавлял монетный двор, представляете, был, вернее, не возглавлял, извиняюсь, был что-то там смотрителем, входил, так сказать, в некий, ну, так сказать, в управляющий орган. Вы думаете, он занимался только, так сказать, технической стороной, да, ну, то есть, там, пресса, да, ну, как бы, главный инженер был? Не, ничего подобного. Они там, о, колбасили. Ну, то есть, ну, в общем-то, как бы, ну, это так, это такая вводная несколько, ну, она написана, открыта в учебниках. Еще раз, я не говорю, что Ньютон плохой человек, нет, ну, что вы, я просто не понимаю, ну, и что я должен думать вот по этому поводу? Ну, как, ну, мужик, ты только что сказал, что центростребительная сила обратно пропорциональна радиусу, это у тебя теорема такая, а потом ты начал доказывать ее, да, и доказал, что радиус в квадрате, да, нормально вообще. И что? Как к этому относиться? Я сейчас сразу вот здесь вот напишу формулу, а, знаете, все начнет немножко складываться в одну картину, если написать конечную формулу. Вы ее, наверное, помните, ну, кто помнит, а кто не помнит, значит, как, как бы доказанный или выведенный Ньютоном, да, открытый, да, закон всемирного тяготения звучит? Как он пишет, ну, математическая запись, значит, F, там, ну, просто напишу F, напишу F Ньютона, да, пусть так будет, ее же так называют, это же Ньютона. Значит, сила, действующая между двумя телами, значит, массой М1 и массой М2 пропорционально произведению масс этих двух тел и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними. Ну, и тут вот такая-то некая константа согласования, да, она так и называется, что там, постоянная, гравитационная постоянная, вот. То есть, ну, уже как бы начинает проглядывать некая тенденция, да, поскольку нужно прийти вот к такой формуле, ну, уже как, нормально, да, подогнать результат под эту формулу, то надо, то надо откуда-то, да, вот из рукава надо достать R квадрат в знаменателе. Ну, вот, убейся, но надо. Хотя, мы начинаем наше рассуждение, и заголовок теоремы звучит, что центростремительная сила, теорема, у него написано, теорема 4, ну, то есть, а дальше он ее доказывает и получает R в квадрате в знаменателе. Ну, вот, в общем-то, нет, ну, как это, хороший мальчик, заказ выполняет честно, судя по всему. Я прошу прощения за такие слова, но у меня других слов просто нет. Ну, как? Ну, вот сами подумайте. Вот я скажу, теорема, центростремительная сила обратно пропорционально радиусу, доказательство, да, и прихожу, доказывают, таким образом мы доказали, что радиус в квадрате, да. Ну, что скажут ученики в классе, да, если бы я был преподавателем и доказывал бы теорему таким образом? Мне бы сказали, эй, уважаемый, у тебя заголовок теоремы другой, ты что доказал, ты вообще, ты куда пошел, ты куда забрел? Ну, серьезно, ну, как? Две страницы рядом, на русском языке, кто-нибудь читал это за 300 с лишним лет на латынском языке, да, на латыни, и там 70 лет почти, практически, да, на русском, почти 70 лет. Ну, кто-нибудь читал, ни у кого не вызывает отрыжки это, все нормально, да, то есть, все в порядке, логично, да, Ньютон доказал. Ну, это, так сказать, первый. Ну, тут дальше, так сказать, переворачиваем. Случай указан, кстати, пишет, у него немножко на 80-й странице, если перевернуть, он тут пишет, видать, как-то поправляется, знаете, интересно тоже. Вот, еще раз, поскольку мы уже написали эту формулу, то интересно, что он будет делать дальше, серьезно, вот как он будет подгонять результаты? Вы уже, как бы, я окрасил, да, мое повествование таким налетом фальшиво-маничества, такого, знаете, подделки, да, хорошо, подделки. И уже, так сказать, вас веду этим путем, ну да, ну и что, в конце концов. Ну, смотрите, сами читайте, сами принимайте выводы. Значит, случай указанный вследствие 6, то есть, вот, оправдывается, возвращается немножко, дескать, я там немножко наморозил, надо как-то подправить, да, сгладить острые углы. А смотрите, как он сглаживает острые углы. Случай, указанный вследствие 6, имеет место для небесных тел, как кто независимо друг от друга отметили, Врен, Гук и Галлей. Поэтому, относящиеся к центростремительной силам, обывающим пропорциональным квадратам расстояния от центра, я решил изложить в последующем подробнее. То есть, он говорил, ну, короче, если не верить Ингютону, есть 3 пацана, которые готовы впрячься. Врен, Гук и Галлей. Реальные ребята, если что, короче, к ним. Ну, в принципе, нет, ход нормальный. Так вообще, ну, все, как бы, на какие-то авторитеты ссылаются. Знаете, отметим только одно, вот, интересно опять. Дело в том, что примерно лет там за, я не знаю, лет за 80, наверное, до Ньютона, в начале 17 века, был такой человек Кеплер, Йоганн Кеплер. И он открыл некую-таки закономерность. Мы с вами ее потом рассмотрим, она очень важна будет для нас. Там зависимость, так сказать, периодов обращения, значит, разных планет, что есть там некая корреляция, так сказать. И почему-то он вот на Кеплера не ссылается. Хотя там как раз математически из того, что открыл Кеплер, по идее, можно вывести, в общем-то, вы знаете, вот эта формула не то, чтобы неправильная совсем. И ее даже математически можно вывести. Но только из результатов эксперимента. Еще раз, эксперимент. Или, вернее так, из результатов наблюдений за небесными телами. И Кеплер этим занимался. И лет за 80 до Ньютона написал труд. Ну, тоже, естественно, на латыни, да. Жаль, что его нет в интернете. Ну, хотя, как жаль. Жаль, что нет перевода труда, да. Я, может, посмотрел там и что-то оттуда вытащил. Ну, и на латыни нет. Ну, что латыни, я не читаю на латыни. Неинтересно. Ну, вернее, не смог бы прочитать. Не, ну, может быть, если поставил бы задачу. Ну, в общем, нету. Про Кеплера нету ничего. Книжки какие-то есть. Обрывки, сведения есть. Я буду зачитывать некую, так сказать, информацию коротенькую. Но на Кеплера Ньютон не ссылается. Почему-то. Странно. Но не ссылается. Ну, вот зато Врен, Гук и Гали реальные пацаны. То есть, если считаете, что мой, так сказать, шестое следствие не авторитетно, то вот три пацана сейчас придут и будут вас убеждать. Ну, в общем, неубедительно. Я считаю, это подтасовка. Это просто, ну, это действительно. Это не логика, это не вывод. Это подборка под результат. Ну, да, нормально. А что? Нормально человек поступает. Ну, ему же надо, так сказать, под результат подогнать. И вот, сейчас, открываю, значит, следующее, следующее такое значимое место. А, ну, вот тут оно у меня, да. Уже довольно далеко от этого, да, мы уже ушли вон тут. Одну треть книжки пролистали. Значит, и раздел новый. О движении тел, взаимно притягивающихся центростремительными силами. Вот, даже само название мне, вот, честно говоря. Да, страница 216-я. Само название уже. Как центростремительными силами могут притягиваться тела? Я что-то как-то... Ну, вот сейчас, кстати, это и рассмотрим. Ну, так вот. Как начинается это... Да. Как начинается этот отдел? Отдел он называется. Смотрите, внимательно опять. До сих пор я излагал учение о движении тел, притягиваемых к неподвижному центру. Вот это номер. Вот это номер. 216-я страница. Пишу. Значит, смотрите. Так и напишу. Значит, тела, оказывается, могут притягиваться к неподвижному центру. Так и напишу, да? Значит, притяжение тела... Вы вот я, может быть, так сказать, кому-то не ёкнуло, да? Кому-то не ёкнуло, я сейчас, так сказать, поясню. Давайте я вам покажу несколько экспериментов простых. Простейших совершенно. И на этом основании, вы, кстати, сами увидите, это, кстати, глубину, да, вообще... Ну, глубину, я вот так напишу. Глубину моего вопроса, так сказать. Глубину моего негодования, да, как... Не моя сцена. А что? Тело, физическое тело, может притягиваться к геометрической точке? А что? И вот это вот и называется, оказывается, центростремительная сила. Я просто... Я в этот момент, так сказать, когда читал Ньютона, я задумался, а что ж такое центростремительная сила, действительно? Несколько экспериментов. Не бы лица в лицах, не бывачина, не бывачина. Давно это было. Так давно, да почитай, вовсе не было. Однако, кого не было, не стал бы про то вспоминать. Итак, давайте проведем ряд простейших экспериментов. Первый из экспериментов, наверное, проводил практически каждый в детстве. Ну, по крайней мере, в детстве. Берем гайку М10, обязательно М10, оцинкованную по ГОСТу. Ну, шучу. Берем какой-нибудь груз, да, и привязываем к нему веревочку. И начинаем просто вращать, банально. Что мы видим? Мы видим, что веревка натянулась. Это первое. Что я напрягся, напряг свою, так сказать, недюжинную мускулу. Но, что мы главное видим? Первое. Груз не притягивается к неподвижному центру, ну, относительно неподвижному, да, несмотря на то, что он вращается вокруг него. Он, наоборот, стремится убежать. Кстати говоря, да. Он испытывает не центробежную силу, вернее, не центростремительную, а центробежную силу. То есть, он стремится от центра убежать. Ну, первое, веревка не дает ему это сделать. Ну, и самое главное, веревка, так сказать, просто веревка, и он, грубо говоря, привязан к моей руке, да. Моя рука не дает ему это сделать. То есть, эта сила, которая действует на груз, ну, или можно сказать, ну, да, груз, поскольку вращается вокруг относительно неподвижного центра, испытывает центробежную силу, направленную от этого центра. Ну, а центр, так сказать, в силу своих неких физических особенностей, да, не дает ему это сделать. Но мы не видим здесь центростремительную силу. То есть, груз не может стремиться к центру, ну, иначе бы ничто не помешало ему это сделать, правильно? Веревка гибкая, то есть, если бы он хотел стремиться к центру, он просто бы сблизился и прилип, правильно? Ну, как бы, вроде как логично, вроде все это понимают. Теперь, значит, еще один эксперимент. Хорошо, груз у нас, так сказать, оставим его в покое. Значит, вот есть у меня такой диск с некоторым количеством желобков. Значит, ну, вот внешний, допустим, желобок и шар. Положу шар в желобок и придам ему некую энергию. Что мы опять видим? Мы видим, что тело вращается вокруг некоего центра. Ну, траектория движения тела, в общем, это круг. И центр этого круга совпадает с центром этого нашего диска, понятное дело. Вот, прямо вот здесь вот как раз и находится тот центр геометрической траектории нашего шара. Правильно? Правильно. То есть, тело вращается по окружности. Ну, опять вопрос. По какой причине шар вращается по окружности? Ну, не потому, что он испытывает, так сказать, чувство преданности и любви к этому центру, так сказать. Он стремится к этому центру. Нет, и желобок. Правильно? Я ему придаю некую энергию, он бы и рад выскочить из желобка, но не может, сил не хватает. Катится по желобку. То есть, это, так сказать, физическое устройство. Ну, вот, пожалуйста. И это, вроде бы, всем понятно. И тоже, никто не сможет здесь доказать, что шар потому вращается по окружности, что испытывает опять вот притяжение к этому геометрическому центру. Ну, ведь нет. Ну, вряд ли, да? Нет. Ну, хорошо. И последнее. Нам говорят, все-таки вот в формулировке, да, формулировке Ньютона. Тела, притягиваемые к неподвижному центру. Ну, давайте проведем третий эксперимент, самый простой. Давайте обозначим некий центр. Вот я его так помечаю просто на бумаге. Ну, и пытаюсь, так сказать, проделать примерно ту же процедуру, да? Я придаю моему шару некую энергию и смотрю. Ну, вот что-то как-то, как бы его так по окружности-то, да? Ну, я вот, по крайней мере, чисто внешне, я не могу, так сказать, заключить из этого эксперимента, что шар притягивается к этому центру. Я не знаю, можно ли вообще это доказать. Ну, как бы, даже Ньютон не стал пока этого делать. Ну, хотя нет, стал как раз, да? Ну, я бы не рискнул. Я не понимаю, как к этому центру шар должен притягиваться. Я вот, и чего? Как? Ну, а если я нарисую их здесь несколько? К какому из этих центров шар должен притягиваться? Посмотрите, у меня пять центров. И катнуло, и чего? А шар растерялся. Он говорит, ты что сделал? Я к какому центру должен притягиваться? Ты чего? Вот такие вот дела. Можно ли доказать все-таки, что тело может притягиваться к неподвижному центру? Ну, я сомневаюсь, а самое главное, Я совершенно точно знаю, что можно доказать обратное. Что вот тело не может притягиваться к простому геометрическому центру. И доказать, между прочим, это несложно. Вот такие эксперименты. Итак, центростремительные силы в природе быть не может. Их не бывает. По крайней мере, так повествуют, об этом повествуют наши эксперименты. Я не понимаю, как тело может притягиваться к неподвижной точке. Просто к геометрической точке. Как геометрическая точка, вернее, может притягивать тело. И, между прочим, я такой не один, как минимум. Я тоже, знаете как. Ну, Ньютону можно, а мне что, нельзя, что ли? Ну, вот и тоже есть авторитеты. Я не говорю, что авторитеты. Я просто когда-то, кстати, довольно давненько, ну, тут 12-й год написано, я купил. Да, наверное. В прошлом году, где-то я там следил, больше года назад, увидел в магазине книжку. Вот видите, видите, как человек излагает свою мысль. Тоненькая брошюрка. Написано, движение по окружности. Пехотин. Нет-то. По-моему, преподаватель, я где-то там, или, не знаю, или он связан с этим. Что он пишет? Он пишет, ну, вот прям вначале можно, наверное, и прочитать это. В настоящее время в учебниках по физике, в скобках, механике, для школьников и студентов, утвержденных Министерством науки и образования РФ, содержится одиозное утверждение, что материальная точка движется равномерно по окружности только с радиальным центростремительным ускорением под действием одной только центростремительной силы, например, силы семерного тяготения, например. Однако это утверждение, доказанное в кавычках, с помощью многочисленных математических трюков, вывертов и других псевдонаучных уловок противоречит закону сохранения энергии, противоречит другим аксиомам и законам физики, механике, и главное, противоречит реально наблюдаемым фактам. Ну, я не буду. Он тут приводит свои, так сказать, размышления, пишет только об этом, о движении по окружности, и приходит просто примерно к таким же выводам. Ну, он как бы, он о чем-то своем думал, но тоже пришел. Центростремительная сила, ускорение, как тело, двигаясь по окружности, ну, не прямолинейно, но равномерно, движется под воздействием центростремительной силы. Ну, тогда оно к центру должно смещаться, а оно не смещается. Ну, тут у него немножко свой резон, но он, так сказать, перекликается с моим. Я рассматриваю гравитацию, он чуть-чуть другое рассматривал. То есть, есть люди, которые вот лживость этого утверждения от центростремительной силы почувствовали. Вот, пехотик, движение по окружности, брошюра, 12-й год, ну, в смысле, небольшая книжка. Но это не единственное доказательство. Вы знаете, как это не парадоксально, но я могу доказать это используя еще не больше, не меньше, а третий закон Ньютона. Ну, вот так. Вот, беру, допустим, опять же, да, я физику беру, я же что, простой человек, так сказать, не затейливый. Вот, смотрите. Физика, 9-й класс, Пёрышкин. Купил в книжном магазине тоже. Кстати, если кому-то интересно, в интернете есть, вот если наберете физика, 9-й класс, Пёрышкин, там, скачать, допустим, да, куча вариантов, можно скачать целый учебник физики с картинками, там все замечательно, в замечательном виде, и найти это, так сказать. Вот, прям, наберете 9-й класс, допустим, да. Вот, смотрите, страница 48, да. Физика, 9-й класс, Пёрышкин, страница 48, так и называется. Третий закон Ньютона. Как он звучит? Смотрите. Силы, с которыми два тела действуют друг на друга, равны по модулю и противоположны по направлению. Помните? Ну, вот такое вот, как бы, расхожая формулировка, это каждое действие рождает противодействие. Ну, что ли так. То есть, что мы можем тогда записать? Если бы мы хотели поразмышлять о центре стремительной силы, я, ну, собственно, вот здесь как раз и пишу, да. Смотрите. Значит, у нас тело, у нас точка, просто точка, это радиус, это не нить, да. Значит, со стороны точки, ну, что тут напишу, допустим, ну, центр О обычно обозначается, да, а тут масса М, что ли, да, и нарисую вот так. А, да, напишу, что это радиус, а вот это, так сказать, ну, омега, омега. Напишу все-таки омега, имеется в виду, так сказать, угловая скорость. Что это такое? Вращение по окружности, да, вокруг центра О, тело с массой М. Хорошо. Значит, что такое центростремительная сила? Нам утверждают, что со стороны неподвижного центра, если тело движется вокруг него, у этого центра, то это может означать только одно. Со стороны центра на тело действует центростремительная сила. Замечательно. Пишу ее. Значит, вот так она, да, она вот сюда. А, Ф, С. Центростремительная сила, Ф, значит, ну, чему она равна? Вон, я уже написал, не буду писать. Но, согласно третьему закону Ньютона, силы могут рождаться только парами. То есть, если со стороны центра на тело действует центростремительная сила, тогда тело должно действовать на центр с силой, которая равна по модулю, да, ну, и противоположно по направлению. Отлично. Рисуем. Ф, как мы его назовем-то? Ну, давайте, Ф2. Значит, Ф, С, равно Ф2. По модулю. То есть, количественно равны направления имеют противоположные. Ну, замечательно. Только почему-то вот об этой цифре, вот об этой силе никто никогда не говорит. А как мы ее должны написать? Мы ее должны написать, что это сила, вообще сила, да, как таковые. Ф2 равна некая масса на некое ускорение. Так ведь? Теперь скажите мне, пожалуйста, а какая масса у геометрического центра? Ну, она равна нулю. А какое ускорение у неподвижного центра? Центр-то не вращается, правильно? Вокруг масса. Но нет ведь? Он же неподвижный. Слово, неподвижный. Значит, ускорение просто быть не может. Значит, эта сила по определению равна нулю. А раз она равна нулю, два уравнения, да? Одно неизвестное. Значит, F центр-центр стремительное равно F2 равно нулю. Ну ведь так. Ну это же третий закон Ньютона. Это же не третий закон Ловчикова. Правда ведь? Ну я рассуждаю корректно. Корректно. Вот и все. Не бы лица в лицах Не бывачина Не бывачина Давно это было. Так давно, да почитай, вовсе не было. Однако Кого не было Не стал бы про то вспоминать. Все-таки эти рассуждения Были бы моими, да? Если бы не было свидетельства. На самом деле Я прочитал Вот эту вот Формулировку, Ну вернее, Вот эту цитату Ньютона На странице 216 Не полностью. А полностью она звучит так. Вот начало, да? Вот это вот отдела, Которое так стремно называется. Не важно. Значит, читаю Предложение полностью. До сих пор Я излагал Учение О движении тел Притягиваемых К неподвижному центру Запитая Каковое едва ли Существует В природе Ой, я не знаю Мама дорогая Ну и что мы имеем? Что сказал Ньютон? Ньютон говорит Центра стремительных сил В природе-то нету Значит Ф С Нет в природе Ну Фактически Понимаете Исаак Исаакович На себя Как это? Свидетельствует То есть Он дает показания Что он лжет Вот Треть книжки Он говорит Я приводил Доказательства Там Рассуждал Да? О притяжении тел Тел Я начал С того Что я рассматривал Центра стремительной силы Это так сказать Было Один из Так сказать Этапов Доказательства Да? Будет Наверное Дальнейшим Так вот Имейте ввиду Что все Что я говорил Это в общем Не имеет к природе Никакого отношения Хочется спросить Исаак Исаакович Ну Все бы ничего Еще раз А как называется Ваша книжка? Помните? Математические начала Натуральной философии Что такое натуральная философия В переводе на русский язык? Натуральная философия Как можно перевести? Ну допустим так Природные основания Правда ведь? Или Природные основы Природные То есть то что есть в природе Мы рассматриваем природу А не Вот просто так сказать Да? Как это? Фантазируем Да? Вот так вот Занимаемся таким вот Такой Математической эпилибристикой Вот математическая эпилибристика Но о природе Вы все таки говорите Да? То есть Математические как бы Выводы Математические основания Так сказать Начало все таки Природных оснований Так ведь Начинается книга А на странице 216 Вы говорите Все что я говорил до этого Про центростремительные силы В общем то Как бы к природе Не имеет никакого отношения Потому что этих сил В природе нет Ну мужик Че ты нам мозги так и не фолил Какой вывод? Какой R квадрат Знаменателе? Вообще Какой вывод? Да Это то ладно А это то? А это? Этого нет в природе И это перекочевало Даже в курсе Теоретической механики Но благо Между прочим Если вы посмотрите Ну я вот учился В институте Мы там рассчитывали Всякие там Я не знаю Редукторы Когда вы начинаете Рассчитывать Какую-то Конкретную вещь Конкретный механизм То вы на самом деле Центростремительные силы Нигде не увидите В расчетах Вот интересно Вот центробежную Вы видите У нее есть Под этим основанием Центробежную Это движение От центра А центростремительную Никогда не найдете И то Движение от центра Всегда уравновешивается Чем-то физическим То есть Этот центр Как правило Не просто геометрический Вокруг которого Нечто вращается И испытывает Центробежную силу А это Физический центр То есть Это блин Это чем-то надо держать Потому что Тело стремится Так сказать Улететь Да Или убежать Физический Там действует Физическая сила Вот здесь И она направлена Не к телу А наоборот Противоположная Там все нормально Но центростремительную Центростремительную силу В расчетах Реальных Технических Механизмов Вы не найдете Несмотря на то Что она есть Даже в курсе Теоретической Механики Она просто Нигде не используется Потому что Ее Невозможно Приложить Потому что Придется Тогда вот сюда К центру Прикладывать Такой же Геометрическому Центру Ну вот Это такое Рассуждение Значит Что у нас У нас Ньютон таки Сознался Можги Я мозги парил Вам Ну так По пустякам То есть Все что я рассказывал В общем-то Это Простите меня Пожалуйста Ну только что Не написал Ну хорошо Ну и Самое интересное Вот эта фраза Здесь есть Но на следующих же страницах И дальше Ну допустим Такие вот выражения Уже да Вот В общем Тексты дальше идут Опять тут предложение Кусками Ну как бы Этими Определить движение Двух тел Притягивающихся Обратно Пропорционально Квадрату Расстояния Вот Вот Если два тела С и П Притягивая силою Обратно Пропорциональную Квадрату Расстояния Та-та-та-та То есть Для него Вопрос То что два тела А уже тело Он перешел Да Он как бы Я уже выше того Что бы Центробежных сил Да все У меня уже два тела И они уже точно Притягиваются Взаимно Силой Которая обратно Пропорциональна Квадрату Расстояния Ну мы уже как бы Дважды Опровергли это Ну сначала Опровергли Потому что Есть вот это А потом мы Опровергли и это Потом И он это Опроверг Сам Ньютон Сказав что Да Центростремительные силы Нельзя рассматривать В качестве Доказательства Этапа доказательства Вообще о каких-либо Притяжениях Замечательно Но дальше Он рассуждает Как ни в чем не бывало Все Два тела уже давно У него уже все решено Он решил Они уже притягиваются И у них точно Р квадрат Все Знаменательный Ну это уже не подходи Ну я же Ньютон Мне что В случае В рейд Гук И Галей Три пацана Подтвердят Ну наплевать мне на вас Короче Ну вот Ну вот как бы Цепочка Да Суждений Ну а дальше Как ни в чем не бывало Опять Ну это все таки Этим не заканчивается Ну видите Я Я перелистываю Практически Три четверти книги Там Ну вы можете Читать это Пожалуйста Ну там Там много другого Это книжка Не о гравитации Не только Конечно Безусловно Я еще раз Я не охаиваю Огульно Что Ньютон вообще Там Никчемный мужик Нет я так не говорю Я говорю Что его доводы Его цепь рассуждений По крайней мере Которую я уловил Она Не является для меня доказательством Мало того Она настолько противоречива И его же слова Настолько противоречивы Его слова Ну и моя логика Тому подтверждение Да Настолько противоречиво Что сказать Что он что-то такое Вывел уже И уже там Полформулы Почти уже Так сказать На выходе Осталось чуть-чуть Там с массами Немножко подправить И все И формула будет выведена Я не могу так сказать Для меня это Какая-то полная хрень Ну что это такое Ну это безобразие какое-то Я не знаю Ну что это Это выводы Нет Ну вот интересно Вот вся книга На самом деле Ну вот это вот Это тоже в общем-то Трехтомник Они любят Наверное Триптих Да Маркс писал Это не тот тоже У него вообще Это три книжки Значит Одна О движении тела О движении тел Книга первая О движении тел Книга вторая Ну как бы в этом объеме В общем И третья О системе мира Ну звучит круто Классно Вот интересно Что он пишет В начале О системе мира Значит какая страница Страница 501 Значит пишу Страница 501 у Макса Ой у Макса Заговорился У У Исаака Ньютона Исаак Исаакович Ньютон Значит О системе мира Что он пишет А Ну он как бы тут подводит В предыдущих книгах Я изложил Начало философии Та-та-та И вот значит смотрите Рассматривая Те общие вопросы На которых физика Главным образом Основывается Как то То есть он говорит То есть он говорит А какие я собственно Вопросы Рассматривал В предыдущих двух книгах Ну такой итог подводит Значит И смотрите И говорит О плотности И сопротивлении тел О пространствах О пространствах Свободных От каких-либо тел О движении Света И звука Вы что-нибудь видите По поводу Гравитации И притяжения Он даже не пишет Что О движении Тел Собственно Вот у него две книжки О движении тел А тут он ничего не пишет О плотности И сопротивлении тел Ну сопротивлении тела Это Там у него Гидравлика есть еще Плотность Сопротивлении тел То есть Он подводит Некий итог Вот Три четверти книжки Плотность Сопротивление Пространство Свободно От каких-либо тел То есть Пустые пространства Допустим Свет и звук Не слово О величии Ну или хотя бы Что О величии Не слово О гравитации О движении Небесных тел Допустим Ну как он О движении тел А он ничего не говорит Честно говоря Это как-то Настораживает Опять Знаете Такое складывается Впечатление Все-таки Ну я как бы Опять Свою точку зрения Излагаю Что такое Знаете Ну либо Это он не все писал Тут что-то Как-то Либо он пытался Все-таки Сказать Знаете Как резидент Когда шпиона Ловят Он в своих шифровках Допустим Там точку с запятой Не так ставит Что-то вроде этого Так вот Типа такие Я типа Закладочки оставлю Ребята Я писал Типа под это Под дулом пистолета Ну что делать Дескать Ну что-то навалял Что сказали Но вставил Некоторые фразы Которые дадут вам понять Что я вообще Полную хрень тут навалял Ну примерно так Ну серьезно Ну как-то это все Ну что это такое Он сам говорит Центростремительных сил Нет в природе А до этого Я тут Ой Я тут вывод сделал Что р квадрате Все решено А потом говорит Очень важные вещи Я рассмотрел Плотности Пустоты Да И свет со звуком Про гравитацию Ни слово А что ты молчишь Про гравитацию Вот это все Очень как-то странно Ну вообще Я правда Все это Какое-то Какое-то странное Немножко Накладывает Впечатление Ну и Между прочим Впечатление Довершает еще Перевод русский Кстати Я на всякий случай Вот Вот этот принципиальный момент Где написано Где вот Страница 78 И 79 Она ключевая Тут все-таки Хоть есть какая-то математика Да Чуть какой-то вывод есть Здесь вообще полная хрень Я вот не знаю А здесь какой-то Типа вывод есть И я подумал посмотреть Значит взял Взял Вариант на латыни Ну Как бы исходник Да Открыл И заметил интересный факт Мне было непонятно Вот здесь вывод Я же сначала пытался понять Помните Я там прочитывал Там что-то Квадраты Квадраты чего-то Времени Там описывали Други какие-то Я пытался понять А что тут вообще написано Я естественно сначала думал долго Корячился И я не понимал А почему там приводится Другой Почему соотношения там есть Да Я не буду сейчас перечитывать Мне неохота И я открыл это место Написанное на латыни И я увидел там чертеж Странно Есть чертеж А в переводе чертежа нет Хотя Вот Оригинальный текст на латыни Он 400 там с чем-то страниц А переводная штука Почти 700 страниц 700 по-моему Да Или 670 Или 700 страниц Что-то такое Сколько страниц Так Тут написано Где-то есть А 704 страницы Ну С какими-то Превамбасами Но все равно Представьте 400 с чем-то страниц И 700 страниц То есть Человек явно Так сказать Разворачивал Да Давал какие-то толкования Но В самом ключевом месте Это вот Профессор Крылов В 1936 году Но в самом ключевом месте Где Очень интересный Математический вывод Почему же Р квадрат все-таки Он не дает Чертежа Которые есть в оригинале Ну типа Сэкономил место Да Помните Я сказал Что если я напишу Эту формулу Да И Так сказать И буду И буду вам показывать Что судя по всему Подгонка под формулу Такая вот происходит И вот Представляете И в действиях Вот профессора Крылова Я тоже обнаруживаю Но чертеж В принципиальном месте Упустил Забыл Ну или как бы Незначимо Я вам и так расскажу Ну кстати Есть еще одна Нестыковка Интересно вот что Вот в этом месте Вот здесь же Страница 78 Семь из девять Я имею в переводе Значит На латыни Значит В оригинале Текста Вот этих следствий Их раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Семь Следствий А в оригинале Ой вернее Значит А уже в переводе У нас какая там Страница 78 Да А в переводе Интересно Значит Нету Нету Чертежа Нет Не то Что за попал Нету Чертежа И следствий Знаете сколько Значит еще раз В оригинале В оригинале Их семь Следствий А в переводе Их девять То есть Так знаете Чертеж Он выкинул А два Следствия Которых нет В оригинале Дописал Ну Ну это опять Вот Серьезно Ну что значит А что за Что за Отсебятина Зачем это надо Причем Он это не в качестве Там сноски Где-то Да То есть Мои комментарии Да Допустим Профессор бы дал Нет Он это в основном Тексте пишет Следствие восемь Следствие девять В основном тексте Как будто это текст Ньютона А у Ньютона Нет этих следствий Ну зачем это все Я не понимаю Ну Еще раз Наверное Это для того Чтобы Вот Более мутно Вот здесь Вот Чтобы люди Не смогли Толком разобраться Толстенная книга Еще раз Ушил Да Вот он написан Таким языком Такой научный Ребята Вы просто Верьте Ну он Серьезно Я могу Ребята Слепая вера Слепая вера Слепая вера Она лучше Чем там Понимание Зачем вам надо Вы Верьте В то Что Ньютон Так сказать Открыл Гравитацию Не Не Былится В лицах Не Бывачина Не Бывачина Давно Это было Так давно Да почитаю Вовсе Не было Однако Кого Не Не Стал Бы Про То Вспоминать Ну и Это Еще Не Все Я Так Вот Немножко Затрон Самое Последнее Пожалуй Нет Не Последнее Предпоследнее Предпоследнее Вот Что Ну Это Уж Совсем Наверное Вам Пишу Формулы У Исака Исаковича Ньютона В его Труде Нет Ее Нет У Ньютона Нет Формулы Вот Этой Так Называемой Закона Всемирного Тяготения Он Не Открывал Никакой Формулы В смысле Ее Нет Ее Записи Нет Ее Нет Не В виде Формулы Не В виде Формулировки Ну Можно Конечно Сказать Что Это Я Ее Не Нашел Ну Пусть Так Пусть Я Ее Не Нашел Теперь Тогда Я Как Еще Продолжим Еще Немножечко Все Доскажу Значит Смотрите Это я Савтра Ладно Значит Тогда Давайте Посмотрим Я Не Нашел Формулу Или Ее Действительно У Ньютона Нет Вот Просто Нет Давайте Посмотрим Еще Разок На Эту Формулу Внимательно В Этой Формуле Ну Помимо Масс Тел Вот Р Квадрат Который Мы уже Понятно Как Получше Было Вообще Хотя Бы Как Значит Есть Одна Интересная Величина Вот Я Про нее Тоже Говорил Она Называется Гравитационная Постоянная Мало Того Что Эта Величина Существенная То Есть Она Так Это Много Много Весит Да 6 Что Она Там 6 67 По Много Да На 10 В Минус 11 Ну То 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 Ну Важно Даже Не Это Или Она Не 3 14 15 Как Пи Допустим Ну Все Таки Какая То Ну Там Скажем Она Существенная 10 Минус 11 Степени Она Оказывает Существенную Коррекцию Этой Фомул Но Это Еще Не Все Она Это Не Просто Это Не Интересная Размерность Мы К Этой Размерности Потом Еще Вернемся Это Самая Интересная Вещь Тоже Самые Такие Ключевые Почему Ключики Понимания Всего Что Происходит Так Вот Она Размерность Какая У нее Размерность Что Там У нас У нее Размерность Кубометр На Секунду В Квадрате А И На Килограмм То есть Она Размерная Я Почему Так Говорю Об этом Формулу Нельзя Написать Без Этой Ж Но Вот Уж Могу Точно Совершенно Сказать Вот Этой Гравитационной Постоянной У Ньютона Нет И в Помении А Как Тогда Написать Форму То есть Можно Опять Сказать Ну Там Прямо Пропорционально Обратно Пропорционально Но Формулу Записать Нельзя Что Такой Закон Закон Это Точное Соответствие Точное Соответствие Зачем Нам Какие Пропорциональности Наверное Она Зависит От Этого Да Гравитация Может Зависит От Этого А Может Быть От Этого Но Закон Это Формула В которой знак равенства, то есть эквивалентность. То есть как посчитать нечто, правильно? А так написать нельзя, потому что Ж неизвестно. Вот еще одно обстоятельство или один факт. Еще раз. Если кто-то думает, что это мои, так сказать, мои измышления, или я там не увидел, или я слабо компетентен в этих вопросах, книжка толстая, а моего мозга не хватает, я вообще ничего, так сказать, в этом не понимаю, вот, так сказать, брошюрки это мой удел, да? Ну, может быть, может быть, я не буду, так сказать, оспаривать это утверждение. Я лишь скажу следующее. Вот смотрите. Опять же, зайдите в Википедию и наберите поисковый запрос «Гравитационная постоянная». Ну и вывалится некий текст, да? Будет там циферка написана, и будет написано «История измерения». Там, так сказать, такая, как бы, разделчик такой, да? Читаю. «Гравитационная постоянная» фигурирует в современной записи закона всемирного тяготения, однако отсутствовала в явном виде у Ньютона. Ну, это же не я говорю. И в работах других ученых, вплоть до начала 19 века, вы можете себе представить? Больше ста лет после Ньютона, они никто даже слыхом не слыхал. Ну, а дальше еще, первую, еще, так сказать, круче написано. А, ну, сейчас тут сначала. «Гравитационная постоянная» в нынешнем виде впервые была введена в закон всемирного тяготения, по-видимому, только после перехода к единой метрической системе мира. По-видимому. Возможно, впервые это было сделано французским физиком Буассоном. Хотя, когда начинается, значит, вот эта статья «Гравитационная постоянная» в Википедии, да, написано. «Гравитационная постоянная» запятая «постоянная Ньютона». И написано. А у Ньютона ее не было. Еще сто с лишним лет после него не было. Нормально. «Постоянная Ньютона». Ну, я не знаю. Ну, и что теперь мы должны думать? По-видимому, она была введена в начале девятнадцатого. Возможно. Ну, скорее всего. Ну, когда-то же она должна была быть введена. Вот. Правда, вопрос. А кем она была введена? А когда она реально была введена? Девятнадцатый век. Девятнадцатый. А Ньютон писал в семнадцатом. Хорошо? Ну вот, и что? Теперь вот. Вы скажете, что он все это открывал, да? И у него есть строгая формула без «Ж». А как строгую формулу написать? Соответствие не может быть получено не целочислено, ну, в смысле, не численно вычислено, не согласуется даже по размерности. Ну, как можно написать формулу, с которой слева, грубо говоря, там, километры, да, а справа секунды? Так, километры равно секунды умножить на постоянную, да? Я же не могу так написать. Размерность вот этой вот штуки не соответствует вот этой. То есть, в этой же, это же неспроста. Это же в ней гораздо больше смысла, чем просто постоянная, да? Ну, типа, 6,67 там, на 10 минус 11. Нет, размерность не согласуется. Значит, это не так просто все. Вот, я, естественно, покажу, почему это все непросто, откуда она могла взяться, ну, вообще, как бы, чисто теоретически, откуда ее вообще можно взять, было бы. И, в принципе, как можно бы вообще вывести вот эту формулу? Вообще, чисто математически ее вывести можно. Я не великий математик и не физик, знаете, не физика, не физика-математика, не математика-физик, да? Не физмат заканчивал, МГТУ заканчивал, ну, поступил в МГТУ сначала было, а потом перед нас переименовали, стало называться МГТУ имени Бауна. Ну, я не блистал науками, честно. Я не скажу, что я там великий. Ну, как бы, хорошо учился. Я, ну, так, посредственно учился, конечно. Поэтому у меня нет глубоких знаний, я это понимаю, но, ну, это-то я как-то секу, как это ни странно, и расскажу об этом вам. Ну, а вот пока примите вот такой вот обескураживающий факт, понимаете, напомню, да? Величайший человек здесь покоится сервисом МГТУ. Еще разок. Пусть смертные радуются, что в их среде жило такое украшение человеческого рода. Ну, вот оно украшение. Больше и добавить нечего. Не бы лица в лицах, не быващина, не быващина. Давно это было. Так давно, да почитаю, вовсе не было. Однако, кого не было, не стал бы про то вспоминать. В предыдущих эпизодах мы договорились систематизировать рассматриваемые вопросы наши в некоторой такой таблице под названием список физических величин. И первое, чем занялись, это рассмотрели такую категорию, как масса. Килограммы, в частности, измеряется. Договорились, что длину и время мы не будем рассматривать. Я их даже, знаете, давайте я так их отчеркну сейчас. Поскольку в классической физике их не рассматривают. Ну, так вот, выпукло. То есть, есть, конечно, работа под названием теория относительности. Ну, очень спорная и очень такая, знаете, наверное, даже не будем ее рассматривать. Поэтому, значит, длина и время мы не трогаем. Это аксиома. Я говорил, это аксиоматично. Не будем рассматривать. Значит, массу мы рассмотрели в прошлый раз. Я поставлю вот так галочку, чтобы нам, так сказать, была видна проделанная работа на этой таблице. Как-то, так сказать, отчетность, да, некоторая. Вот, у нас остается 4 величины. Это все, что касается электрического тока, света, температуры и вещества. Ну, вот тут так несколько экзотично может быть. Количество вещества, моли. Ну, это не принципиально. Я говорил, что эти величины не принципиальны, не значит, что они самые главные. Моль это как-то, ну, штуки вроде, а мы-то хотели бы знать о веществе, да, то есть как он устроит. То есть такая категория, как моль, ну, или измерение, да, не совсем качественно отражает. Ну, еще раз. Это просто для того, чтобы напоминалочка у нас была. Вот, вы знаете, я считаю, что вот эти три, значит, ток, свет и температура, они выведутся потом. Ну, то есть как бы более логично, после того, как мы вообще коснемся, а что же такое вещество-то вообще, да? Потому что температура вещества или, там, тело, да, свет тоже кем-то же должен вроде как, так сказать, излучаться, чем атомом, там, или электроном, или протоном. То есть сначала коснемся именно вещества. Вот с этого и начнем. Тема довольно объемная, наверное, она не менее интересная, чем вот гравитация, которую я так довольно подробно рассматривал. И рассмотреть ее придется немножко с разных сторон. То есть у меня вот не получилось в одну такую цепочку выстроить, да, логическую. Будет так, несколько таких опорных, как бы, эпизодов, вот. Первый эпизод, он общий, общий обзор или, скажем, исторический. Значит, для этого я использую несколько учебников опять, ну, традиционно, да? Дело в том, что в интернете довольно много авторов, которые говорят вполне приличные, ну, я имею в виду, вполне циклогичные, да, вещи. Достаточно интересные, я сам смотрю их периодически. Но они вот мало утруждают себя цитатами. Ну, я не говорю, что это плохо. Ну, как бы, ну, вот у них так, да. Да, я почему-то такой вот нудный, наверное, да, по причине такой природной нудности, я очень люблю цитаты. Чтобы, знаете, чтобы, ну, люди сами могли в большей степени делать свои выводы. Я все-таки вот считаю, что я не поучаю, не наставляю, понимаете? Я не там, а тем более, да, не хочу охаять автора. Вот именно по этой причине я стараюсь приводить цитаты. Чтобы вы сами решили, ну, то есть, мои, как бы, претензии к автору в данном конкретном эпизоде голословны или обоснованы. Вот. Исходя из этого, вот в данной, так сказать, части моего рассмотрения вещества, у меня получилось очень большое количество цитат. Ну, наверное, это оправдано, потому что тем более исторический, да, исторический, так сказать, ракурс. И я даже вот, мне пришлось такой планчик составить, чего раньше не было. Я их просто аккуратненько повыписывал. Вот, так сказать, пришлось вот таким вот образом поступить. Начну я, значит, рассмотрение вот с такой вот толстенной книжки. Вот я, наверное, по такой, примерно, книжке учился. Я помню, когда я сдавал в институте химию, я ее, естественно, не знал, я уже говорил. Это для меня был какой-то кошмар. Вот примерно такая же у меня была, так сказать, ну, у нас, в смысле, был такой же учебник. Я его сдавал, я его затолкал, так сказать, вот в штаны, да, одел куртку и пошел сдавать. Ну, благо преподаватель как-то отнесся к этому, ну, скажем, лояльно. Она позволила сдать, поставила мне твердую тройку, ну, как сказать, в смысле, твердую. Она ее твердо писала, твердой рукой. Ну, как-то я сдал. В общем, это был кошмар. Я, правда, я ничего не понимал. Вы знаете, я вот до сих пор ничего тут не понимаю. Вот сейчас, собственно, об этом и буду рассказывать. Вы сами поймете, что, ну, действительно, не знаю. Но я, это меня не сильно оправдывает, правда. Ну, да, все-таки как-то, ну, надо было все-таки учиться каким-то образом. Ну, тем не менее. В общем, начнем вот с такой вот, с толстой книжки, которая приблизительно и, сколько там, лет назад. Сдавал я в 90-м году, я защищался. То есть, ну, оканчивал институт в 90-м. Давно было. 23 года, да? Ну, вот, смотрите. Значит, в данном случае книжка. Так и называется. Начало химии. Вот, Толстенный купил в книжном магазине. Все, как полагается. Учебник, естественно, для вузов. Все, как полагается. Значит, авторы. Кузьменко, Еремин, Попков. Вот, ну, наверное, есть все еще в магазине. Давно покупал, кстати, рассматривал. Значит, ряд цитат я приведу. Я их выписал. Просто невозможно вот ковыряться, там опять выковыривать. Я их приведу вот так вот сжато. Еще раз. Вот из этой книжки. Значит, с точки зрения исторического, так сказать, рассмотрения вопроса, что же такое вещество, я привожу несколько цитат. Да. Поскольку это исторический, чтобы как-то немножко наглядно показать, ну, вот, процесс, что ли, познания, да, в этой области, я нарисую временную ось, на ней буду как-то откладывать. Так, для, ну, для удобства. Будем откладывать события, вот, в хронологическом, потому что более или менее указаны, ну, да, все, в общем-то, все даты указаны. Года, по крайней мере. По годам. Итак, Кузьменко, Еремин, Бобков, начало химии, учебник. Страница 19. Атомы были придуманы в Греции в пятом веке до нашей эры. Философ Левкип задался вопросом, можно ли каждую часть материи разделить на еще более мелкие части. Левкип считал, что на каком-то этапе дальнейшее деление станет невозможным. Ну, а ученик Левкипа, Демокрит, назвал эти частицы атомами. Ну, и в скобках написано, значит, в учебнике. Атомос-неделимый. Значит, первое, откладываем, да, пятый век до нашей эры. Ну, так и пишем, да, пятый век до нашей эры. Вот, допустим, вот прямо здесь. Пятый век до нашей эры. Значит, атом-термин. Ну, я, может, там буду менее это встать подробно, но хотя бы годы будем откладывать, чтобы так немножко, да. Итак, обратите внимание на цитату. Атомы были придуманы в Греции. А, вот правда. Я, ну, чем дальше читаешь, тем больше обращаешь на это внимание, тем вот больше у меня смех вызывает, серьезно. У меня вот какое-то негодование и смех одновременно. Ну, ну, что значит придуманы в Греции? Ну, в учебнике химии написано. Придуманы. То есть, греки придумали. Греки вот сидели, как репу чесали и думали. Давайте что-нибудь придумаем, да? Скучно, что ли, жить? Я не знаю. Нет, давайте придумаем. Да, давайте. Ну, и придумали. А что? Пусть будут атомы. А пусть. Ну, хочется привести слова, помните, из мультфильма, по-моему, да? Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Ну, вот, по-моему, вот вы сейчас все увидите. Вот, вот не надо было придумываться. Не надо было репу чесать грекам. Может, как-то судьба по-другому сложилась, понимаете? Этого вопроса, да? С точки зрения научного познания. Ну, вот, а поскольку придумали, то так и пошло. Так, что тут мы пишем? Значит, это мы пометили. Придумали в Греции. Ну, ладно, придумали и придумали, да? Теперь смотрите. Интересный факт следующий. Цитирую дальше, да? Это же страница, страница 19. Первый эксперимент, подтверждающий атомную природу вещества, был проведен лишь спустя 2000 лет. В 1662 году Роберт Бойль сжимал воздух в трубке. Значит, объяснить результаты Бойля можно только, если признать, что воздух состоит из атомов. Ну, то есть, маломальский чего-то, какой-то эксперимент и закономерность, там есть уже, так сказать, это, уже какая-то формулка появилась первая, родилась только в 1662 году. 2000 лет прошло, отметим. Значит, ну, я так буду, да, вот, я, я не в масштабе буду, а иначе тут невозможно будет. Значит, вот так. 1662. Я вот так нарисую. 2000 лет. Значит, 2000 лет. Я вот, честно говоря, мне вот это не очень понятно. Ну, опять же, сейчас вот существует, да, довольно модная, интересная работы, вернее, работы Носовского и Фоменко «Новая хронология». Они говорят, что очень многие события, ну, явно туда задвинулись, чтобы, да, древний мир удревнить, да, а Россию, наоборот, так сказать, в том числе Россию. Я не говорю, что, в том числе Россию, значит, это, обеднит с точки зрения истории. Ну, вот здесь вот прослеживается явно, я не хочу ничего говорить конкретного, мне это, в общем-то, сейчас абсолютно неинтересно. Ну, вот это очень странно. Ну, вот сидели-сидели греки, да, почесали реку, давайте будут атомы, давайте. А после этого что? Все. А потом нашли, чем заниматься, да, то есть, нашли какую-то веселуху и забыли про атомы, да, или как, проснулись утром, похмелелись, да, и не вспомнили, что. Ну, так, что ли? Ну, как, ну, что это делать, мне 200 лет? Ну, если у них родился вопрос, да, давайте придумаем, то, наверное, они занимались какой-то наукой или философией хотя бы, да? Ну, значит, должны были какие-то быть логические шаги после этого, после этой придумки. Ну, то есть, что-то еще надо было придумать? Ну, если вот сидит человек, да, он же не может просто придумать и забыть, да, и чего? А зачем? Зачем твою голову посещала эта мысль? Зачем? Ну, то есть, она пришла и ушла, да, так? Ну, вот это очень странно. Я вот этот вот, так сказать, исторический факт я как-то ставлю под сомнение. Ну, мне непонятно. Тем более, ну, даже если он и был, ну и что? Технологически это никак не выразилось. То есть, никаких технологий не осталось, никакой, так сказать, научной мысли. Ничего вообще, тускло. Ну, вот здесь еще более-менее, да? Вот. Хоть что-то возникает в 1662 году. Кто-то там в трубке, да, немножко там газы там сдавил, подумал и подумал, да, наверное, атомы. Наверное, да. Наверное, греки 2000 лет до этого были правы. Хорошую мысль посещал. Жаль, что ушла, так сказать. Безвозвратно. Ну, и ладно. Дальше. Страница 22 того же учебника. Значит, правильные формулы воды и многих других веществ были определены Жозефом Луи Гейлюсаком в 1808 году. Вот. Значит, подлинный смысл закона объемных отношений выяснился после великого открытия Амидео Авагадро. Ну, может кто-то помнит там число Авагадро. Вот это уже как бы, кстати, число Авагадро это как раз количество молекул, ну там, или атомов в одном моль. То есть, вот как бы то, что мы, да, моль. То есть, все нормально. Вот он моль забрежил. Вот она, моль полетела туда. Ну, так вот, страница 22, 1808. Значит, ну да, я вот так буду. Значит, появляется 1808 год. Не буду тут писать, некуда. Хорошо. Вот уже хоть что-то, да, какая-то наука началась. Ну, реальная, потому что соотношения появились. Вот Бойль уже соотношения пишет, а Авагадро его разворачивает. И вот, Игейлю Сак. Уже нормальный, более-менее. Ну вот, смотрите, уже 19-й вообще-то век. Уже там, неважно, смотрим. Вот, мало-мальски значимое событие еще одно происходит в 1860 году. Значит, страница 23-я того же учебника. В 1860 году в городе Карлс-Руэ, Германия, состоялся первый международный химический конгресс, на котором основные положения атомно-молекулярной теории получили всеобщее признание. Ну, там особо не помню, написано или не написано. Не буду сейчас конкретизировать, что за положение. Главное, что 1860 год. Более-менее, то есть появилось, я так понимаю, появились какие-то хиемити, да, и уже конгресс. Международный химический конгресс. То есть, ну вот, более-менее чувствуем, что какая-то наука начинает уже быть, да, уже есть вот. Вот да, ну 19-й век уже, уже почти конец. Что-то уже такое происходит. И то, смотрите, оказывается, значит, а, ну да, ну пусть так. Теперь, значит, смотрите, пока отложу это, значит, это мои листочки, берем следующий факт. Я просто хронологически выстраиваю более-менее, чтобы было, ну да, была какая-то, так сказать, нет размышления. Вот смотрите. Википедия опять. В учебниках не нашел, как-то так вот сжато резко, поэтому привожу Википедию. Википедия, запрос, поисковый запрос, открытие электрона. Ну, а там же, да, мы же там уже более-менее знаем, почему мы должны прийти. Протоны, нейтроны, электроны. Ну так вот, значит, открытие электрона, Википедия, запрос. Текст, читаю. Датой открытия электрона считается 1897 год, когда Томпсоном был поставлен эксперимент по изучению катодных лучей. Ну вот, уже какая-то частица появляется, да? Уже появляется некая конкретика в том вопросе, что же такое атом. Что-то уже, да, электрон там, что-то, катодные лучи. 1897 год, да. Значит, вот уже у нас 1897 год. Уже конец XIX века, все. Вот она конкретика. Технологически мы знаем, да, что как раз, в общем-то, взлет всей, вот то, что мы знаем вокруг нас, то, что мы, вот сейчас, вернее, происходит, да, технологический наш уровень, вот цивилизация, как мы ее понимаем, с точки зрения технологии, она как раз началась в конце XIX века. Электричество, помните? Радио, двигатели внутреннего сгорания. Ну, в основном, кстати, электричество. Вот с электрона, можно сказать, да, как раз примерно рубеж, конец XIX, самое начало XX века, это Никола Тесла, который изобретает двигатель, значит, вообще переменный ток вводит. То есть, помните, он там с Эдисоном, по-моему, да, воевал, тот был за постоянный ток, а Тесла ввел переменный ток вообще в нашу жизнь, а сейчас мы без переменного тока не мыслим, как это, мы вообще, как жить без него. Вот переменный ток ввел Никола Тесла, как раз на рубеже, я не буду приводить. Значит, он изобрел генератор и двигатель переменного тока, он именно. Это конец XIX, начало XX. Вот вся цивилизация и началась там, там вот примерно и начинается, и оно как-то вот ощущается, да, вот он, электрон, вот оно и пошло. Значит, что у нас дальше? Хорошо, отметили, электрон. Ну, я напишу, вот, что, 90-е, вот так, Е, да, электрон. Вот такой Е, цивилизация, пошла. Ну, вот реально, вот где-то здесь вот и началось приблизительно. Хорошо, значит, что нам надо читать дальше? Нам надо читать дальше тот же самый учебник химии. Так, ну, я его опять не буду открывать, тут опять немножко так вот выдержками, поэтому я процитирую вот в готовом виде, я выписал. Значит, смотрите, что происходит дальше. Страница 50-я, учебник, значит, начало химии учебника. Кузьминка, Еремин, Попков. Модель Резерфорда, да, модель Резерфорда. Суть планетарной модели строения атома можно свести к следующим утверждениям. То есть, значит, вот к этому моменту, на начало там, ну да, на начало 20-го века Резерфорд выдвигает теорию о том, что атом подобен тому, как устроена наша, допустим, солнечная система. В центре некое ядро, значимое, да, в ядре там какие-то частицы, еще пока не было ясно, какие, а вокруг, кстати, вращаются электроны. Вот, смотрите. Значит, в центре, первое положение модели Резерфорда. В центре атома находится положительно заряженное ядро. Второе, что там неизвестно, но положительно заряженное. Второе, весь положительный заряд и почти вся масса атома сосредоточены в его ядре. Опять же. И третье, вокруг ядра вращаются электроны. Вот. Ну, смотрите. Модель сразу обнаружила недостатки. О, не успел сказать, уже, так сказать, это, за язык, да, поймали Резерфорда, тогда, в начале 20 века. Смотрите. Что они обнаружили, ученые, да, вот эти ученые сообщества, которые, вот, так сказать, это, занимались, двигали науку в то время. В частности, электрон, двигаясь вокруг ядра с ускорением, в скобках, на него действует центростремительная сила. Электрон должен был бы, согласно электромагнитной теории, непрерывно излучать энергию. Беда. А, соответственно, это привело бы к тому, что электрон должен был бы двигаться вокруг ядра по спирали и, в конце концов, упасть на него. Никаких доказательств того, что атомы непрерывно исчезают, не было. Отсюда следовало, что модель Резерфорда в чем-то ошибочна. Ну, я не знаю, вот, 300 лет назад Ньютон загадил все в мозг с этой центростремительной силой. И все так и спотыкались и продолжают спотыкаться об него. Смотрите. Типа, электрон же должен центростремительную силу тоже, так сказать, испытывать. А он тогда упадет на ядро. Ну, вот, я не знаю. Вот такие были рассуждения. Но, смотрите, пока это еще, так сказать, преддверие. Все-таки, я считаю, это нормальный пока шаг, несмотря на центростремительную силу, который уже, ну, просто, я не знаю. Пока нормальный шаг ученых в попытке разобраться, а что вообще такое вещество, ну, вернее, что такое атом. Допустим, да, вещество состоит из атомов. Допустим. Вот там Бойль показал, да, молекулы или атомы должны из каких-то частей состоять. Допустим. Ну, и вот первая попытка, да, якобы обнаружили электрон, ну, так вот, так пока аккуратно скажем. И потом Резерфорд сказал, ну, тогда, наверное, вот как-то так. Но беда, не получается. Хорошо. Как решили выйти из положения? Сейчас посмотрим. Не было лица в лицах, не быващина, не быващина. Давно это было. Так давно, да почитай, вовсе не было. Однако, кого не было, не стал бы про то вспоминать. Значит, как же ученые вышли из этого затруднения, в которое сами себя загнали? То есть, опять, да, центростремительные силы, а раз с ускорением, значит, электрон теряет энергию, ба! Орбита уменьшается, и он все падает, падает на ядро, и упадет, и все. Хана. Значит, вот такого вроде бы не наблюдается, поэтому... То есть, вместо... ну, да, как бы теория явно, так сказать, не катит, да, что-то не то в ней, надо что-то подправить. Сейчас посмотрим. Значит, возьмем следующий учебник под названием «Курс общей физики». Савельев. Значит, вообще, сейчас продается этот общий курс общей физики, состоящий из пяти книжек. У меня все пять, но вот сейчас нам нужна будет именно пятая. Значит, она называется... ну, тут несколько разделов, в том числе раздел «Физика атомного ядра и элементарных частиц». Вот, то, что надо. Значит, книжка... ну, вот эту я купил давненько, это выпуска 2007 года аж. Ну, так это. Но, я сделал еще одну вещь, примерно года полтора назад. После того, как купил сначала вот эти, значит, я через «Букинист» заказал курс общей физики Савельев, Савельев, по-моему, 1983 года. Это примерно... Насколько я помню, мы учились именно по Савельеву. Там три книжки, правда, но то же самое. Там они просто толще. Три. Так вот, я просто заказал их для того, чтобы проверить, а вообще изменилось что-нибудь за эти 30 лет. Ну, я принципиальные места посмотрел вот здесь, да, Савельев курс общей физики, и 30-летней давности. Ну, ничего не поменялось. Все практически слово в слово. Ну, оно как бы... Для рассмотрения это проще. Но это так несколько... Вот, интересно характеризует науку, да. Представляете, за 30 лет, вот с 83-го года, ничего не поменялось. Не в мире, да, не в России, но в нашем. Ну, а в мире что, сильно поменялось? Но если бы сильно поменялось, то здесь бы что-то поменялось. Наука, в принципе, не сильно отличается, мягко говоря. Ну, это такая вставочка небольшая. Вот, интересно. Ну, так вот. Буду цитировать эту книгу так же, вот по моему плану, потому что цитат много и неудобно по ней ковыряться. Значит, Савельев курс общей физики, книга 5-я, страница 61-я, читаю. Выход из создавшегося тупика был найден в 1913 году Бором. Допущение, сделанное Бором, содержится в двух высказанных им постулатах. Прочитаю. Значит, из бесконечного множества электронных орбит осуществляются только некоторые дискретные орбиты. Электрон, находящийся на одной из этих орбит, не излучает. Ну, и второе, значит. Излучение излучается или поглощается в виде светового кванта энергии при переходе электрона из одного стационарного состояния в другое. Что имеется в виду? Да, напишем, да, я не писал модель Резерфорда, потому что она как-то сразу была, да, такая корявенькая, и вот поправил ее Бор. Вроде бы как, да, вроде бы как поправил. Значит, напишем. Отметим, 1913 год. Напишу, Бор. Значит, Нильс Бор. Что имеется в виду? Резерфорд предположил, что, значит, атом состоит из ядра, которые в центре, да, и электроны по периферии бегают. Значит, поскольку вот с этими центростремительными силами 300 лет, 300 лет, как Ньютон вообще загадил всем мозг, и вот все спотыкаются и не понимают, что делать. Ну, и вот они спотыкались 100 лет назад, да. Ну, и ладно, как бы, черт, не будем об этом, это уже говорили. Значит, из этого положения надо было как-то выйти. Вот, у них не получалось, да. Что решили? Бор фактически говорит, давайте предположим, предположим, что электроны движутся по орбитам строго определенным. Не абы какие там, да, там по спирали, что-то там еще. Строго определенной орбиты. И находясь на определенной орбите, электрон не излучает и не поглощает. Ну, то есть фактически. Находясь на орбите, он не движется ни с каким ускорением. Ну, уж так если, да. А вернее, это надо было бы сказать, да. Но это как бы сказать невозможно, поэтому сказали следующее. Давайте считать, что микрочастицы, вот микромир не подчиняется классической физике. Вот это был первый шаг так называемой квантовой теории или квантовой физики. То есть она какая-то не мудреная. Мы давайте не будем вдаваться в подробности, да. Электрон движется, допустим, по какой-то орбите. И если он вдруг излучает энергию, то он перескакивает каким-то хитрым образом на орбиту меньшую. А если он, наоборот, поглощает каким-то образом порцию излучения или энергии, то он как бы назад возвращается. Ну, или перескакивает с некоторой внутренней орбиты на некоторую внешнюю, как бы повышает свою орбиту. Как это происходит? Давайте не вдаваться в подробности. Обратите внимание, важный шаг. Давайте не вдаваться в подробности. Давайте вот как-то так. Давайте часть, значит, своего непонимания оградим забором и напишем. Все, это наше непонимание, мы туда больше не лезем. Или вот так забор, да, а там бесконечность, да. Давайте, а вот здесь вот мы типа понимаем, да. Мы понимаем, что он, находясь на определенной орбите, не излучает. Почему? Ну, а потому что он не подчиняется классической физике. Нету там никаких центростремительных сил. О, нету, да. Уже нету. Нормально. А вот как-то он переходит, мы не знаем. Мы вот, мы закрываем глаза, электрон раз, оп, на другой орбите. Ну и слава Богу, пусть так. Представляете? Вот примерно это предложил Бог. Это вот начало падения физики. Это начало падения науки. Потому что часть своего непонимания ученые отгородили забором и сказали, все, мы туда не полезем. Ну и вы нафиг, не пойдем. Ну вот мы не знаем и не хотим знать. Вот как-то так. Сейчас вы это увидите. Сейчас я не голословно рассуждаю. Я чуть-чуть забегаю вперед. Вот это было, конечно, ну, вот обратите внимание, вот это вот 13-й, ух ты, он такой, да, несчастливый, 13-й. Вот физики расписались, мало того, что они расписались в том, что не знают, это нормально. Ну-ка, я не знаю, да, ну я изучаю. А они сказали, нет-нет-нет, мы это не будем изучать. Давайте договоримся. Мы не знаем, как электрон перескакивает. Почему, как, да ну нафиг. Это не нашего ума дело, да? Ну вот, мы назовем это, потом назовем это квантовой, значит, физикой. Ну хорошо, вот так вот он сказал и вроде бы приняли. И что тут можно продолжить, да? А, я так знаете, немножко перескочу. После первых успехов теории всевеснее давали себя знать ее недочетами. Ну, нет, лучше нарисую. Значит, оказалось вот что. Оказалось, что теория Бора, ну вернее, как бы предложение Резерфорда, дополненное Бором, да, и называющейся планетарной моделью атома. Ну, такая хитрая, где электрон перескакивает с орбиты на орбиту. Более или менее удовлетворительно объясняла, значит, такое вещество, как водород. Ну, водород номер один, правильно? Он же простой. Сейчас мы знаем, что в его ядре, значит, рисую, да? Значит, в его ядре всего-навсего один протон, и вокруг как бы, ну, как бы в ядре протон, и как бы вокруг один электрон. Значит, рисую протон, и вокруг вращается один электрон. И вот теория Бора более или менее нормально объяснила, то есть результаты эксперимента более-менее сходились с теорией, только касательно одного единственного элемента. Зачитаю, давайте, зачитаю, правда, чтобы, как говорится. Итак, смотрите, страница 68-я, курс общей физики, Савельев. В настоящее время теория Бора имеет преимущественно историческое значение. Ну, то есть, фактически ее похоронили, да, как это? В землю закопал, надпись написал. Планетарная теория, да, строения атома водорода. Сейчас обретим, смотрите. После первых успехов теории, все яснее давали себя знать ее недочеты. Там же 68-я страница. Особенно тягостной была неудача всех попыток построения теории атома гелия. Одного из простейших атомов, непосредственно следующего за атомом водорода. Что имеется в виду? Смотрите. Значит, таблица Менгелеева, да? Ну, вернее, таблица, периодическая система элементов. Сейчас, современная. Ну, кстати, тогда уже Менгелеев ее предложил. Между прочим, не в таком виде она была другая. Ну, не хочу сейчас на это напирать. Ну, для нашего появления вполне удовлетворительно. Значит, смотрите, какое количество элементов. Тогда уже было известно довольно большое количество. И теория Бора более-менее объясняет только то, как устроен водород, атом водорода. Уже с гелием ничего не получилось. А дальше просто не пошли. Сказали, ну все. Может быть, с такими простыми вещами, то есть, не можем разобраться. Дальше мы вообще ничего там не сможем. Ну, и как к этому относиться? Ну, благо, да. Давайте. То есть, в настоящее время теория Бора имеет преимущественно историческое значение. По крайней мере, так заявляет Савельев в своем курсе общей физики. Правильно? Ну, то есть, похоронили и, слава богу, в анналы истории вошла. Ну, и пусть там и лежит, да? На веки вечно. Тут похоронена теория планетарной модели атома. Хорошо. Хорошо. Продолжаем, да. Значит, страница 69. Курс общей физики Савельев. Недостаточность теории Бора указывала на необходимость пересмотра основ квантовой теории и представлений о природе микрочастиц. Видите? То есть, шли-шли, шли-шли, дошли до 1913. Казалось бы, наука уже какая-то была, это там не берем. К 13-му год, сто лет назад всего-навсего. Казалось бы, уже вот, ученые, ну как, прогресс уже на дворе, да? Уже там, в общем, танки стреляют, да? Уже там скоро, что, или уже применили там это, химическое оружие, да? Первая мировая. Значит, у нас уже процессы идут, да? И, а в итоге, значит, а мы так и не знаем, что такое вещество. Теорию Бора тоже похоронили, быстро, практически сразу. Ну, потому что, как так? Теория одного атома, да? Одного вещества. Вся теория. Тогда надо было бы теория гелия, да? Теория лития, и так далее, да? На каждый электрический элемент свою теорию, что ли? Ну, это нонсенс. Это значит, мы ничего не понимаем до сих пор. То есть, до 13-го года никто ничего не понимал. Ну, факт? Факт. И, еще раз обращаю внимание, уже теория Бора была, видите, частью квантовой теории, так называемой. Ну, вот она, современная, значит, квантовая теория. Сейчас мы к ней скоро и подходим. Значит, читаем дальше. Тут же, на 69-й странице. Ну, беда, да? Надо что-то делать. Мы так и не знаем, как устроен атом. В 1924 году Де Бройль выдвинул смелую гипотезу, что дуализм не является особенностью одних только оптических явлений, но имеет универсальное значение. Значит, в оптике писал он, в течение столетия слишком пренебрегали корпускулярным способом рассмотрения по сравнению с волновыми. Не делалась ли в теории вещества обратная ошибка? Так, значит, вот уже первый, 24-й год предлагается нам, значит, пишу, 24-й год, 1924-й, предлагается воспринимать, значит, наш атом и частицы, значит, предлагается корпускулярно-волновая теория практически уже, да, уже такой предвестник, уже все вот, значит, говорится, что-то мы ничего не понимаем, ну, я уже говорил, да? Давайте как-то, так сказать, это, давайте тогда вводить некую двойственность, вот я и говорил, да, забор, да, вот там мы что-то не понимаем, но как бы теория охватывает и то, и то, да? Теория же не может быть, теория, вот опять, да, теория вот этого пятачка, да, вот, шесть соток, да, там, где, я не знаю, там, под Серпуховым, да, вот, моя теория из шести соток, но это же нонсенс, как так? А вот, и вот это вот, вот то, что я говорил, да, забор непонимания, тут вот он перескочил, как-то не знаем, а потом мы с ним вот здесь вот работаем, да, вот когда он на орбите стационарно, фу, слава богу, мы как-то с ним что-то делаем, потом он, бас, перескочил, да не умею, но мы не успели увидеть, он так быстро перескакивает, вот эта двойственность начинает, вот, смотрите, обратите внимание, эта двойственность начинает, вот, типа, давайте закрепим эту двойственность, вот уже все, да, уже такое, грехопадение, вот. В 1913 году грекопадение в науке, я так понимаю, произошло с точки зрения строения вещества. Еще раз. Ну, я вот, уже видно. Давайте вот двойство. Не то волна, не то частица. Ну, что это такое? И как? Ну, как? Давайте дальше читать. Смотрите. Значит, страница 72-ая. Я написал, да. 24-й год. Страница 72-ая. Курс общей физики. Всякий микрообъект, в скобках, молекула, атом, электрон, фотон и так далее, представляет собой образование особого рода, сочетающие в себе свойства и частицы, и волны. Ну, вот смотрите, до чего договорились. Может быть, это верно. Вот я не хотел бы, вот совсем, так сказать, это гвоздями к стенке, да, приколачивать, там, или на крест, да, бора или там кого-то. Но то, как это подается, мне странно. То есть, заявляется, что даже молекулы, не то, что там электроны или там фотоны двойственные, а весь атом, не пойми чего, да, то ли волна, то ли там еще чего-то. Море волнуется раз. И молекулы уже. Все. То есть, ну, вообще, сочетая в себе свойства частицы и волны. Вот, то есть, как бы, мы настолько глубоко не понимаем, что вот уже давайте уже и молекулу туда запишем, на всякий случай, а то вдруг нас, так сказать, это, да, прижмут кто-то к стенке. А мы тогда будем о двойственности рассуждать. А мы что? Это же не мы двойственные, да? Ну, мы, да, мы люди, не понимаем. Пусть молекула будет двойственной. Ну, вот, конечно, это уже душок, уже вообще такой, знаете, совсем. И вот, и вот еще одна цитата, значит, она в этом учебнике приводится, там сносочка есть, да, и указано, что цитаты заимствованы из фейнмановских лекций по физике. 1965 год. 1965 год, фейнмановские лекции. 1965 год. Не пишу фейнман, я просто, так сказать, итог. Вот смотрите, к чему пришли так называемые ученые и что они нам предлагают. Давайте прочитаем. Страница 72, курс общей физики, Савельев. Раз поведение атомов так не похоже на наш обыденный опыт, то к нему очень трудно привыкнуть. И новичку в науке, и опытному физику всем оно кажется своеобразным и туманным. Даже большие ученые не понимают его настолько, как им хотелось бы. И это совершенно естественно. Потому что весь непосредственный опыт человека, вся его интуиция, все прилагается к крупным телам. Мы знаем, что будет с большим предметом, но именно так мельчайшие тельца не поступают. Как мило, правда? Прямо, как трогательно. Поэтому, изучая их, приходится прибегать к различного рода абстракциям. Мы можем напрягать воображение и не пытаться связывать их с нашим непосредственным опытом. Ну вот, 65-й год. Уже, так сказать, развитие грехопадения. Уже, так сказать, все. Уже нормально. Пошли, ребята. Все. Они говорят, не пытайтесь понять. Не надо. Смотрите, что тут, значит, кто тут у нас не понимает. А, и новичок в науке, и опытный физик, и даже большой ученый. Не могут понять этого. И никак невозможно связать с непосредственным опытом. Вот опять, да? Вот смотрите. С непосредственным опытом. То есть, опять, ну это такая теория, которая... Тут же не говорится, что на самом деле природа именно так устроена. Ведь нет. Тут говорится, что-то мы как-то не можем ее понять. И давайте не будем пытаться, видите? И не пытаться, вот, связать с нашим непосредственным опытом. Давайте не будем пытаться понять. Вот это уже совсем, понимаете? Это какой-то геноцид. Ну, или как там, я не знаю. Нет, что это такое-то? Ну, это ограничение вообще естественного права человека к исследованию. Ну, а что? Нет, интересно. Вот почему-то считается, что права человека заключается в том, чтобы, например, быть геем. Вот у меня есть право быть геем. Выйти на улицу, кричать, или там, разъедом выйти, да? И сотрясать, так сказать, моими гейскими принадлежностями, да? Вот это право у нас должно быть. А вот право исследования, не пытайтесь, да? Не пытайтесь. Так открытым текстом пишут. А как это? А почему это я не должен пытаться? А что это такое? А что, нет права исследования? Это вот человеческое достоинство, оно в чем? Свобода демонстрации? На богатную выйти? Ну, или на поклонную? Какая разница? А в этом у меня нет права? У меня, допустим. Ну, что это такое? Не пытайтесь. Ну, вот такие вот они, фейнманские лекции. Но тут, так сказать, немножко хронология нарушена, чуть-чуть. Я как бы так забрел, чтобы вы ощутили вообще глубину, вот уже действительно, грехопадение, то есть все. Мы там не пытаемся. И никому не позволим, да, как бы. Не пытайтесь. Я буду читать вам лекции и буду вам канифолить мозг. А вы слушайте, кивайте и говорите, да, да. Что-то планетарная модель, нет, квантовая теория. Ну, так вот, давайте чуть конкретнее про квантовую теорию. И как раз, и как раз у нас тут еще несколько веколепных цитатов. Не бы лица в лицах, не бывачина, не бывачина. Давно это было. Так давно, да почитаю, вовсе не было. Однако, кого не было, не стал бы про то вспоминать. Значит, возьмем опять в руки начало химии. Вот учебник. Переходим по циклу. На него опять переключимся. Я опять буду читать. Значит, Кузьменко Еремин-Побков. Начало химии. Учебник. Толстенная книжка. Значит, уже мы, да, уже мы вот сюда перешли. Страница 51. Начало химии. В основе современной теории, вот уже как бы, то есть, то, к чему пришли, да, в итоге. Уже как бы вот. Чего, собственно, вот у нас сейчас в нашем представлении. В основе современной теории строения атома лежат следующие основные положения. Первое. Электрон имеет двойственную корпускулярно-волновую природу. Ну, все, его уже, так сказать, это... У него уже нетрадиционные ориентации проглядываются. Не то тот, не то этот. Значит, второе. Для электрона невозможно одновременно точно измерить координату или скорость. Это так называемый принцип неопределенности Гейзенберга. Не буду уточнять. Давайте так пока оставим. Значит, непонятно, непонятно точно, где он находится и какая у него энергия, ну, или, грубо говоря, траектория или скорость. Если мы пытаемся, там, так сказать, произведение, да, дельта Х, там, на дельта П импульса. Значит, если мы пытаемся точно определить его местоположение, ну, как бы, да, попытаемся определить, то тогда непонятно вообще, откуда он бежал и с какой скоростью в этом моменте, в этом, вот, да, в этой точке находится. Ну, еще раз, это теория к чему привела. То есть, вот, вот такие вот разглагольствования, да, когда, там, не пытайтесь понять, да, с опытом, с непосредственным опытом это не имеет никакого, так сказать, никакого отношения к непосредственному опыту. То есть, теория, чисто математическая теория завела уже просто в такие дебри, что уже приходится вот такие вот вещи говорить. Ну, если его, как бы, четко определить его локализацию, то непонятно вообще его энергия. Ну, это, это теория, это издержки теории. Нам говорят, воспринимайте так. Квантовая теория, современные представления физиков. Продолжим. Третий. Третье положение нашей замечательной теории. Электрон в атоме не движется по определенным траекториям. Вот вообще. Он выделывает, что хочет. Ну, действительно, если начать вот теорию разворачивать, то получается, что вынуждены признать это так. Значит, электрон в атоме не движется по определенным траекториям, а может находиться в любой части упорядоченного, около ядерного пространства. Да. Ну, вот как-то так. То есть, все. Мы отказались от попытки определить, где находится электрон, там, с какой энергией. То есть, он где-то там. То есть, истинно где-то рядом. Вот. Чувствуете, да? То есть, все. Вот там, этого отпустили, так сказать, на вольные хлеба. Не смогли его, так сказать, осознать не смогли. И заявили, не знаем мы, нафиг. Все. Ну, вот пусть будет. Вот электрон как-то движется по каким-то орбитам. Что-то он куда-то перескакивает. И вообще непонятно. Вообще орбит нет. Не то, что он там перескакивает. Орбит нет. Он как-то движется. Плотность вероятности сейчас, да, есть такая. Такое словосочетание. И такая функция. Псифункция, по-моему, так называемая. Четвертое. Ядро атомов состоит из протонов и нейтронов. А, фу, слава богу, господи. Хоть атомы на месте осталось. Ядро осталось на месте. Но, кстати. Сейчас вы увидите. Ничего подобного. Ну, то есть, электрон, так сказать, не поймали. И сказали, что он где-то там, где-то вот вокруг. Он шарится. И где он, что он, по какой траектории. Вообще непонятно. Не будем, так сказать, заморачиваться на эти темы. Слава богу, ядро на месте. Оно в центре. Фу. Давайте хотя бы это считать. Сейчас увидим. Ничего подобного. Значит, смотрите. Читаю дальше. Это рядом пока еще. Последнее положение было сформулировано после того, как в 1920 году Резерфорд открыл протон. А в 1932 году Дж. Чедвик нейтрон. По поводу элементарных частиц мы еще будем говорить. Я сказал, да? Сейчас у нас исторический обзор. Ну, так вот. Значит, ядро вроде как на месте. Слава богу. Хоть что-то незыблемо. Ну, я говорил, забор провели. А может так получиться. Помните, как захват земли, да? А неизвестное начинает захватывать наши земли. Ну, у нас есть хоть какой-то пятачок. Мы хоть где-то что-то можем точно сказать. Если, так сказать, есть атом, то точно в центре ядро. Сто пудово. Зуб даем. Ну, читаем. Страница 65-я. Да, 51-я была, да? Сейчас 65-я. Того же, значит, учебник химии толстый вот этот. Нобелевский лауреат. Я не буду уже тут писать. Уже неинтересно. Вы просто так скажете. Вот смотрите. Посмотрите. Страница 65-я. Нобелевский лауреат 1949 года. Значит, 1949 года Нобелевский лауреат. Хидеки Юкава, который в 1935 году предположил существование Мизона. Ну, я так. Я вырвал. Там большой текст. Неинтересно читать. Я просто... Итак. В 1935 году Хидеки Юкава предположил существование Мизона. Какой-то зверь страшный, да? Это какая-то элементарная частица, очевидно. Наверное, так ее назвали. И дальше самое вообще сакраментальное. Вот. Читаю. Эта элементарная частица необходима для удержания вместе протонов и нейтронов в атомном ядре. Сейчас. А, да. Вот лучше так. Значит, что? Думали, думали. 1935 год, да? Вот здесь уже где-то. Значит, думали, думали, как, что устроено. Что-то не надумали, плюнули. Часть сказали. Ладно. Электрон поймать невозможно. Хорошо. Ну, ядро доходит на месте. И когда начали рассуждать, рисую. Допустим, смотрите. Вот с атомом водорода ничего не возникало. Рисую следующий. Действительно. Атом гелия. По представлениям вот этих вот ребят. Значит, что у нас в атом гелия? Как он? У нас в ядре должно быть 4 элементарные частицы. Ну, как-то так, да? Не важно. Значит, 2 протона. И где-то здесь, не важно как там, у нас 2 электрона. Ну, 2 даже это сильно сказано, потому что мы даже не можем его локализовать никак. Ну, наверное, 2. С зарядом минус 2, да? Тут что-то такое происходит. Обратите внимание. Ну, уже мы прочитали, да? Что в 20-м году Юзерфорд открыл протон. А в 32-м Джей Чедвик, значит, Чедвик открыл нейтрон. С чем столкнулись опять эти ученые? Которые решили, что ну хотя бы с ядром-то все в порядке обстоит. Дело в том, что по закону Кулона, если помните, он очень сильно похож на закон гравитации Ньютона. Значит, сила Кулона, Кулоновская, равна некой константа. Заряд 1, заряд 2, на R квадрат. Значит, если два заряда, значит, протоны у нас имеют заряд плюс, ну там плюс 1, условно, сейчас не будем рисовать какой, помните, да? Нейтроны у нас электронейтральные, поэтому и называются нейтроны, а протоны имеют заряд положительный. Я так говорю, плюс и плюс. И по закону электростатики, ну или вот, исходя из закона Кулона, они должны отталкиваться. Они не могут располагаться рядом, вот просто так, да? Ну, то есть, как бы, они испытывают чувство антипатии, да? Я с этим, что называется, на одном поле там не сяду, да? Все, я пошел отсюда и за... Что делать? Ну, то есть, опять, предположили, что вот, открыли, да? Опять написано. Открыли, что есть протоны, что есть нейтроны, что они в ядре, а потом, ой, а как они там удерживаются? Они же должны разбежаться. Ну, нейтроном, в общем-то, нейтроном фиолетово тоже. А исходя из чего они должны тут вообще рядом-то находиться? Они могут просто уйти и все. Что их сдерживает? А протоны вообще их расталкивают. Эти хоть, ну, более-менее как-то нейтральны, да? Соблюдает нейтралитет. Ну, типа, мы можем тут посидеть с вами рядышком на лавочке. Нам, в общем-то, фиолетово где сидеть. А эти не могут никак. И как? И представьте опять, какой выход сделали ученые. Ну, я вот уже, серьезно, ну, так все это воняет уже просто, эта вся наука. Ну, как? Частица необходима для удержания вместе протона. Что сделали ученые? Они говорят, давайте вот сюда. Ну, выдавим из тюбика, да? Клей-момент. И приклеим, склеим все вместе вот эти вот элементарные частицы в ядре. И назовем это мезон. Ну, вернее, я... Мезон. Ну, это уже... Я говорил, да? Вот тут грехопадение началось. Ну, уже... И ядро уже никак не удержишь. Ну, это... Ну, что значит? Давайте придумаем. Ну, типа, а надо же. У нас же такая теория. Ну, теория нам говорит, что у нас должно быть вот так. Мы открыли протоны, мы открыли нейтроны. У нас вот... И мы говорим, что в центре вот они должны располагаться. А как? Мы не понимаем. И что мы делаем? Ну, мы открываем внизу. Ну, мы открываем. Мы его учреждаем. Нам он нужен. Не обходи. Написано. Ну, помните, да? С чего началось? С чего началось? Как там? Сейчас. Атомы были придуманы в Греции. Громко говоря. Цирк за это время много переезжал. Но клоуны исполняли свои номера все те же. Ну, придуманы. А что это? Ну, какая разница? Ну, и это мы придумали. Ну, вот мы увидимся. Я покажу про протон, про нейтрон. Его придумали. И мизон пришлось придумать. Потому что вы не можете их собрать в кучку. Они разбегаться просто будут, как тараканы, в разные стороны. Им рядом делать нечего. Они вообще должны не отталкиваться. Опять же. Ну, это вообще уже какой-то, да? Это, ну, серьезно. Это вот какая-то уже коровья лепешка, вот, серьезно. Ну, это какое-то уже, вот... Это какое-то дерьмо уже. Ну, вот. Вообще пахнущие дурны. Ну, никак, то есть. Ну, это я опять, я гели рисую, да? А что дальше будет? Ну, в принципе, там ничего качественно не меняется. Там в центре просто много протонов и много нейтронов. Но они не могут здесь существовать вместе. Ну, давайте мизон придумаем. Ну, а что, собственно. Уже во все тяжкие пустили, серьезно. Ну, им уже как бы нечего терять, да? С греков началось, типа. А сейчас опять, да, вот там... Что там, экономический кризис, опять греки виноваты. Свалят на греков, точно. Ну, и ладно, собственно. Ну, вот так вот это все выглядит. Давайте, давайте продолжим. Сейчас, значит, вот еще. Это у нас учебник. Начало химии, значит. Еще несколько цитат. Вот, смотрите. Тоже 65-я страница. Вот, чтобы уже было видно, что все. Вот начался шамаш. Уже все. Смотрите. С тех пор было предсказано несколько сотен элементарных частиц. Причем после сотен в самом учебнике стоит восклицательный знак. Дескать, представляете, что началось. Серьезно, восклицательный знак стоит в учебнике. Некоторые из них были обнаружены. Некоторые. Не все. Убалтей. При бомбардировке вещества частицами, обладающими огромными скоростями. Для этой цели используются ускорители частот с высокой энергией. Вот, вот для чего надо. Нормально. Они их предсказывают. А потом некоторые, может быть, открывают, а может, нет. Какая разница, господи. Но несколько сотен уже все в анналах истории. Так. Страница 66-я. Изучение элементарных частиц до последнего времени почти полностью было областью интересов физиков-теоретиков и специалистов в области высоких энергий. Ну, уже нам говорили, да? Что там? И новичку в науке, и опытному физику. Даже большие ученые. Ну, правильно. Только физики-теоретики. Ну, избранные. Ну, те, у которых, как бы... Те, у которых, так сказать, я так понимаю, у которых, так сказать, когнитивный диссонанс, это естественное состояние сознания, да? То есть, вот, расщепленный мозг, то есть, наверное, так. Ну, они, наверное, полоумные, сумасшедшие, серьезно. И для них это естественно. И они занимаются предсказанием частиц. Некоторые из них, они открывают на этих ускорителях. Вот, ЦЕРН у нас, да? Большой адронный коллайдер. Вот они там сидят и... Ну, и... А что их? Ну, уже все, шапош. Серьезно. Я вот не понимаю. Ну, серьезно. Они с бубнами пляшут вокруг большого адронного коллайдера. Ну, с бубнами. Ну, это не наука. У меня вопрос. Зачем на народные деньги строится этот коллайдер, построился, да? Ну, зачем так дорого? Давайте им костров разведем. Пусть пляшут вокруг костров. Бубны. Бубны дешево, костры дешево. Ну, и нормально. Ну, или в палате номер 6, пусть они, я не знаю, пляшут. Ну, выделить им какое-то место. Ну, недорого. Ну, зачем такие затраты на то, чтобы они предсказывали частицы, которых нет? Ну, вот, мизон. Они говорят, ну, а нам надо, у нас наша теория не клеится. Мы придумали мизон. Замечательно. Ну, много научных фантастов, да? Писателей, правильно? Это даже не научная фантастика. По-моему, это так, это просто фантастика. Ну, пусть будут писателями. Пишут книжки фантастические. Мы придумали мизон. Мы придумали мизон. Ну, я же не говорю, что это было... Я не хочу, так сказать, ущемить их там и сказать, да, что их надо как-то посечь вообще, чтобы их не было в нашей жизни. Не, ну, что, пусть будут, нормально. Пусть пишут фантастические книжки. Ну, зачем тратиться, тратиться, как будто бы на науку, которая вот... Ну, что, это наука? Не знаю, я не считаю это наукой. Ну, какая это наука? Ну, давайте, это еще не все. Немножко еще продолжим. Не бы лица в лицах, не быващина. Не быващина. Добью еще несколькими цитатами. Ну, вот опять вернемся... Ну, собственно, последнюю цитату, вот опять, из курса общей физики Савельев. Значит, страница 287-я. Вот опять вчитайте, вслушайтесь. Ну, просто вот, я не знаю. Это шабаш. Это уже шабаш. Каждая частица, это, значит, часть, ну, вот как раз, так сказать, физика атомного ядра, там, да, это как бы вот квантовая физика, все туда. Каждая частица создает вокруг себя поле, непрерывно испуская и поглощая фотон. Действие поля на другую частицу проявляется в результате поглощения ею одного из фотонов, испущенных первой частицей. О, это уже, да. Ну, дальше все объясняется, все встает на свои места. Такое описание взаимодействия нельзя понимать буквально. Фотоны, посредством которых осуществляется взаимодействие, являются не обычными реальными фотонами, а виртуальными. В квантовой механике виртуальными называются частицы, сейчас они объяснят, что такое в квантовой. Типа, у нас, у физиков-теоретиков, как это, подвинься поближе, дружок, я расскажу тебе сказку. Я не могу, не бросай. Серьезно, я уже так это воспринимаю. Ну, как это? В квантовой механике виртуальными называются частицы, которые не могут быть обнаружены за время их существования. То есть, их никто не видел. Ну, они есть. Ну, и дальше объяснение. Уже совсем как-то. Для, как там это? И новичку, для новичка в науке. Вот, объяснение. Смотрите. В этом смысле виртуальные частицы можно назвать воображаемыми. Пояснение. Ну, вот. Ну, как всерьез? Ну, это сказка. Это уже, это Ганс Кристиан Андерсон. Я не знаю. Ну, пусть они будут этими фантастами. Я не имею ничего против. Ну, и, да. Давайте добью вас сразу, так сказать. Ну, и дальше. Значит, еще купил вот такую книжку. Ну, я обычно, если разбираюсь в каком-то вопросе, я покупаю ряд книжек. Конечно, кто-то скажет, что правильно было. Слышь, перец. Ты бы лучше походил на какие-то курсы, да, или там поучился в каком-то институте, хотя бы там заочно, да, три года. Тогда бы, наверное, мог рассуждать квалифицированно. Вы знаете, я когда занялся экономикой, вот пять лет назад примерно, у меня была такая мысль. Я когда вот начал разбираться и нашел что-то, я думаю, ну, либо я вот брежу действительно, да, и мне действительно надо бы пойти на какие-то заочные, да, вот чисто экономические, чтобы, ну, действительно, хотя бы получить порочку и сказать, я компетентен, да, ну, по крайней мере, да, вот как-то. И вот в этой связи, так сказать, рассуждать об экономике, к примеру, да, здесь, ну, здесь я все-таки, вот, я же цитирую учебники, которые, которые я, ну, плохо научился, да, по ним, поэтому, в общем-то, с одной стороны, я так не думал, но в экономике я размышлял так, но и не пошел. Я подумал, ну, а корочку кто мне даст? Вот, вот такой вот перец? Ну, смотрите, ЛБ Окунь. Физика элементарных частиц. Ну, вот я, опять, я, давайте я процитирую все-таки, здесь я выписал, просто имейте в виду, кстати, свежая книжка, сейчас, 2013 год, наверняка можно купить, если хотите, если кому-то интересно. Ну, вот, кто мне будет выдавать корочки по экономике, по физике, ну, я, в общем-то, у меня техническое образование. Ну, я там не кандидат, да, ну, а кандидаты, ну, вот же они, они же, Нобелевский лауреат, да, помните? Все, где он, тут был у нас? Нет, вот здесь он могло. Хидеки Юкава предложил в 35-м году вот сюда вот прилепить меон. Ну, вот я, вот я некомпетентен, да? А Юкава компетентен. Ну, вы же сами все это видите. Ну, это же смешно. Ну, как? Ну, какие корочки получать? Я просто, с одной стороны, да, я ощущаю какую-то, вот, знаете, я, конечно, дилетант, да, и как это, моська на слона. Ну, эти там, Нобелевские лауреаты. Ну, а вы, вы, вы в текстах смотрите, ну, это же, это писатели-фантасты. Ну, как так? Что это такое, а? Такое писание взаимодействует, нельзя понимать буквально. Ну, это как бы, в этом смысле виртуальный, значит, воображаемый. Ну, это вот, вот эти люди мне будут выдавать корочки. О чем? О том, что я исправно их цитирую? Все. А мозг, а про мозг что написано? Еще раз. Не пытайтесь связывать представление с нашим непосредственным опытом, да, квантовой теории. Они мне будут это говорить? И я должен потратить три, там, года, и там, я не знаю, 50 тысяч рублей, допустим, да, на получение каких-то корочек? Каких? Я, значит, имею право их цитировать? В этом смысле? Ну, я вот так размышлял и подумал, вы можете относиться к этому как угодно. Я отношусь к своей работе? Ну, как к своей работе? Ну, как, я не знаю, как-то к своим детям, да, к своей маме. Так же я отношусь к этому. Ну, а ваше право относиться как-то по-другому. Но цитаты, цитаты, куда деваться? Итак, опыт физико-элементарных частиц. Ну, уже, знаете, окончательно, уже все. Мы вышли на финишную прямую, потому что это уже все. Шабаш, ребята с бубнами. Значит, вот один из таких с бубном, значит, он берет и фактически, как это, тоже, тоже свидетельствует на своих коллег по этому, по коллайдеру, я так понимаю. Смотрите. Значит, окунь, физико-элементарных частиц. Страница 9. В большинстве случаев сами объекты исследования частицы создаются тут же, в лаборатории, с помощью ускорителей и живут столь ничтожные промежутки времени, что по сравнению с ними мгновение кажется вечности. Аплодисменты. Ну, еще один. Смотрите, они фантасты. Я ничего не имею против, правда. Ну, пусть пишут, ну, пусть. Это же там, что там, Пушкин и Лермонтовы, да, или кто там, Айзики, Азимовы, да. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Пишите, пишите фантастические вещи. Пишите там, Братство колец, да, там, ну, я не знаю, что-нибудь. Там, Гарри Поттер, пожалуйста. Ну, не называйте это физикой, не называйте это наукой. Это нонсенс. Ну, как там? Частицы создаются тут же, в лаборатории. И живут такие ничтожные промежутки времени, по сравнению с которыми мгновение кажется вечностным. Что это такое? У меня уже сил нет. Я просто дочитаю, правда. Я не хочу эскибаться, это уже, ну, это смешно. И это смешно, и уже грустно, и уже неинтересно даже. Значит, дочитываю вот этот вот. Нет, наверное, не буду дочитывать. Что у нас тут еще? Кроме стабильных частиц. Нет, не буду читать. Или буду читать. Последнее скажу, наверное. Последнее скажу. Вот сейчас, допустим, в 2013 году скоро, оказывается, будет учреждаться, вот по поводу коллайдера, да, большого адронного, будет учреждаться Нобелевская премия. И вот есть такое сообщество, называется Русское физическое общество. Вот они, значит, направили открытый протест русского физического общества по поводу присуждения Нобелевской премии по физике за 2013 год. Куда они направили? Они направили Стокгольм, Шведскую Королевскую Академию Наук, комитет по присуждению Нобелевской премии, Москва-Кремль президенту Путину, и Москва-Тверская, значит, министру Министерства образования и науки Ливанову. Протест в связи с предусуждением. Так что там было, помните, значит, как будто бы открытие, или там открытие механизмов, я не буду цитировать, мне интересно, которые говорят о том, что, скорее всего, бозон Хиггса открыт, бозон Хиггса, помните, открытие бозона Хиггса. Ну вот, значит, они приводят здесь картинку, которая, я так понимаю, приводится в ЦЕРНе, да, на официальном ресурсе ЦЕРНа. Значит, они, подпись под этой картинкой, результаты столкновения, полученные в ЦЕРНе, который может указать на присутствие бозона Хиггса, может указать, значит, изображение ЦЕРНа. То есть, ЦЕРН публикует эту картину. Ну и вот, как бы, вот члены русского физического общества такую приписочку под картинкой пишут. Вопрос. Суровые русские мужики пишут. Ну и где здесь бозон Хиггса? Ответ, наверное, будет такой. Вот смотрите, это значит, 1528 пиксель слева и, там, 325 пиксель сверху. Вот тут, видите, маленькое какое-то пожелтение. Вот эти, вроде, чуть побелее, тут вот какие-то треки. А вот тут, наверное, ну, как-то так. Ну, это, ну, вот люди, люди понимают. Вот они берут картинку конкретную, это же публикует ЦЕРН, и говорят, ну где здесь бозон Хиггса-то? Вы что открыли? Какая Нобелевская премия? Что это такое? Ну и последняя новость. Это-то, казалось бы, да? Вроде, ну, вот, при некоторой спорности это вопрос. Ну, как спорности опять? Это кто-то спорит, да? А у них все нормально. Они же с бумом вокруг ЦЕРН. Ну вот, и новость, да? На Вести.ру. Вот буквально свежая. 13 ноября 2013 года, да? Свежая новость. Смотрите. Заголовок. Физики планируют построить очень большой адронный колонарин. Ой, они теперь нас завалят миллионами элементарных частиц, которые будут жить ничтожно малое время, по сравнению с которым мгновение целая вечность. Ну это вообще... Зачем он им? Они пишут. С тех пор, как большой адронный коллайдер, БАК, тот, который, да, был введен в эксплуатацию в Европе в 2008 году, ученые, изучающие физику элементарных частиц, даже не мечтали о чем-то большем. Но в 2012 году, с открытием в озонах Хиггса, они уже открыли. Ну, а что? Они могут... Они предсказали. Но это не важно. Для них это не важно. Какая разница? Для них это уже нормально. БАК выполнил свое изначальное предназначение, и физики задумались о проектировании очень большого. Тот был большой, а этот будет очень большой. Ну, это... Ну, пляска. Это уже все. Это ребята с бубнами. Ну, у них на простейших задачах, да, они ломаются. Простая вещь. Гелий. Они не знают, почему четыре элементарных частицы, ими же открытых, как они могут находиться в ядре, они придумывают мизон, просто придумывают. Вот просто так. И после этого понеслась, да, как это, как в анекдоте. И тут мне мазь поперла, да. Ну, все. Оказывается, можно придумывать. Ну, всегда можно было, но тут какие-то были приличия соблюдались. Вот до 13-го года, я так понимаю, ну, хоть какие-то приличия. Потом все. Ну, кстати, помните, да, 1913-й характерен не только вот этих Бора, да, этой моделью атома Бора. Федеральная резервная система. А вот почему можно стало. То есть, это, как это называется? Источник финансирования был найден. Во, во. То есть, было, так сказать, это, бюджет выделили, да, и финансирование пошло. Ну, и все, и понеслось. А что, ребята? Все. Нас не догонят. Ну, уже все. Мы там... И никто нас не понимает, и не должен понимать. Мы не имеем права связывать, так сказать, вот, есть свои какие-то естественные представления с той теорией, которую они нам предлагают. Нам опять предлагают верить. Верьте. Мы великие ученые. Мы избранные. Ну, да. Черт. Вот такой танец с бунном. Общий обзор. Ну, вы уже видите. Вот тексты. Это, конечно, ну, я не знаю. Это смехотворок. Но, несмотря на, так сказать, вот, можно было бы на этом остановиться и сказать опять огульно, да, да пошли вы все нафиг, да, со своими, там, теориями, да. И все, она мне не нравится. Нет. Давайте все-таки, ну, я для себя рассмотрю, а вы уж, если хотите, смотрите, хотите, не смотрите. Я рассмотрю все-таки элементарные частицы, ну, и что потом? И потом связи. Связи между атомами. Элементарные частицы на обочке. Скажем. Не бы лица в лицах Не бы ващина Не бы ващина Давно это было. Так давно, да почитаю, вовсе не было. Однако, кого не было, не стал бы про то вспоминать. С электроном мал-мал-мал запутались. Не очень понятно, что это такое. Его как-то так не стали описывать. Его отпустили. Помните, у электрона нету орбит, перешли на некие орбитали. В общем, ну, про электрон, может быть, еще немножко поговорим в будущее, в ближайшее время. Посмотрим. Но, из Резерфорд и после него Нильсбор, ну, и как бы современная концепция строения атомного ядра исходит из того, что в центре все-таки у атома все-таки в центре ядро. И оно таки в центре. Тут, как бы, более или менее все сходятся во мнении. Хорошо. Давайте посмотрим немножко про ядро. Значит, возьмем опять Савельева курс общей физики, пятая книга, в том числе разделы физико-атомного ядра и элементарных частиц. Открываем на 277-й странице. И начинаем читать. Значит, глава 10-я атомное ядро. Так и есть. Ядро простейшего атома, атома водорода, состоит из одной элементарной частицы, называемой протон. Ну, хорошо. Ядра всех остальных атомов состоят из двух видов частиц. Протон, протонов и нейтронов. Эти частицы носят название нуклонов. Ну вот. То есть, довольно несложная картина. Протоны и нейтроны. Я уже помните, немножко говорили, что, в общем-то, не то, чтобы несложные. Сейчас мы поймем. Но, тем не менее, вроде бы всего две частицы. Куда проще. Одна это уж совсем неприлично. А тут всего-навсего два вида частиц. Ну и что вы думаете? Вот за такой простотой переворачиваем дальше наши современные представления, да, об атоме. И открываем значит, глава десятая у нас атомное ядро была, а вот здесь разделчик. 10.3 модели атомного ядра. И читаем. Попытки построения теории ядра наталкиваются на две серьезные трудности. А знаете, как называются эти две серьезные трудности? Вы, наверное, уже догадались, да? Это протон и нейтрон. Ну, вот так у ученых. Я не знаю. Стоит что-нибудь придумать, они сразу, так сказать, обнаруживают трудность. Они говорят, ёлки-палки, зачем мы сказали, что ядро состоит из протона и нейтрона? Мы создали себе ровно две трудности. То есть, если бы им было три, было бы три трудности, Три элементарные частицы. Ну, как это? Ну, я не знаю. Ну, то есть, если что-то одно, то это как бы минимальная трудность. Ну, кстати, с электроном-то тоже не разобрались. Это же трудность, одна трудность, да? Что там у него с этими? с орбитами, да? Ну, это нормально. А в ядре две частицы, две трудности. Ну, учебник физики. Ну, как вот так вот писать учебник и писать? Вот я только что придумал две частицы. У меня возникли две трудности, потому что я придумал две частицы. Ну, я не знаю. Ну, как? Ну, сколько лет-то прошло, да? Ну, хотя бы, ну, отсюда, ну, ну, а за сто лет, вот эти вот. С 13-го, да, по 2013-й, ровно, да? Сто лет прошло с теорией Бора. Ну, так, эти две трудности так и стоят перед человечеством, да? Ну, елки-палки, да? Самолеты летают, подводные лодки атомные, да? Плавают, да? Атомные электростанции работают. Я не знаю, что мы еще придумали. Компьютеры эти все, все эти. А две трудности как были, так и есть. Ну, что с ними никто не может сделать? Беда, беда. Две трудности. Читаем дальше. Эта же страница, 284-я страница. Значит, мы сейчас читаем уже. Значит, Ни одна из моделей не может дать исчерпывающего описания ядра. Ну, то есть, ничего пока нету, да? Вот по факту. Вот сколько лет прошло? Дальше не ушли. Греки придумали атом. Ну, и все. Это была одна трудность. Атом-атом решили разделить на три частицы. Протон, нейтрон и электрон. И возникло ровно три трудности. Две с половиной тысячи лет, или сколько уже там, да? Ничего не сделано. Вообще. Они пишут об этом честно. Типа, мы не знаем, что это такое. Вот смотрите дальше. Они не знают. 284-я страница. Курс общей физики. Учебник. То есть, людей учат, да? Что у нас трудности и мы не понимаем, да? Этому учат. А зачем этому учить? Я не понимаю. Учить надо тому, что ты познал. А ты познал, что ты ничего не знаешь, да? И рассказываешь. Слушай, сейчас я тебе расскажу, как я не знаю ничего про атом, да? Про вещество, да? Это что значит? Это что за учебники? Чему они учат тогда? Не знать и закрепить это. Помните, да? Не пытайтесь, да, так сказать, связать, там, квандовую теорию, с повседневным опытом. Ну вот, этому, наверное, и учат. Ну, уже какой-то, видите, у меня уже какое-то негодование пошло, ну, потому что, ну, сколько можно-то, я не могу. Посмотрите, листаем, листаем книжку, там, там читали, тут читали. В книжке написано, а мы этого не знаем, а мы еще этого не знаем, и у нас тут трудности. Хороший учебник. Замечательно. Ну, а дальше еще круче. 284-я страница. В рамках курса общей физики невозможно описать все имеющиеся модели ядра. То есть, они все-таки есть, модели. Ну, то есть, допустим, в каком-нибудь 2000-м году, да, под Парижем какой-нибудь ученый Жан, Жак, да, Люсак, значит, проводит эксперимент. Ну, ближе к обе, деду, да, после вишенки, значит, и вот с метью, допустим, да, и у него получается некая своя модель. Вот он закрепляет, да, потом, скажем, в 2005-м году где-нибудь в Нижнем Тагиле, да, ученый Петров, наш, да, он там что-нибудь, он что-нибудь там с чугуном, да, и у него другая модель атома, да, потому что он, это, значит, в 8 утра, да, ему не спалось. И вот, ну, как-то так, наверное, и модели, то есть, все модели, они обусловлены местом, временем проведения эксперимента, кто проводил, ну, как-то так получается. То есть, ребята, столько много моделей, если я начну рассказывать, выходим же, это же будет Шахерезада, Тысяча Одна Ночь, ну, у меня просто времени нет, книжка маловато, ну, а что, ну, выпустили бы Тысяча Одну книжку, а что, Тысяча Одна Теория Строения Атома, правильно же? Ну, и рассказывали, слушайте, похоже на, ну, фантастику, нормально, Шахерезада, а что? Я сколько цитат читал, ну, ухохочешься вообще, я не знаю, надо, наверное, это, я думаю, надо послать задорного все это, в смысле, народ хоть посмеется, над учеными, над нами, вот мы за 2,5 тысячи лет, недалеко ушли, вернее, мы никуда не ушли от, в плане теории, мы не ушли от, придумки греков, теоретически не ушли, вот тут парадокс большой, да, казалось бы, вот видеокамера работает, все, так сказать, самолеты летают, как так они летают? Ну, вопрос отдельный, но теоретически-то, ну, вот же, вот, стоит прочитать, и просто, ну, ну, что здесь брать? ну, какой это учебник? Учебник чего? Чему он учит? Мы не можем в этом учебнике рассказать вам все теории, не надо, не рассказывай, ну, зачем у тебя глава 10, атомное ядро? И, так сказать, раздел 10-3, модель атомного ядра, и написано, да, ой, там столько всего, ребята, ой, это, этой жизни не хватает, две с половиной тысячи лет не хватит рассказывать, да? Ну, вот так вот, вот такое вот у нас, значит, ну, как-то надо закончить эти темы, да, все-таки надо, ну, не то, чтобы на смех поднять, задача же разобраться все-таки, ну, может быть, есть какие-то хоть зерна, да, так сказать, рациональные, ну, давайте хотя бы их поищем, тем более, задача-то потом все-таки построить свою теорию, ну, или вернее, ну, да, в общем, не свою теорию, задача все-таки понять, как устроен атом, вот, вот правильно так, ну, на основании вот этих вот заявлений, ну, невозможно же понять, это же, да, они и пишут, ой, не поймете, ой, не пытаетесь, их так много, что мы даже вам рассказывать не хотим, ну, и чего? Ядерные силы, страница 286, огромная энергия связи нуклонов в ядре указывает на то, что между нуклонами имеется очень интенсивное взаимодействие. Это взаимодействие носит характер притяжения. Оно удерживает нуклоны на расстояниях примерно 10 в минус 13 сантиметра друг от друга, несмотря на сильное кулоновское отталкивание между протонами. Вот, уже подходим, да? Все-таки. Ну, хорошо, две частицы и две проблемы. Ну, и действительно две. Ну, одна из них, ну, вернее, да, две. Как там рядом уживаются протоны, которые вообще должны отталкиваться со страшной силой? Ну, и что бы там делать нейтронам, да? Ну, да, нейтронам. Они индифферентны к заряду, а почему они вообще должны находиться в ядре? Что их там удерживает? Какой смысл, так сказать, да, глубинный? Вот ядерные силы. Переходим на следующую страницу. 287-я страница. Все рядышком, буквально вот. Читаю. По современным представлениям... О, современным представлениям. Как это? Ну, наши ученые постановили, да? По современным представлениям сильное взаимодействие обусловлено тем, что нуклоны виртуально обмениваются частицами, получившими название мезон. Мезон. Ну, наконец-то, да? То есть, он все-таки есть, но оказывается... А, я еще думал, думаю, что ж нигде не рисуют и вот не рассказывают. Да, в составе атомного ядра протон-нейтрон. Я еще думал, а мезон-то где? Его же вроде открыли. Оказывается, он виртуальный. Ну, он как бы есть, им обмениваются, но он виртуальный. Ну, и давайте добью, да? Я... Следующую цитату я уже читал, но поскольку она вот здесь вот, так сказать, в конве, да? Очень хорошо укладывается, тем более она вот именно здесь. 287-я страница. Следующий, так сказать, абзац большой. Каждая частица создает вокруг себя поле, непрерывно испуская и поглощая фотоны. Вот уже фотоны, кстати, откуда-то взялись. То были мезоны, а теперь фотоны. Это ведь каждая частица, правда? Нам только что сказали, что по современным представлениям, нуклоны виртуально обмениваются мезонами. А теперь опять, вот буквально, через абзац. Уже все. Уже каждая частица создает вокруг себя поле, непрерывно испуская и поглощая фотоны. Действие поля на другую частицу проявляется в результате поглощения ею одного из фотонов, испущенных первой частицей. Такое описание взаимодействия нельзя понимать буквально. Я уже читал. Значит, фотоны, посредством которых осуществляется взаимодействие, являются не обычными реальными фотонами, а виртуальными. В квантовой механике виртуальными называются частицы, которые не могут быть обнаружены за время их существования. То есть их никто никогда не видел. Ну, это понятно уже. Ну, а дальше как бы все встает окончательно на свои места. В этом смысле виртуальные частицы можно назвать воображаемыми. Ну, то есть, одно из... Я не прочитал где... А, ну вот я здесь не прочитал на предыдущей странице. Ядерное взаимодействие между нуклонами получило название сильное взаимодействие. Понимаете? Его можно списать с помощью там, тра-та-та. Это не важно. Давайте так. То есть это наиболее сильное взаимодействие. Есть такое понятие физики взаимодействия. Есть, насколько я помню, гравитационное, слабое, сильное. Какое-то еще пропустил. По-моему, их четыре. Ну вот, значит, сильное идет после электромагнитное, кстати, взаимодействие. Вот, электромагнитное. Сильное идет после электромагнитного. Электромагнитное отличается от гравитационного там, на порядке. Мы потом будем рассматривать. Я приведу табличку. Сейчас не будем. Но сильное, оно как бы самое сильное, условно говоря. Оно короткодействующее, но сильное. Так вот, представьте себе, что самое, ну опять же, сильное взаимодействие в физике каким образом обосновывают? Ну то есть, какую базу под этим подводят? Как бы, источник этого взаимодействия какой? Очень простой. Смотрите, что пишут. Мизон. Значит, я, виртуальный мизон, и сейчас, что там у нас? А, воображаемый фотон. Вот. Силы для того, чтобы продолжать вот это вот все читать, у меня берутся только, я повторяю еще раз, из-за того, что я хочу разобраться. Вот это уже, это уже не смешно, не грустно, это уже как-то негодование, уже как-то все смешано у меня. Ну потому что, я не знаю. источник сильного взаимодействия, источников опять два, было две причины, закрыли двумя, так сказать, две причины, погасили двумя затычками, да? Первая затычка. Почему сильное взаимодействие существует? Потому что существуют виртуальные мизоны. А вторая причина? А потому что существуют воображаемые фотоны. Ну опять, вот, что значит существуют? Они точно существуют? Нет. Там же написано, нельзя зарегистрировать за время их существования. То есть, их существование, само существование, само их существо не регистрируется. Ну, фактически, для нас их нет. Вообще никак. Мы даже не можем сказать, а есть они или нет. Мы можем, ну вот, вообразить. Правильно. И кто воображать будет? Савельев? Ну, или кто пишет учебник, тот и воображает, да? То есть, я напишу свою книгу, я буду воображать, так? Там, Джоан Роулинг, да? Кто еще там? Все эти люди воображают, правильно? Ну, фантасты, они вот, они фантазируют, ну, или воображают. Ну, вот оно, ядро, понимаете? Две проблемы, да? И две затычки. Ну, просто никакие. Виртуальный мизон и воображаемый фотон. Ну, вот, прошу любить и жаловать, вот, ядро. То есть, что получается? Смотрите. С электроном что-то как-то не задалось. Решили, ну, ладно, хотя бы ядро поймаем. Оно в центре, так сказать, атома. И, что там, всего две частицы, да? Правда, две проблемы. Что в итоге получается? Ну, не поймали, я не считаю, я вот не считаю это за доказательство. Я не, воображаемый фотон для меня это звучит. Ну, это фантастика, нормально. Науки здесь нет. Хорошо. Давайте рассмотрим тогда хотя бы, ну, давайте поймаем хоть что-нибудь, да, вот. Давайте хотя бы с протона начнем. Посмотрим, ну, а протон-то хоть существует, ну, как, а с протоном обманули опять, или нет? Есть он или нет? Посмотрим. Давай. Не бы лица в лицах, не бы ващина, не бы ващина. Давно это было. Так давно, да почитай, вовсе не было. Однако, кого не было, не стал бы про то вспоминать. Признается, что стабильными частицами являются только протон и электрон в ядре. Сейчас говорим про ядро. У нас же только три частицы, да, и три проблемы. Электрон, протон и нейтрон. С нейтроном сложно еще поговорить, а с протоном вроде бы все просто. Он вечен, там, неуничтожим, там, живет минимум вселенной, вообще говорят, что еще больше. Вот, окунь говорит, что он живет больше, чем живет вселенная. Очень интересное заявление. так, казалось бы, протон в центре ядра это вообще нечто незыблемое. Ну, то есть, если уж с протоном все пойдет не так, то это, ну, я уже, уже как бы вообще ни в какие ворота не лезет. проверим это. Просто опять возьмем физику. Девятый класс. Першкин гудник. Откроем на странице. Сейчас. 238. И начнем читать. Значит, параграф 69, так и называется. Открытие протона. Ну, вернее, 238 начинается, а читать мы будем на 239. Вот, вся страница практически важна. Тут, хорошо же, вот, про протоны есть, есть картинка, практически во всех источниках, ну, то есть много, много где можно найти. По-моему, в интернете все это тоже есть. Есть картинка, есть текст, и есть даже формула. Это очень интересно, потому что и все даст пищу. Сейчас увидите. Читаем. 239 страница. Першкин. Физика. Девятый класс. Учебник. В 1919 году Резерфорд поставил опыт по исследованию взаимодействия альфа-частиц с ядрами атомов азота. В этом опыте альфа-частица летящая с огромной скоростью при попадании в ядро атома азота выбивала из него какую-то частицу. Значит, напоминаю, альфа-частица это продукт радиоактивного распада. Считается, что альфа-частица является ядром атома гелия, то есть содержит в себе сейчас будем рисовать а давайте наверное уже рисовать будем значит содержит в себе два протона два нейтрона без электронов без двух электронов считается то есть она заряженная а ну вот формулу и напишу сейчас сразу хоть мы чуть позже до нее дойдем но я вот уже начал писать давайте значит сделал такой рисунок и нарисовал эту формулу и поясняющий рисуночек вот как бы до столкновения вот это после столкновения вот формула опять же до столкновения после столкновения сейчас буду читать все разъясню значит еще разок 239-я страница 9-й класс физика Перышкин значит так в опыте значит альфа-частица бомбардирует ну вернее так в камере Вильсона есть такое так сказать экспериментальное оборудование под названием камера Вильсона можете сами прочитать значит ну это некая в общем-то емкость грубо говоря да со стеклом с прозрачным значит вот в эту камеру закачивают азот газ да и пропускают ну каким-то образом подавая да излучение радиоактивного распада вот именно альфа-частицы сейчас это не подвергаем сомнению просто прочитаем как нам люди рассказывают открытие протона да пусть так пусть все это будет так хорошо итак значит частица вылетала из ядра атома-азота вот удостовериться в том что из ядра атома действительно вылетал протон удалось только несколько лет спустя после вот опытов резерфорда когда реакция взаимодействия альфа-частицы с ядром атома-азота была проведена в камере Вильсона вот резерфорд я так понимаю не в камере Вильсона проводил эксперимент ну а как-то по-иному немножко значит потом этот же эксперимент провели в камере Вильсона и уже все это вошло в учебники правильно в физике так через прозрачное круглое окошко камеры Вильсона даже невооруженным глазом можно увидеть треки ну или траектории частиц быстро движущихся в ней читаю все вот тут все важно на рисунке видны расходящиеся веером прямые линии обратите внимание прямые линии это следы альфа-частиц которые пролетели сквозь пространство камеры но испытав не испытав соударений с ядрами атомов азота но след одной альфа-частицы раздваивается образуя так называемую вилку это означает что в точке раздвоения трека произошло взаимодействие альфа-частицы с ядром атома азота в результате чего образовались ядра атомов кислорода и водорода то что образуются именно эти ядра было выяснено по характеру искривления треков при помещении камеры вилсона в магнитное поле реакцию взаимодействия ядра водорода записывают так я записал надо еще нарисовать эксперимент хотя бы так условно вот здесь я нарисую вот здесь нарисую прямолинейные треки один сталкивается и образуется разветвление вилка и еще важная деталь я так условно нарисую с н значит смотрите еще разов теперь уже так сказать русским простым языком ну там более-менее понятно объясняем смотрите значит некая камера круглая судя по всему судя по картинке значит которая расположена ну может быть она вертикально расположена может горизонтально с одной стороны я так понимаю располагают контейнер в конце которого наверное свинцовый в конце которого некий кусочек радиоактивного материала он излучает ну вот тут вот ну предположим что сюда попадает значит в камеру вот отсюда да попадают только альфа частицы мы знаем да альфа-бета-гамма излучение радиоактивное ну вот пусть попадают альфа наверное как-то их сортируют ради бога обратите внимание треки альфа частиц прямолинейные и там написано прямолинейные вторая деталь для того чтобы определить что у нас в результате получилось мы вокруг камеры Вильсона создаем магнит ну электромагнитное поле возможно ну я нарисовал магнитное поле что тоже может быть достаточно этого да магнитное поле и тогда одна частица если вдруг вылетает протон а он положительно заряженный да то он например ну условно там налево полетит или направо не важно да то есть и он всегда будет лететь как бы в одну сторону отлетать да он же заряженная частица и у нас электромагнитное поле или магнитное поле логика там описано четко так так хорошо вернемся назад значит как выглядит наша альфа частица нам говорят что это ядро атома гелия значит это два нейтрона и два протона ну как бы слепленные да вместе вот теми сильными частиц сильным взаимодействием там виртуальными фотонами воображаем но это не важно нам говорят что так теперь обратите внимание ну он так сказать под углом да как бы подлетает не важно вот смотрите вот такая частица подлетает к чему к молекуле вообще-то азота ну сейчас не имеет значения молекула двухатомная каждый атом опять же в центре ядро там где-то далеко электроны электроны вроде как не взаимодействуют да нам сейчас говорят то есть вот такая частица пролетает насквозь вот эти вот облака под названием плотность вероятности электрона и ударяется в ядро азота так нам говорят что получается в результате вот тут аккуратно уже надо думать значит ядро это тоже да скопище скопление да вот смотрите 7 протонов да и 7 7 нейтронов всего 14 частиц 7 из них протонов правильно вот здесь ну я все не стал рисовать значит вот 4 подлетают бьют об это и что на выходе обратите внимание нас пытаются убедить нам говорят что на выходе эта частица выбивает из ядра азота протон именно протон и всегда протон вопрос первый а почему протон а что не нейтрон ну так вот как-то сразу рождается да вопрос второй смотрите еще разок аккуратно было у нас ядро азота если из него выбить один один протон то есть понизить его так сказать количество вот нуклонов в его ядре то по идее что должно получиться вдумайтесь в тексте написано выбивали из атома азота протон эти частицы посмотрите у какого элемента в ядре протонов меньше чем у азота у какого углерода у него их 6 правильно а у какого элемента в ядре больше протонов чем у азота ну опять у какого у кислорода еще разок да понимаете теперь почему я планирую если мы из азота выбиваем протон то в результате реакции ну вернее в результате взаимодействия вот здесь что должно получиться углерод выбили а нам говорят нет образовался кислород а вот он один так сказать ну H1-1 это это протон или ядро атома водорода да поэтому так записывается я не понял то есть фактически нам что говорят вот этой формулой да формулой не текстом а формулой формула нам говорит что когда альфа частица подлетает к ядру азота она вся в полном составе благополучно влипает и при этом выбивает строго протон то есть она прилипает к атому азота вопрос а на каком основании ну если вы бросаете кирпич от кирпичную стену что вы вправе ожидать что и от стены отколется кусок да и кирпич развалится скорее всего так да и результаты экспериментов как правило дают именно такой результат но можно попробовать правда то есть условно говоря вдребезги это называется ну то есть много частиц все разрушается и от стены что-то там ну а а теперь представьте себе картину вы бросаете кирпич кирпичную стену кирпич прилипает к стене а от стены откалывается кусок один всегда вы второй раз бросаете та же самая картина кирпич прилип к стене а от стены какой-то кусок откололся ну это вообще как бы с точки зрения вероятности прохождения такого события это вообще как ну это практически невероятно а нам говорят да так и происходит причем каждый раз вот она формула правильно из азота якобы выбиваем кусок в тексте написано но получается кислород то есть повышение то есть альфа-частица прилипает к атому азота который почему-то да и еще и еще почему каждый раз выбиваем протон а не нитрон почему просто альфа-частица не раскалывается на два куска на четыре куска на три куска почему есть ответ нет как относиться к этой формули ну как к невероятной такого быть не может чтобы частица влепала это невероятная формула она возможна в результате эксперимента но это вероятность такого события крайне низка я не понимаю почему это должно быть летящая с огромной скоростью альфа-частица врезается в препятствие и полностью прилипает всегда строго я бы даже сказал что это что это вообще невероятное да вот то есть события с крайне низкой степенью вероятности я эту формулу не принимаю в качестве в качестве вот формулы формулы которая может сопровождать вот такой текст и такую картинку понимаете описывать вот этот эксперимент такая формула невозможна она в принципе наверное возможна я не знаю что это такое формула ну знаете как математически можно написать все что угодно 2 плюс 2 10 можно написать можно теоретически можно можно ну то есть бумага все стерпит и здесь доска все стерпит написать можно только как это получить я не понимаю что это такое это первое второе ну сам текст да вот если не смотреть уже на формула просто сам текст частица выбивает и тоже получается это ну я уже говорил почему частица альфа-частица должна выбивать из азота протон почему она сама не раскалывается вот если уже не смотреть на формулу а просто текст почему в дребезги не летит некорректно правда ведь некорректно текст тоже вшилый что остается остается картинка картинка вы думаете с ней все в порядке ну как всегда да все просто знаете вот смотрите я вообще учебники читаю как ну грубо говоря вопрос встает да я вот открываю на той странице какой мне надо и что-то такое читаю и вот в свое время я также открыл открытие протона и начал читать и у меня возник вопрос вопрос простой хорошо вот смотрите а что такое альфа-частица еще раз это два протона два нейтрона она заряжена да вот написано ну здесь два ну не важно в общем условно говоря суммарный заряд этой частицы плюс два правильно она заряжена если камера Вильсона у нас располагается в магнитном в магнитном поле как там говорят в тексте пишут да в результате эксперимента эксперимент проводился в электромагнитном поле простой вопрос почему траектории альфа-частиц прямолинейные они не могут быть прямолинейные они должны быть криволинейные вы думаете опять это это моя такая придумка так вот а потом я что-то что-то читал по другому поводу эту книжку и наткнулся как это ни странно вот страничку переворачиваем назад ну я просто шел шел оттуда да и читаю значит тот же ущебник да Пёрышкин физика 9 класс 237-я страница назад одну страничку отмотал смотри что написано если поместить камеру Вильсона в магнитное поле то траектории заряженных частиц искривляются да ёлки-палки кто бы мог подумать ну у нас же мозгов бы не хватило ну хорошо я тут учебник хоть чему-то учит это да ну так траектории заряженных частиц должны быть искривленные а они прямолинейные что делать как относиться теперь вот к этому эксперименту а ещё раз ещё раз что мы в итоге то хотели хотим вот эти картинки уже картинкой да всё всё остальное мы уже так не рассматриваем смотрим хорошо что изображено на картинке некие частицы летят значит попадают куда-то да и потом что-то что-то такое разлетается в разные стороны мы же должны определить а что собственно разлетается наша же задача была вроде как доказать то что это всегда вылетает протон протон заряженная частица и мы обязаны были поместить камеру Вильсона в электромагнитное поле или в магнитное чтобы по тому куда один из кусочков всегда будет отлетать да там влево допустим да сказать о видишь вот вот это точно протон он же заряженный смотри вот он сюда вот так сказать это притягивается да к этому полюсу магнита там допустим правильно а то иначе это будет нейтрон может быть да это неизвестно что отлетело в разные стороны может и нейтрон правильно но мы же хотим доказать то что это протон значит обязательно электромагнитное поле а раз электромагнитное поле значит криволинейные треки альфа частиц должны быть а они прямолинейные это может говорить только о том что у нас либо описание другого эксперимента ну то есть картинка ну от чего-то там другого как мы говорим что-то там сфотографировали да и предъявили нам ну в любом случае вот это да вот либо нету электромагнитного поля вокруг камеры Витсена либо это не альфа частица понимаете незаряженная частица ну а если она незаряженная или нет электромагнитного поля тогда эта картинка приобретает некий иной смысл ну и и последнее можно сказать да хорошо и что самое главное в конце все-таки все-таки вот обратите внимание на самое главное это очень важно что мы здесь видим вот даже если уже как бы все все похереть вот просто сказать вот честно себе сказать вот мы что здесь видим приблизительно так можно сказать вот я по столу да бильярдному катаю шары вот один шар бью он летит по прямой правильно же просто летит вот ударил полетел ударил полетел один из шаров встречает на своем пути препятствие к примеру другой шар то есть я все-таки попал да там с десятого раза в какой-то другой шар а что дальше происходит обратите внимание они разлетаются в разные стороны но ведь так можно сказать еще два цельных объекта один цельный объект летел с некой скоростью встретил на своем пути другой цельный объект подчеркиваю они не потеряв своей цельности разлетелись как два бильярдных шара никто никому ничего не отдавал ну некое да взаимодействие энергетическое это понятно допустим но никакой обмен частицами никто ни из кого ничего не выбивал они цельно встретились и цельно разошлись только это я могу констатировать однозначно то что я вижу да все остальное я не знаю о чем мне сказать по этому поводу и что тогда ну и какой протон какая заряженная частица где вообще заряженные частицы вы видели и летит незаряженная частица либо нет поля тогда не важно какая заряженная незаряженная частица ну и что какая-то частица летит какая мы не можем фиксировать просто фиксируем трек ну как вот о вижу да и чего не немаю покушать не могу встретил он нечто и разошлись в разные стороны все ну а какой протон тогда представляете вот на такой простой вещи мы пришли к тому вот атом да электроны ладно ядро нейтрон с нейтроном какая-то пока засада не знаю поговорим еще о нем хорошо протон ну протон выручай протон ну хоть ты ты не подведи то есть что у него заряд есть он выбивается его можно выбить из азота ничего подобного и еще две цитаты две очень интересные цитаты которые знаете так вот картину картину немножко еще до вершат очень странный цитаты согласитесь сейчас со мной я надеюсь вы со мной согласитесь вот смотрите есть такая книжка Петров наверное тот профессор из-под что там из-под нижнего нагила да который 8 утра вот смотрите Петров мифы современной физики ну кто я не знаю я особо как-то Виктор Михайлович не знаю ну человек написал книжку что в общем-то нужно прочитать было в вопросе надо было как-то разбираться значит я прочитал ее и вот смотрите мифы современной физики Петров 37 страница обратите внимание во всех проведенных экспериментах протон никогда не делится и не раскалывается даже при самых сильных ударах в ускорителях вы представляете интересно да а что в ускорителях раскалывают на куски что электрон протон не делится а что делится тогда они какие аж метки в больших андронных аллайдеров ловят в очень больших андронных аллайдеров что там у них разлетается очень интересная фраза очень и вот еще одна к сожалению я не могу назвать ресурс это вот это интернет ресурс я накопал очень сложно как-то ну по традиции на сайте закономерности ру я когда выкладываю очередное видео снизу я сопровождаю это текстом в этом тексте я как правило стараюсь давать ссылку я дам интернет ссылку где я это накопал вы можете проверить угу я или все-таки хотя бы цитирую правильно так вот смотрите это некие лекции лекция химия элементов и их соединений значит обзор химических свойств не металлов и их соединений водород вот в этой лекции четвертая страница ну то есть вот в этом документе который можно скачать по определенной ссылке посмотрите тоже интересная вещь протон остающийся от водорода после потери электрона уже некорректно считать заряженным атомом вот как интересно да а что значит некорректно считать заряженным атомом это просто субатомная частица чрезвычайно малого размера слова какие да и дальше еще интереснее поэтому протон с большой скоростью переносится между электроотрицательными атомами но в свободном виде не существует тоже крайне интересное правда вот за слова так сказать мужиков не тянули они сами рассказывали протон в свободном виде не существует ну по крайней мере вот этот автор заявляет он сразу куда-то вступает в какое-то сообщество или ну а в итоге он как-то обретает электрон обратите на это внимание это очень тонкое интересное замечание а нам говорят что срок жизни протона срок жизни вещества или материи может быть ну там сопоставим или там больше я уж не знаю как больше с вселенной а вот элементарные частицы не так видите стоит только как бы вырвать ну условно говоря да ну как-то вырвать протон или оторвать от него электрон то он сразу что-то с ним происходит он куда-то вваливается или что-то с ним происходит но он не существует вот в таком виде как протон представляете это очень интересно ну мне а я рассказываю вам мне вот это вот так сказать довершает картину представляете ну тут тут как бы полная подтасовка опять нам хотят рассказать что тут протон какой-то открыли никто ничего не открывал никакой протон ядро у атома судя по всему есть но как были две большие проблемы он я читал так они и остались так сказать а вот с протоном да одна большая проблема что такое протон она вот так и осталась она не разрешена представляете и учебники по физике в этом расписываются говорят мы не знаем до сих пор мы вот вам тут расскажем но если вы считаете ну фактически да что мы тут это вам так сказать это лапшу на уши повесили ну что делать да вот такая проблема ну что нибудь еще про друг не бы лица в лицах не быващина не быващина давно это было так давно да почитаю вовсе не было однако кого не было не стал бы про то вспоминать и так нейтрон но сначала еще раз так сказать немножко о протоне и так я в прошлый раз показал основной текст который присутствует во всех учебниках невероятная формула да невероятно описанный эксперимент и несоответствующие опять же описанию тексту картинка то есть в тексте написано что обязательно присутствует магнитное поле ну а я уже сказал что тогда треки альфа частиц если они заряжены должны быть криволинейными а они прямолинейные я почему-то кстати еще раз сейчас рассказываю дело в том что с нейтроном очень очень какая-то опять вшивая вшивая картинку рисуют я вот беру правда немножко другой учебник но это тоже это учебник мякишев г.я физика 11 класс учебник открываем соответствующие страницы значит соответственно это страницы после того как вот здесь открытие нейтрона ну вернее странно что-то написано нейтрона сначала описывается открытие протона где а ну да вот открытие протона это же формула ну немножко другая картинка другой немножко учебник да переворачиваем и читаем текст с заголовком открытие нейтрона в 1932 году значит это произошло просто очень они как-то рядом ложатся вы сейчас увидите они практически написаны под копирку но парадоксально описан как бы результат эксперимента другой вот смотрите значит читаем еще раз Мякишев учебник физики за 11 класс страница 308 пардон 304 открытие нейтрона открытие нейтрона в 1932 году произошло важнейшее для всей ядерной физики событие четвиком был открыт нейтрон при бомбардировке бериллия альфа частицами протоны не появлялись надо же но обнаружилось какое-то сильно проникающее излучение вот видите там был газ азот а здесь у нас берилли бомбардирует теми же альфа частицами заметьте и опять какое-то излучение или что-то такое происходит переходим на следующую страницу я чуть быстрее буду потому что практически все это я уже рассказывал чуть-чуть быстрее страница 305 из бериллия под действием альфа частиц вылетают какие-то достаточно тяжелые частицы так поскольку эти частицы обладали большой проникающей способностью и непосредственно не ионизировали газ то следовательно они были электрически нейтральными тут немножко вставочка тут эксперимент был сложнее сначала облучали альфа частицами бериллий а то что вылетало уже попадало там что-то в парафин а потом уже пройдя парафин ну до чего-то тут сейчас не будем вдаваться прямо уж так а потом попадало в камеру Винсона и там газ и ионизация ну все равно там что-то должно было как-то фиксироваться то есть эксперимент немножко сложнее ну давайте не будем на этом заострять важен факт важен опять что они в конце говорят нам смотрите ну как бы новая частица была названа нейтроном дальше приводится формула давайте напишу потому что важно значит напишем форму значит что мы видим смотрите в этом случае уже значит у нас сначала идет бериллий плюс ядра гелия ну так называемой альфа частицы и в результате нам говорят по формуле получался значит вылетал один нейтрон опять один нейтрон строго нейтрон а они знаете они по-моему задачку решали да у них неизвестно у них есть так сказать два исходных ну одно уравнение вернее да а одно неизвестное здесь вылетает нейтрон а тут надо что-то подставить ну собственно вот циферки есть же да они тут суммируют значит что-то отнимают ну и получается углерод у них должен получаться вот в этом месте сейчас еще раз покажу смотрите ну не так принципиально она тем более вам плохо видна но я так сказать вообще смотрите билий углерод аж через один тут еще бор ну потому что тут же нейтрон вылетает а в ядре гелия как нам говорят альфа частицы ядро гелия там два протона поэтому аж на два так сказать на два протона в ядре должно увеличиваться вещество ну так еще разок просто чтобы так визуально немножко так представлять еще раз ну первое рассуждения все те же самые да во первых должны нам должны быть сделаны смотрите значит альфа частица подлетает к ядру якобы выбивает вот теперь почему-то та же альфа частица но подлетает к бериллию она говорит ты азот или бериллия он говорит я бериллий все из тебя я выбиваю строго нейтрон договорились так надо ну мне заплатили я та альфа частица которой заплатили за нейтрон понимаешь у нас все строго альфа частица та ли тело выбивает протоны всегда строго вот просто уже да вам кажется это уже как бы это смешно ну правда там она строго протон а тут строго нейтрон почему ну объясните если у вас в учебнике на страницах вот так вот переворачиваешь вот здесь альфа частица выбивает из ядра азота строго протон переворачиваешь а вот здесь такая же альфа частица выбивает из ядра бериллия строго нейтрон вопрос почему ну скажите почему ну правда ей заплатили или чего особенности строения бериллия объясните вы же говорите нет никаких особенностей ядре все то же самое у всех все одинаково нейтроны и протоны все ну и там еще эти воображаемые мизоны там испускают еще вообще там нет какие они воображаемые это у нас фотоны а мизоны у нас виртуальный ну одинаковое ядро в смысле по способу построения либо сильное взаимодействие они одинаковые в этих ядрах азота и бериллия одинаковые альфа-частица одна и та же вы утверждаете одна и та же почему она в одном случае строго выбивает протон а другом строго нейтрон но это смешно ну либо объясните либо ночью вы нам получите мозг ну это ну ничего и она опять прилипает до строго то есть она выбила а сама осталась на месте типа я тут постою вместо тебя ты беги да обеспечь результаты эксперимента я тут за тебя по отрабатываю рассуждение те же даже не хочется уже повторять сильно долго но у меня возникла еще одна мысль в связи вот с этими формулами знаете а ведь смотрите а ведь что мы имеем по факту если так вглядеться в эту формулу то надо признать что перед нами сейчас сформулирую помните есть такая речь как радиоактивный распад альфа-частица это продукт радиоактивного распада правильно распад а что мы здесь имеем вы представляете у нас берилий наращиваем альфа-частицей и получается аж углерод то есть мы имеем то есть фактически вот эта формула должны были написать как их называют алхимики они говорят а мы научились из берилия углерод строить мы облучаем альфа-частицами и у нас на выходе углерод представляешь так можно и другое что-то облучать зря подсказал да а золото надо разобраться чего получать посмотреть и все облучаем какой-то элементы получаем золото но правда же вы уже нам дважды это показали из азота вы получаете кислород альберилия вы умеете получать углерод это анти радиоактивный синтез бог ну алхимия а чего молчите об этом почему учебников по химии и вообще по физике да или там где-то по физике почему об этом не слово что оказывается люди научились наращивать атомы берили достраивать аж до углерода и азот до кислорода ничего себе о чем правда это уже умеем это на самом деле вот это вот нужно учили сделать хочу молчить чтобы стряточку ну наверное потому что это формула мы уже говорили да на самом деле это формула вшивая ее нет в реальности она чисто математически вот что-то брали облучали и что-то получалось да получалось решили написать вот это вот есть наверное но опять же берили наверное есть чем-то его из облучали альфа частицами ну ядра гелия а вдруг не так но написали уже вот эту часть в конце тоже сами себе нарисовали так надо тут написать нейтрон а у нас он вот так пишется 0 1 у него чего заряд 0 до масса 1 и все а дальше чисто математически пришли к тому что здесь придется написать углерод вот и все они опять они в плену своей своей фантазии ну они это называют теория до квартала или еще там как-то или там строение строение атома до строение ядра атома они в плену этой фантазии ну и вот обязаны вот это вот писать но поймать их легко ребята все вы алхимики вы умеете из одного вещества делать другое элементарного смысле химического элемента из одного вы умеете делать другой химический элемент серьезно все научились а че молчите или уже или просто это не для широкой общественности либо это чушь полная правильно ну если бы это было так если бы не для широкой общественности то здесь была бы логика но здесь же ее нету мы же понимаем но не может альфа-частица просто так прилипать выбивая строго нейтрон это нос поэтому ну конечно это вшивая форму но вот оказывается анти опять у как сложно антирадиоактивный синтез вот перед нами эта форму алхимия вперед но они уже они же не ученые это понятно по крайней мере эти выражения эти формулы и то что я рассматриваю говорит о том что науки здесь нет здесь уже здесь уже шулеры за карточным стопом шмонаются помните ньютон достал тоже там цитростремительную силу нормально лишь парятся у них чемпионат понимаете как это обмани ближнего да ибо ближний обманет тебя как там его стопчется на пузе твоем его смеется вот у них чемпионат они кто правда кто какую байку придумает нет тут тоже кстати нормально ну с другой стороны знаете они ведь тоже могут сказать ну хорошо у нас чемпионат мы просто вас дуем да мы пишем книжки ну и чё мы на них пишем физика да курс общей физики а вы дураки верите ну получается так ну видите не все дураки верят некоторые нет я не говорю что я умные я просто говорю что не все дураки верят так так корректно да а то типа я не дурак но это это высокомерно не все дураки во все верят вот как как то так да что то мы все-таки просеивать научились ну и то хорошо да хотя бы так но эти возражения тоже еще не полны просто как бы давайте чуть-чуть расширим все таки нейтрон еще проявляет себя очень странной вещью вот опять значит физика одиннадцатый класс мякишев 305 страница нейтрон нестабильная частица вот видите только непостоянный значит нейтрон нестабильная частица свободный нейтрон за время около 15 минут распадается на протон электрон и нейтрино безмассовую нейтральную частицу не буду ничего говорить про нейтрино помните мы про базу хиггса уже говорили я показывал вы знаете у меня такое ощущение что вот нейтрино это был предыдущий прикол их да вот именно так прикол а сейчас у них другой прикол базу хиггса но они же должны как бы да ну это же креативный класс правильно у них приколы не они же и те же шутки должны быть да на сцене так сказать уклонно он же как-то так сказать репертуар меняет вот нейтрино это был предыдущий прикол сейчас базу хиггса но а теперь помните очень большой дронный коллайдер они еще чуть придумают они частицу там я не знаю базу хиггса частица бога а чё но частица дьявола вроде тоже как-то это не уровень а частица чего тогда дальше я не знаю что они будут таскать но придумают придумают да поэтому нейтрино ну я не воспринимаю это всерьез предъявите хотя бы картинку эксперимент но хоть что-нибудь чтобы посмотреть а вообще на что-то помните базу хиггса где здесь базу хиггса вот с нейтрино даже картинки нет поэтому обсуждать даже не хочется но вот смотрите это очень странно то есть нейтрон как себя проявляет нейтрон нейтрон нестабильная частица так ну тут уже с игром уже у нас все понятно значит мы давайте уже это все стирали значит у нейтрона не держать он себя так сказать в руках сдерживать не может так как держите меня 40 человек которые спадут значит нейтрон начата на протон плюс и электрон минус я не буду писать нейтрино я не верю это просто обсуждать не охота нейтрон 0 можно писать значит по разным оценкам в разных книжках написано разное почему-то есть 600 секунд есть вот 15 минут есть 880 секунд ну так давайте напишем так примерно вот это вот время до 12 тире 15 минут значит за 12 15 минут нейтрон распадается причем вот обратили внимание здесь до распадается здесь написано просто ну тогда первое что можно предположить нейтрон не является элементарной частицы ну так первое первое рассуждение он состоит из протона и электрона ну а чё вы молчите какая тогда эта элементарная частица но вот это это вообще наверно того это не обсуждается как-то это знаете физики теоретики да они говорят нет тогда представьте что в ядре вот на месте нейтрона вот так вот протон а к нему прилеплен да что ли как-то прямо рядом электрон и вот он вроде по размеру там по массе что такое они говорят он по почти такой же а как тогда это а как тогда это вообще одно с другим то связать видите то есть в нейтроне вообще еще больше странностей чем в протоне в протоне как бы его вряд ли он есть такой как он есть но ну как бы ладно а нейтрон мало того еще и распадается на протон электрон вообще как бы что-то как-то ну как к этому относиться всерьез ну уж ну либо это надо как-то исследовать же да почему на этом остановились и сказали не все опять дальше не пойдем вот и пусть распадается ну и а для того чтобы отсечь как-то опять вшиво ну хоть как-то отсечь разглагольствование да вот таких вот перцев вроде меня вот на эту тему они пишут но я я себя называю перец а этот окунь ну вот окунь держись на то и щука в озере чтобы помните книжка значит окунь физико-элементарных частиц открывая 18 страницу и читаю тоже вот первое подтверждение значит нейтрино фотоны электроны и протоны стабильные частицы они или совсем не распадаются или распадаются чрезвычайно медленно ну сказал нейтрин не хочу рассматривать вообще непонятно что это нет ничего к чему это можно было привязать хотя бы да фотон хоть по крайней мере мы знаем но вот свет вот все вот это вот объяснили именно фотоном ну пусть хоть так да его хоть к чему-то физическому привязали понимаете а нейтрино это такой неловленный мизер неуловимый джо да которого никто не ловит ну вот что-то такой летает периодически иногда ну и чего к чему его привязать то вот зачем поэтому не хочу о нем из списка обстоятельства про фотоны будем говорить про свет да поэтому как бы отдельная тема и так из списка сам окунь говорит что электроны протоны до стабильные частицы все нормально значит а дальше пишет смотрите следует подчеркнуть что продукты распада нейтрона вот протон электрон и нейтрино не являются составными частями нейтрона а как сейчас объяснить на то и окунь чтобы червяк на крючке боялся смотрите а рождаются а рождаются в момент его распада ну вообще уже сказка какая-то ну что то есть он он не состоит он просто распадается вот он как бы вот ой все я распался все меня нет я его нет физически нет но наверно в тот же какой-то момент ну тут собственно же помните мгновение которое сравнимо с вечностью там что-то у него следующее же мгновение на этом же месте появляется то протоны электрон детства но это не значит что этот нейтрон состоит ну я не знаю я так привел вам чтобы окончательно как-то про прониктость ну то есть вот такая вот беда с нейтрон дополнительная беда помимо всего того что мы уже рассказывали про протон ну хочется сказать да просто не славском не верю не верю это но это то мало того он еще и распадается на протон электрон но это совсем уже как бы ни в какие ворота ну что это такое ну какая элементарно а вот он не распадается он исчезает а на этом месте вдруг возникает ну опять ну так вот обратите внимание я я лишь это хотел сказать я про остальные элементарные частицы ну уже в свете тех цитат которые я приводил да мне даже про них и размышлять то не интересно ну потому что ну вот если вот это вот так вот так все что они рождаются там лаборатория до помните что они вот как-то хитрый образом распадаются что нейтрина пролетает никого не так сказать не поранив да и вообще непонятно зачем она нужна она просто пролетает ну нейтрина уже не в моде теперь базу хикса он тоже что-то там сниму его вообще поймать невозможно тем более нужны огромные коллайдеры уже не очень большие поэтому хотя уже типа поймали но это смешно эту но они уже про себя все рассказали поэтому давайте довершу да я это цитату не приводила она как бы довершает опять тот же окунь физика элементарных частиц как говорится тот же этот пруд наш до 18 страница кроме этих стабильных частиц известны еще несколько сот нестабильных частиц ну мы уже в курсе времена жизни которых лежат в интервале от 10 в минус 24 до 10 в минус восьмой секунды большинство из них живет меньше 10 в минус 20 секунды их называют резонансами ну то есть уже даже не частицами но это понятно не буду про это поэтому то есть как бы если уж у нас с протоном не получилось а он точно частица которая у которой время но стабили что называется до стабильные частиц электрон называют тоже стабильные частицы с ним пока не получилось значит у него там этих траекторий нет вообще непонятно чего да ну как бы и ладно то нейтрон уже который вроде бы в ядре это вроде бы большая частица но это уже совсем не интересно ну и об остальных частицах и говорить смешно просто так вот что остается то нам остается все таки да немножко поговорить про электрон благо есть повод все повод есть сейчас про электрон не были лица в лицах небывачина 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 да почитаю вовсе не было однако кого не было не стал бы про то вспоминать вот в нескольких учебниках будь то школьные вот перышкин физика восьмой класс или допустим мякишев физика десятый класс или вот я уже говорил савелий вкус общей физики достаточно как-то невнятно написано про электрон поэтому я помните я уже здесь даже вот когда рассказывал а я тут стер 1897 год я цитировал википедию но нет это есть там как-то кстати не везде вот только только у савельева по крайней мере есть дата и вот фамилия так вот ну не важно в общем давайте процитирую википедия поисковый запрос открытие электронов ну или статья да под названием открытие электронов помните я говорил уже даты открытия электронов считается 1900 1897 год когда томсоном был поставлен эксперимент по изучению катодных лучей так значит ему кстати дали нобелевскую премию за это в 1906 по моему году вы можете найти также это в интернете легко значит что имелось ввиду то есть это вроде бы как открытие подтверждало тот факт что электрон существует ну да и вот самое это главное что это вроде бы как все таки корпускула так называемая да то есть это частица вот волновые свойства там потом тоже стерлись немного там двадцать седьмой год кто там не помнит Деброй по моему да Деброй а вот здесь вот она отметочка осталась 1897 год значит типа электрон существует и типа он частица давайте посмотрим какая это частица как пришли к этому выводу смотрите значит ну это само по себе устройство ну не шибко хитрое ну как хитрое в общем то на основании которых было принято такое решение вернее то что проводил Томпсон да вот смотрите это трубка ну сейчас это хотя сейчас уже почти их нету да плазменные модели плазменные вернее эти телевизоры у нас да жидкокристаллические плазменные а вообще это был телевизор помните электронно-лучевая трубка вот во что это как бы вылилось да то есть рисую значит я так поделюсь а сейчас объясню почему рисую ну такую упрощенную модель некую значит пусть так будет да как будто кинескоп вот здесь значит у нас что-то у меня плохо пишет как-то сейчас возьму другой попробую этим значит тут у нас ой синий почему я синий взял где же мне чёрный нет чёрный так значит катодные лучи помните они назывались значит здесь у нас катод не буду вдаваться в подробности сейчас вот попроще здесь значит у нас такой кольцевой ано как бы создается электромагнитное поле причем тут знаете тут киловольт тут высокое напряжение и часть ну понятно тут так сказать они замыкают цель а часть часть электронов ну или нечто да летела вот сюда тут экран некий сейчас это просто как бы стеклянная трубка которая вообще изначально была да из которой можно газом заполнять а можно просто вакуум сделать ну относительный то есть откачать чтоб не мешало а здесь помните дальше сделали так называемый люминофор ну и вот то что пролетало так называемые катодные лучи или катодные частицы наверное правильно сказать да луч состоящий из частиц попадал на люминофор и можно было как-то рисовать не буду ничего усложнять по простому сейчас значит смотрите вот так вот нарисую да причем тут плюс-минус это не суть сейчас минус понятно сюда на катод да как бы и так подавая сюда большое напряжение в некую значит трубку с вакуумную пусть будет допустим да или газовую обнаружили что вот сюда вот нечто летит вот так покажу причем вот дальше после катода с анодом можно было располагать пару пару пластин подавать на них тоже электромагнитное поле ну в смысле подавать ток да и они отклоняли этот пучок значит можно было горизонтальные вернее вертикальные пластины горизонтальные пластины и соответственно можно было подавать на любую часть экрана как бы пучок да и манипулировать ну собственно так телевидение да вот электронная лучевая трубка или кинескоп собственно в конечном итоге и появится хорошо какое приняли решение приняли такое решение что о смотрите нечто начинает вылетать причем там замеряли кусочками то есть квантовыми да то есть некими кусочками порции не просто так сказать излучалось да как антенна излучает например электромагнитная волна да а именно вылетали кусочки о сказали это и есть частицы это и есть электрон ну и соответственно да нарисую здесь так чисто так сказать опять ну типа протон по простому электрон значит в атоме есть электроны частицы и они являются вот это важно они являются частью вещества то есть вот атома да вещество состоит из атомов ну или там из молекул а потом обязательно из атомов в атоме есть какие атом тоже наверное из чего-то состоит в частности он состоит из электронов атом и это часть атома и она вылетает вот здесь так так теперь вот знаете так прикроем вот эту вот я вот допустим как раз этим списком сейчас немножко прикрою вот эти разрушения чтобы они не мешали нам специально со смыслом со смыслом тут понимаете там как бы сейчас сейчас вы все поймете вот смотрите теперь давайте нарисую я не буду ничего цитировать все это как бы известно все это вы можете найти везде мне уже я устал цитировать покажу простейший генератор то есть чего источник электрического тока да как то так можно сказать как выглядит простейший генератор там тоже во всех учебниках во всех книжках нарисуем его помните да есть такая вещь как рамка рамка из проводника ну например меди да или алюминия или можно даже сталь там да серебро золото подойдет но дорого но подойдет значит здесь мы располагаем опять наш замечательные замечательные магниты мтс вы помните да значит если в магнитном поле расположить рамку проводника и начать ее вращать как шарман как шарман сейчас я покажу да как бы это и вот так вот ну простая вещь все вы это знаете да если рамку проводника вращать в магнитном поле то вот здесь пойдет вот здесь ну возникнет напряжение если замкнуть цепь то пойдет электрический ток правильно 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 вы скажете хорошо давайте замкнем во все уже не будем дальше значит берем атак и замыкаем и уже снимаем я специально так отдельно то есть вот когда размышляли вот над этим теперь это закрыть FRED на это нужно вот когда размышляли вот здесь все вроде бы кажется логичным но вылетает же что то вылетает отклоняется потом пластинами которыеION создают электромагнитное поле отклоняется минус вот здесь минус значит электрический ток значит электрический ток значит электрgano электрон пусть вот здесь я пропускаю но электротехники те кто занимался знает что в принципе вот здесь вот можно поставить в разрыве условно диодный мост так называемый да или выпрямитель и будет так сказать и вот здесь мы получим получим минус из плюсов а вот здесь возникает скорее всего все-таки переменный ток не будем на этом заострять вы знаете это прекрасно все я просто пока я вот что что я хочу сказать обратите внимание наш генератор проталкивает по современным представлениям этих самых физиков наш генератор проталкивает по нашей цепи замкнутой те электроны которые уже есть в материале цепи правда ведь мы здесь электроны не рождаются а здесь они как из пулемета до очередями по бегущей мишени постоянно выстреливаются но тогда через какой-то промежуток времени мы должны из материала нашей электрической цепи потерять ну сначала много электронов а потом все электроны и если предполагать что наше вещество состоит из атомов и частью атома является электрон частью в том смысле материальной частью понимаете то есть физической материальной частью то есть это как бы кусок материала понимаете и вот мы кусками материала как пулями да вот как в автомате мы стреляем пулями патрон до пуля вылетает гильза отлетает мы тата 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 бац кончился до магазин но у нас через некоторое время наш магазин должен закончиться понимаете потому что у нас только те электроны которые имеются в материале цепи никому это не приходит в голову опять вот вот так смотрю вот так вот знаю а там а там ну его нафиг возьмите нарисуйте рядом генератор и и катодные лучи свои ну электрон лучевую трубку и у вас возникнет проблема а электроны откуда брать дальше вот я все их расстрелял да вот так стою шарманку кручу свою да и расстреливаю электронами вот я пострелял электроны кончились эй мне электронов а кто мне их даст а это уже а это вот если тут медь то она медь она потеряла все электроны а тут чё ну допустим там вольфрам да ну к примеру не знаю сам катод до катодные лучи он пористый стал да или что или какой он потерял все электроны он значит положительно заряжен просто жутко да и вообще а как без электронов я даже вообще не понимаю вообще невозможно как быть то с этим я к тому что открыли то опять никто не задумался а открыл то точно электроны частится но этого быть не может здесь мы подаем механическую энергию с помощью вот этого устройства механическая энергия преобразуется в электрическую энергию можно так сказать можно а вот с помощью вот этого устройства это устройство каким-то образом умудряется эту электрическую энергию, ну не знаю, может быть в упакованном виде, что ли, да, в каком-то относительно упаковке, такие вот создают упаковочки, и так раз, пошел пошел, следующий но как-то так он умудряется квантово терять эту энергию, передавать ее, так сказать в космическое пространство это можно сказать? Можно и нужно, потому что действительно что-то летит здесь же, летит, летит электрическая энергия каким-то хитрым образом упакована но сказать, что это куски материала, куски вещества под названием электрон нельзя, то есть с самого начала, вопрос корпускулярности, что ли, да, я вот к чему подвожу, он очень некорректный он сразу был некорректный то есть так и никто не понял, что такое атом видите, уже никто не понимает, что такое электрон, ну, или как они почему-то сделали вид, что они все поняли, типа, а, мы все поняли а сейчас они вообще говорят, да ну да мы все это неинтересно может им поэтому неинтересно, что они знают, что это все лажа с них вот эти вот учебники, что это правда это полная лажа и они говорят нам бы очень большой адронный коллайдер, но хоть развлечемся мы там, я не знаю, бозон хиггса там, чики-пупи, ну, я не знаю ну, 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 какой электрон, какая частица какая корпускула, не корпускула с электроном тоже не разобрались ну, их не разобрались и пошли дальше, да куда пошли-то вот такое общее замечание по электрону Ну, я больше и сказать ничего не могу Можно еще много чего рассказывать, но смысла нет Это наиболее яркое, наиболее выпуклое заблуждение Понимаете? А показать, что это заблуждение, ну так тривиально Господи, рамку в магнитном поле присоединил сюда Ну, условно, мысленно, да? И сразу понятно, что куски материала здесь не вылетают Никаких корпускул нету Что-то другое есть Есть, я же не говорю, что вообще нету Но не так, как подается Вот так же Не бы лица в лицах Не бы вашина Не бы вашина Давно это было Так давно Да почитаю, вовсе не было Однако Кого не было Не стал бы про то вспоминать Значит, посмотрим еще раз на нашу таблицу Это список вопросов, которые мы договаривались в обязательном порядке рассмотреть Я считаю, что вот этот пункт Под названием количество вещества Ну, в смысле, вещество как таковое Или строение вещества, да? Атом Строение атома Ну, я раскрыл уже достаточно Ну, может быть, не полно Но достаточно Можно так сказать То есть Ну, если продолжать мусолить Это, наверное, уже слишком замусолится Хотя К этому вопросу я еще вернусь Есть еще один принципиальный эпизод Принципиальная такая тема Которая нам понадобится в дальнейшем Поэтому я к ней вернусь Но Более или менее Давайте поставим Я поставлю все-таки галочку Имея в виду, что Тема практически уже раскрыта Итак, количество вещества Галочка Последнее Последний вопрос Который На который я обращал внимание Который рассматривал Это был электрон Соответственно Логично было бы перейти К рассмотрению Такого явления Как электрический ток Да? Или вот У нас в нашем случае Сила тока Вот Так сказать Туда и перейдем Снимаю табличку опять Она нам пока больше не нужна Значит так Но К этому вопросу Я подойду опять Довольно с необычной стороны Ну Штурмовать не буду Как он Закуномо Да? Он довольно Кстати Он довольно простой И такой И в общем-то Правильный Поэтому Ну он такой Это настолько Так сказать Эпизод Это настолько Вот такое вот местечко Немногочисленное В этом вопросе Что В общем Там и спорить не о чем Да Поэтому Зайдем совсем С другой стороны Вообще Вот Обратите внимание Все равно Все наши вопросы Которые мы рассматриваем Пока Все-таки Чем занимается физика Она Все равно Должна базироваться На строении вещества То есть Так или иначе Все вопросы Все равно Связаны с Темой Вещество Да Или вот Количество В нашем случае Количество вещества Моль То есть Что такое Атом Прежде всего Надо ответить На этот вопрос Физика Должна ответить Прежде всего На этот вопрос И Сила тока И температура Которую рассмотрим Ближайшие уже Практически уже Через один Да и собственно Сила света Ну или свет Как таковой Да Температура И ток Или электрические Электричество Да Все они Непосредственно Связаны с веществом Ну и вот Поэтому Наверное Еще В том числе Да Тема вещества Я вот Очень пышно Так сказать Так или иначе Вокруг нее Пляшу Потому что Физика Это прежде всего Вещество Это прежде всего Атом Вот Атом Ну так вот Ну и А физика Является Так сказать Мамой Для химии Потому что Химия Это уже Как раз Молекула В большей степени То есть Химия Базируется На том На тех На той модели Атома Которая Предоставляет Ей Химии Физика Ну И в этом смысле Они вроде бы Как должны Дружить И вообще Как бы Химия питается Да Вот Идеями И установками Так сказать Физическими Вот В свете Как раз Нашей темы Электрического тока И посмотрим А дружат ли они В этом вопросе И Если не дружат То почему Да Возьмем опять В руки Бессменный Вообще Труд Да Который я Ну понятно Сейчас темы Такие Поэтому пока Вот всю Пока не оттопчусь На этом Я не выпущу Ну в смысле Пока я не пойму Что они хотели Здесь сказать Вот Не выпущу из рук Итак Кузьменко Еремин Попков Начало Химии Учебник Значит опять Удалось найти В учебниках Цитаты Очень удачные По этой теме Поэтому Выписал их Их опять Ну достаточно много И они такие Знаете Я немножко вырывал Чуть-чуть Чтобы не растекаться Слишком много Слишком Длинные цитаты Я так сказать Кусочками нарезал Поэтому буду Вот По подсказочке Ну вообще это вот Значит Начало Химии Кузьменко Еремин Попков Так С необычной Стороны Зайду Итак Строение Все Вот Строение Вот Как химики Видят Строение Атома Страница 54 Начало Химии Орбиталь К чему Пришли Вот В современной Да В современная Трактовка Как они Периодически Пишут По современным Представлениям Современное Представление Химиков С точки С точки Дрения Химии Вот так Значит Читаю Орбиталь Совокупность Положений Электрона В атоме То есть Область Пространства В которой Наиболее Вероятно Нахождение Электрона Вот Пришли Помните Я говорил Что В орбитах Электрону Было отказано Ну Наверное Правильно Скорее всего Я вот Кстати Тут уже Начну Немножко Включать Какую-то Свою трактовку Значит Ну Я продолжу Кстати В этом случае Говорят О С П Д Ф Или Ж Орбитали Ну Они так назвали Эти орбитали Да Кстати Покажу Значит Что имеется Ввиду То есть Электронам Я так вот На эту сторону Я буду Так сказать Химиков Да Прикалывать Прикалываться Над химиками А вот здесь Я буду Прикалываться Над физиками Значит Так Посмотрите Первая картинка Вот так У меня Своевольный Через Значит Орбитали Ну Вот Вот тут В частности Значит Показано С орбитали Это шарик Это объемная Вещь П Орбиталь Гантелька Такая Д орбиталь Двойная Гантелька Что имеется Ввиду Имеется Ввиду Что на Каком-то Этапе Попытки Описания Того Как устроен Атом Была написана Так называемая Пси функция Вот как раз Описывающая Плотность Распределения Да Положения Электрона Пси функция Чисто Математическая Вещь Видите То есть Они как бы Пытавшись Так сказать Физически Ухватить Ну математика Всегда следует Рядом И должна Следовать Это нормально Тут у меня Нет возражений Значит В попытке Физически Описать Не могут быть Не могут быть Без вычислений П Плохой Плохой строй Плохой строй Но лучшего Значит Описывать написали да вот там сколько я показывал допустим углерода соответственно 6 электронов до чего тут у нас делал железо да вот у железа 26 электронов я так мелкое замечание всех надо как-то аккуратно разложить химиком по крайней мере их надо аккуратно разложить как-то они должны группироваться представляете у железа 26 электронов вот сейчас как раз к этому и подходит и так страница 60 электронные конфигурации атомов вот и на этой странице начинается описание ну там пару-тройку страниц так называемый принцип паули и правила гунта я не буду рассказывать конкретно что это такое всегда это можете прочитать я покажу во что это выливается у химиков как это визуально выглядит значит у них родилась вот такая вот такие таблицы вот к примеру смотрите я так сейчас зацеплюсь за алюминий мы же про электрический ток да я помню меня не занесло значит смотрите в частности да ну вот просто алюминий более-менее раньше идет у него не так много электронов их всего 13 по представлениям физиков и химиков у алюминия 13 электронов и химики договорились согласно согласно там паули предложил свой принцип и гунт предложил свой что там правило да да правило распределения значит электроны вот согласно вот этого вот этим орбиталям спд орбиталям занимают да вот такие орбитали значит первый первый с орбиталь не буду говорить сейчас опять что такое первые с 2 п это сейчас не имеет смысла значит вот они тут видите в это вот каждый электрончик вот так вот стрелочкой аккуратненько прорисовывать вот все 13 аккуратненько разложены они там как-то то есть структурировано да вот эти вот облака электронные они имеют свою форму химиком это дюжи нужно сейчас тут написано сразу да написано кстати вот для чего это им нужно а вот смотрите в этой же книге теперь ну вот это место до распределения электронов я пролистываю вот смотрите это это где-то вот здесь вот в начале у нас да вот как раз эти орбитали вот смотрите обратите внимание а потом я перелист его на что да далеко значит ухожу здесь уже описание просто конкретных групп элементов да и вот в частности главная подгруппа третьей группы и начинается с алюминия вот видите у нас задача электрический ток так помним это но читаем учебник химии значит страница 456 а штамм глава 16 главная подгруппа третьей группы вот параграф 16.1 общее рассмотрение читаем алюминий основной представитель металлов главной подгруппы третьей группы периодической системы свойства его аналогов галлия индия италия напоминают свойства алюминия поскольку все эти элементы имеют одинаковую электронную конфигурацию внешнего уровня ns2 np1 и могут проявлять степень окисления плюс 3 вот вот что нужно было химиком вообще вот что нужно химиком от электронов и обратите внимание внешний электрон внешний электроны по представлением современных химиков значит участвуют вернее формируют такое понятие как валентность или степень окисления а это ну помните допустим соединение такое алюминий 2 о 3 да есть такое алюминий 2 о 3 почему они так пишут и почему это нужно вот смотрите кислород 2 валентин соответственно здесь будет 33 атома кислорода в молекуле вот этого оксида алюминия алюминий 3 валентин как говорят да поэтому и сюда нужно поставить 2 и того у алюминия как бы поучаствует в соединении в этом да в образовании этой молекуле сумма 6 электронов то есть три электронов внешних участвует в соединении в этом образовании молекулы у каждого атома их 2 соответственно 6 и здесь два внешних электронов участвует 3 атома соответственно 56 внешних электронов ну и как бы они там как-то попарно неважно как сейчас почувствовали да то есть химикам до зареза нужно описание того как устроены молекулы потому что химия главное так сказать вопрос который должна решать химия для человеческого сообщества да вообще как бы химия как наука она решает вопрос почему атомы складов разных веществ да ну во первых да вот скажем исходные до элементы химические элементы существуют в природе и самое главное их соединение это крайне важно нужны именно вопрос решить как почему они именно так соединяются вот почувствовали электрический ток я рассказываю ну вот так вот я рассказываю об электрическом токе безумец смотрите значит мы поняли вы почувствовали да как педантично аккуратненько вот со всякими принципами орбитальчиками электрончиками вот вот и вот алюминий 2у3 мы подошли химики подходят к этому вопросу им это дозарезу нужно иначе не объяснить вот еще раз я прошу прощения что повторяюсь это важно теперь берем следующую физику вот теперь же переходим к непосредственно к электрическому току тут как говорится но без предисловий значит помню говорил перышкин физика восьмой класс тоже знаете аккуратно нарезал поэтому вот это где-то середина вот это здесь у нас тут же строение атома что-то но это электростатика кстати тут начинается да ну и соответственно электрончик до заряд зарядик вот сейчас посмотрим перышкин физика восьмой класс учебник страница 79 сейчас будем прикалываться над физиками значит в узлах кристаллической решетки металла расположены положительные ионы а в пространстве между ними движутся свободные электроны свободные электроны не связаны с ядрами своих атомов ну вот уж совсем прикалываем вот такая вот картинка ну а физики видите физики вообще я считаю пошли вот смотрите помните вот я специально оставил да вот эту нашу шкалу временную то есть в пятом веке до нашей эры грубо две с половиной тысяч лет назад греки придумали атом да ну хорошо придумали ладно но греки чё сказали вещество состоит из атомов так потом прошло то много времени тут тут вот 1617 век помните что-то такое тут уже уже девятнадцатый более-менее науки а для того чтобы физикам как-то описать свой или ты свой электрический ток тут химики а тут физики да они вообще-то сначала тоже пытались описать да и в общем-то более или менее хоть как-то так сказать а потом они для описания электрического тока пустились очень тяжелый подлог да или отказ от собственного мировоззрения они говорят ну хорошо атом атомом из атомов состоит допустим да алюминий помните там же кристаллическая решетка и атомы да в узлах кристаллической решетки они говорят ну это да но есть еще что называется межатомное пространство как межклеточный сок соковыжималка который выжимает межклеточный сок интересно там тоже есть вакуоли до межклеточный это как то есть вещество состоит из атомов а еще есть так сказать пространство между а там тоже бродят частицы вот свободные да такое как это демократическое общество электронов да или как там гражданское общество да свободные электроны нормально свободные граждане а у них без и у них шенген да они могут перемещаться и у них нет шоу них нет значит приписки то есть они ничьи а это как мы так долго пытались да мы вот тут посмеялись немножко что они придумали а что придумали просто атом придумали ну хорошо тут мы пытались хоть что-то сообразить да а как все атомы строить а пришли к тому что на физике заявляют в учебнике это детям читают они говорят а между атомами да есть вот вот нечто вот они там шарятся да ну опять эти летают на нейтрин летает до бозоны хиггса может быть сами по себе безотносительно к этому а это что вещество то есть есть еще какая-то вот мне непонятная субстанция между атомами это тоже относится к веществу представитель это же новое слово да ну это ведь не потому что сильно надо просто все как бы сильно надо было вот тень на плетень да или отказываться от собственного мировоззрения а им просто понадобилось описать как-то электрический ток они по-другому не могут ну они не захотели по-другому я вот так сказал вот люди почему-то не хотят искать ответ на вопрос почему они говорят это долго и муторно и и у нас мозгов не хватает мы лучше придумаем какую-нибудь байку да вот свободные электроны нам так проще не потому что они есть ну представляете то есть но это же не ученые будто это не добросовестный подход к своей работе а потом говорят о коррупции от какого-нибудь там я не знаю премьер-министр что-то рассказывает но вот это у всех на глазах до учебники лежат но это не добросовестный подход к изучению предмета не добросовестный ну я я так считаю и так физики говорят атомы атома атомами а между атомами свободные электроны шарятся то есть они плевать хотели но вот эти орбиты да так получается они говорят не хотим не хотим участвовать химических связях нам наплевать мы пошли мы свободные конфуз до конфликт начинает начинается давайте дальше что страница 80 электрический ток в металлах представляет собой упорядоченное движение свободных электронов то есть понятно вот для чего нужны были свободные электроны просто для вот физику физику ну понятно для чего нужны кстати сейчас вот как раз в аккурат вот сейчас когда я снимаю происходит событие в украине на майдане янукович отказался подписывать вот эту евро интеграцию и соответственно вот обратите внимание для чего нужны свободные граждане вот для этого физиком у них один подход это одни и те же ребята но у них правда у них у них очень как-то это ограничено однобоко и и все везде одинаково повторяется можно физику изучать и примерно представлять их психологию кстати как они чего создают вот свободные граждане для чего и нужны для того чтобы выводить на майдан понимаете ну не только на майдан любая площадь незалежности в любой стране мира везде же площадь свободы все тофрир или там еще какой-нибудь и свободные граждане вот тут им тоже понадобились не потому что они есть их надо сделать свободных их надо оторвать от всего семьи да вот от родины от понять от этих понятий их такими гражданами мира а потом их стройными рядами да вооружать говорить им что делать понимаете оборужить их фейсбуками да что там фейс фейсбук говорю фейс пейджи нет что там ну в общем социальными сетями и мобильными устройствами вот но это фактически это и фактически вшить этот чип да им а говорят чего вы таскаете с собой телефоны то давайте мы вам лучше просто вошьем это команды будут поступать непосредственно давайте они говорят а что это мысли свободные электроны но я так умлекся меня все-таки занесло хорошо давайте дальше вот поэтому вот для чего физиком понадобились свободные электроны страница 71 особенно слабо удерживаются вот и и кульминации кульминации я так аккуратно рассказывал да смотрите страница 71 перышкин физика восьмой класс особенно слабо удерживаются удаленные электроны ядрами металлов поэтому в металлах электроны наиболее удаленные от ядра покидают свое место и свободно движутся между атомами эти электроны называются свободными электронами и выделено то есть типа дети запомните это свободные электроны типа их не трогать они нам нужны обратили внимание на две цитаты ну я не помню были здесь да были конечно еще разок в химии именно внешние так где тут конфигурация внешнего уровня помните было в химии написано внешнего уровня на внешнем уровне 2s электрона вот они 2s с с орбиталями да и один электрон п почему-то а это два года один из по почему-то неважно главное химиком именно внешние электроны нужны для химических связей а физиком но они говорят ну как ну не внутренние же да как оттуда пока пролезешь дай столпы то есть именно внешние мало связанные там с родиной семьей да вот с атомом электроны по представлению физиков физиков должны покидать эти насиженные места да ну и колбасится вот по всему объему материала обеспечив в нужный момент прохождение электрического тока чувствуете ну конфликт а как они говорят ну хорошо они ушли да эти три электрона и что алюминий перестал быть алюминием он перестал быть трехвалентным да ну и так по представлению физиков так сказать если физик начнет химика поправлять да сказать не не мужик ты чё говоришь я физик плечу я первый я про атом лучше знаю чем ты да ты там про молекулы ладно там занимайся своим делом внешние электроны у алюминия а он проводник они не сидят на месте поэтому никакой валентности они тебе обеспечить не могут я сказал физик ну а химик так сказать слово за слово черном и сюда 0 подрались ночью толку что они подрались они же все равно не уступят правильно но этим действительно нужно но реально и в некотором смысле они чуть более правы ну я как-то чуть больше логики здесь что ли все-таки алюминий все-таки химический элемент или нет но он все-таки вот вступает в связи ну это как-то чуть более чуть более логично что вы понимаете я я бы не сказал что это совсем я еще покажу кстати но все таки вот это ни в какие ворота ну с какой стать с какой стати мы должны отказаться вообще от понятия что вещество состоит просто из атомов оказывается между атомами еще там свободные частицы но это нелепо ну как мы пришли пытались учетом что такое сообразить да и в итоге полный регресс мы отказываемся даже вот от этого кстати ну конечно в своей в своем дальнейшем я вот зачем я все это рассказываю для того чтобы прийти к тому что я покажу в итоге да да мы откажемся в некотором смысле но мы не откажемся от атома ни в коем случае и я и я покажу нету никаких внешних частиц ну в таком смысле вот этого точно нет вот тут так сказать много вопросов но но это полная вот для меня но это нет это не наука это вот это придумка это вот поковыряли в носу да вот и вытащили оттуда вот эту субстанцию под названием свободной электроны я этому не верю вот так сказать основание электрического тока почувствовать да вот почему я так издалека начин но это такой знаете первый эпизод давно это было так давно да почитаю вовсе не было однако кого не было и стал бы про то вспоминать электрический ток эпизод 2 войны физиков и химиков эпизод 2 но сейчас так сказать войны между ними не будет я покажу еще один ракурс вот если взять я уже показывал савельев курс общей физики институтский учебник книгу по моему номер два до книга номер два называется электричество и магнетизм то есть все что маломальский нового более-менее да вот связано с электричеством и магнетизмом соответственно приведено в этой книжке то есть выделено в отдельную книжку и начинается вот прям открываем первое глава номер один страница 9 ну тут какие-то методические рекомендации предисловия содержание самое начало с чего начинается прямо название ой заклеил электрический заряд все тела в природе способны электризоваться вот смотрите то есть эта тема начинается с электростатики понятно да есть про греков опять в книжках опять написано еще в древней греции там что-то греки брали янтарь и что-то там вот оттуда кстати электроны пошло опять греки по моему греки опять приводится но я эту книжку не буду читать я просто говорю что вузовский курс вот электричество оформлено отдельной книжкой и начинается с электростатики ну наверно правда до понятия заряд и и сразу там электролизация все тела электризуются там все дела значит правильно в общем-то логично но возьму и опять пёрышкин физика 8 класс вот как раз то место середина вот видите тут электроскоп тут тоже заряды электрические явления называется вот это же я бы выписывал аккуратно вот здесь вот не буду мусолить тяжело переходить туда-сюда но вообще все это плотненько посмотрите все мои цитаты с 59 страницы по 71 все так это упаковано вот смотрите представьте себе что это идет урок в школе ну в каком-то восьмом классе правильно и марьеванна ну лучшем лучших традициях так стать анекдота про вовочку марьеванна нам читает значит как будто бы марьеванна вот смотрите пёрышкин физика 8 класс страница 59 читает марьеванна значит дети рассказываю вам про электричество значит дальше цитата наэлектризуем две эбонитовые палочки трением омех одну из них подвесим и поднесем к ней другую мы заметим что на электризованные эбонитовые палочки отталкиваются ну старый эксперимента все это тоже знают во всех учебников наверняка мы тоже так же нам рассказывали примерно то же самое примерно такая же марьеванна и мы вовочке сидели и слушали так еще одна цитата здесь же прям здесь же таким образом на электризованные тела или притягиваются друг другу или отталкиваются отлично хорошо марьеванна нам вовочкам все понятно страница 70 когда эбонитовую палочку труд а шерсть то она заряжается отрицательно а шерсть при этом положительно это объясняется тем что при трении электроны переходят с шерсти на эбонит теперь в эбонитовой палочке будет избыток электронов а в куске шерсти недостаток хорошо марьеванна пусть так вы же учитель вам виднее да говорят вовочки ладно ну и страница 71 марьеванна победоносно тогда ставит руки в боки и говорит вот дети знание об электроне и о строении атома позволяет объяснить явление притяжения не на электризованных тел к на электризованным дескать хорошо будете учиться станете умными и будете знать как почему одни тела притягиваются к другим хорошо марьеванна мы согласны ну тут все таки встает и собственно анекдот и какой-то вовочка тянет руку но он же вовочка ну честь его взять и он говорит марьеванна да хорошо это я понял теперь пожалуйста расскажите что такое диэлектрики у вовочка вовочка мужик что надо он правильный вопрос задал марьеванна что называется ничтоже сумняшися да ну она же как бы она живут она же как те вот которые 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 свободные электроны понимаете она вот такая вот прямолинейная очень у нее все просто понимаете она же она открывает учебник и читает как и мы да так подглянула и говорит а ловочка да 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 я помню сейчас я тебе все расскажу а сама так это пролистала пару страничек здесь же опять смотреть 63 страница и 71 сейчас будут как как задор нам говорит да обычно готовы нет а правда вы опять будете вы будете разводить руками смеяться негодовать страница 63 марьеванна отвечает пытливому му вовочке вовочка хороший пацан правильный вопрос задал страница 63 не проводниками называют такие тела через которые электрические заряды не могут переходить понимаешь вовочка причем она это говорит настойчиво значит она в книжке по физике это фраза выделена жирным шрифтом то есть марьеванна говорит вот вовочка вот эту фразу запомни если ты на когда будешь сдавать вот физику значит эту фразу будешь помнить вот дословно да твердая четверка тебе обеспечена и вовочка говорит вовочка уже начинает понимать что что-то не то он же правильный вопрос задал он говорит ну ладно марьеванна но у него уже кисло почему кисло то а потому что дальше марьеванна говорит следующее страница 71 помните там где она говорила знание об электроне и строение атома позволяет объяснить на этой же странице 71 она посмотрела подсмотрела у перышки на она уже не помню что говорил до этого и читает вы баните резине пластмассах и многих других не металлах электроны прочно удерживаются в своих атомах и не могут двигаться поэтому такие вещества являются диэлектриками запомни вовочка а если ты и это запомнишь то твердая пятерка тебе обеспечена ну а вовочка встает и спрашивает марьеванна мне шизофрения обеспечена вот головного мозга потому что я ничего не понял объясните мне дураку но я правда я вот как бы но вы преподаватель правильно а я всего лишь ловочка если бонит и шерсть это диэлектрики каким образом между ними электроны перетекают с одного тела на другое ну с этого начинается вся вся наука до об электричестве и магнетизме с простой вещи и все говорят еще в древнем мире это в античном мире значит опять древние греки по моему до на экспериментировали с янтарем замечательно это переходит электроны электроны переходят опять вот так вот вот такие вот основания у электрического тока да и вообще о такой области как электричество ну вот я солидарен с ловочкой что если я запомню эти фразы у меня будет точно шизофрения у меня будет когнитивный диссонанс как я говорил а я не хочу я наверное поэтому не хочу выходить не на болотную площадь откровенно говоря и и на поклонную вот меня может быть многие скажут ну мужик ты вот тут уже ты не прав ты не этот не патриот ну наверное да ну и опять так сказать не моего не моя задача навешивать на себя же ярлыки не былится в лицах не бывачина не бывачина давно это было так давно да почитаю вовсе не было однако кого не было не стал бы про то вспоминать ну и эпизод третий значит электрический ток помните электричество начинается с такого понятия как заряд ну собственно вот как-то примерно ну здесь в прошлом эпизоде не прочиталось это как-то там про электроны больше да а вот есть такое понятие в электричестве как конденсатор помните да конденсатор как раз накопитель накопитель электрического заряда открываю книжку опять значит учебник учебник физики десятый класс мякишев открываю двести восьмидесятую страницу параграф конденсатор ну тут чуть выше немножко до этого написано важная характеристика проводников электроемкость обратите внимание на слово проводников ага хорошо двести восьмидесятая страница значит переходим на следующую страницу рядом двести восемьдесят первая мякишев физика десятый класс под зарядом конденсатора понимают абсолютное значение заряда одной из обкладок так и еще одна значит цитата здесь же двести восемьдесят первая страница видите тут даже так школьное так сказать оборудование приводится да вот конденсатор электроскоп рядом типа измеряем вот пластинки дорисовываем все так все в одном месте чем больше площадь пластин тем больше больший заряд можно на них накопить с другой стороны напряжение между пластинами пропорционально расстоянию между ними и приводится формула значит электрическая емкость примерно пропорционально площади пластин и обратно пропорционально расстоянию между пластинами вот очередное современное представление физиков о том что электрический заряд накапливается на пластинах конденсатора вы вы опять скажете ну а сейчас то что тебе так сказать тут то тебе еще не понравилось но дело в том что как я уже сказал специально показывал значит краеугольная вещь вообще всего электричества это именно заряд и вы уже несколько раз видели ну вот и здесь да что то такое ну здесь может быть в меньшей степени а вот в предыдущем эпизоде то что зарядом люди не знают не могут его правильно так сказать локализовать не могут правильно понять что такое заряд даже вот и говорят что заряд накапливается на металлических пластинах конденсатора что я сделал у меня уже смутно уже закрадывался в связи с этим когда я вот исследовал этот вопрос у меня закрадывалось мое понимание а где собственно заряд и почему он там и что это такое я взял сделал тоже простейший такой же конденсатор такие две пластины да зарядил его электрофорной машиной по простому там маленький зарядник ну не хватало ну скрипит помните он так трещит когда замыкаешь пластины и там какая-то все-таки искорка проскакивает и я думал ну и ладно хватит для меня я уже так сказать мне только намека достаточно небольшого я уже там что-то как червячок палец засунул и уже сам залез так вот что я сделал вот я не помню в этих книжках но в детстве у нас была в детстве нам рассказывали такой эксперимент и я его провел значит я зарядил этот конденсатор ну рядом вот две пластины расположил металлические по простому да и вот если снизу подносишь огонь ну спичку или сейчас зажигалку вот так проведешь немножко да то заряд уходит конденсатор разряжается и нам в детстве говорили что это ионизация воздуха дескать да ионы здесь поэтому заряд на этих ионах так сказать переходит разряжает что я сделал сначала я сделал действительно зажигалкой вот так а второе что я сделал знаете я зарядил конденсатор и потом взял вот так вот и дунул между пластинами просто вот так подул и конденсатор разрядился и я пришел к выводу что что такое вот я так немножко обобщу что что проводник потому проводник как бы чуть более правильно говорить проводники умеют проводить электрическую энергию а диэлектрики умеют ее накапливать то есть я пришел к выводу что заряд в этом моем конденсаторе на самом деле скапливался в воздухе который между был между пластинами представляете еще раз диэлектрик умеет накапливать заряд по какой-то причине надо подумать по какой это вопрос сейчас я вот могу только это констатировать исходя из опыта со своим конденсатором а проводники соответственно хорошо проводят электрическую энергию вот лучше электрическая энергия не заряд но и опять как я традиционно говорю эти бы размышления были бы только моими если бы не было свидетельств но свидетельства уже не в этих книжках понятно вы уже этого не найдете свидетельства людей которые провели подобные эксперименты вот эксперимент первый я нашел после того как я провел эти свои эксперименты я начал искать заряд конденсатора и я начал спарить в интернете и нашел есть такой сайт который так и называется зарядком вот побродив так сказать по нему там полазив там где-то в глубинах так сказать этого ресурса я нашел исследование автора на эту же тему он пришел к такому же выводу вот если мое сейчас покажу кстати да если мое устройство смешно наверное да как бы вот смотришь на такой вот хрень я прошу прощения действительно и скажешь ну мужик ты что то конечно ну не знаю что ты там намеял себе да ну вот смотрите мое устройство выглядит вот так а понятное дело что другие люди ну более искушенные в этих вопросах они понимают что надо все таки там большей площади взять им так сказать требуется большее доказательство им искра требуется такая чтобы прошубал да я говорю я по легкому так сказать этому шуму да понимаю что произошло но я не делаю себе рекламу и не говорю что я такой умный но я как-то почувствовал просто вот понимаете мне достаточно было вот такой вот ну вот такого неприглядного да устройства чтобы я как бы суть уловил ну вот вот так произошло да вот интуитивно почувствовал а люди провели нормальные классические хорошие качественные эксперименты и я предлагаю посмотреть итак первое значит первый автор который провел этот эксперимент заряд на зарядку ссылочку я в тексте естественно выложу где это посмотреть давайте просто посмотрим итак чтобы разобраться где же конденсатор хранить свой заряд на об укладках или диэлектрике проведем такой опыт что мы имеем фольгированный текстолит он с двух сторон закороченный то есть одна площадка просто для удобства труба в виде это изолятор просто отрезок трубы для удобства имеем стекло это наш диэлектрик кладем и вторая обкладка аналогично то же самое получили конденсатор классический дальше мы имеем источник высокого напряжения собран простейшей схеме заряжаем заряжаем наш конденсатор это перемычка просто смотрим что у нас на конденсаторе перемыкаем между собой обкладки вот заряд у нас остался заряжаем так разбираем обкладки притягиваются нейтрализуем заряд обкладок кладем и проверяем ну вот вы сами все видели тут как бы мне уже нечего добавить то есть все понятно да здесь но у этой серии что называется есть продолжение у этого сериала есть еще есть еще продолжение тоже не буду ничего комментировать в тексте ссылочку я дам на сайте закономерности ру где я выложу это видео я обязательно дам ссылочку на вот то видео часть которого приведу здесь посмотрим еще один эпизод вчера на тимспике проекта заряд разразился жаркий спор спор был по поводу того где находится заряд конденсаторе то есть на пластинах вот на таких или на диэлектрике вот допустим на таком парстику я решил провести следственный эксперимент небольшой что получилось значит вот это устройство высоковольтный источник питания значит вот это диэлектрик это пластины конденсатора это у нас будет отрицательная пластина вот это будет положительная пластина делаем конденсатор есть одна пластина это для того чтобы проверить зарядился конденсатор конденсатор не зарядился поехали дальше заряжаем теперь убираем пластину одну просто в сторону убираем диэлектрик берем второй диэлектрик тоже пластина из растекла и вторую пластину вложим сверху проверяем разряда нет проверяем просто так то есть никакого разряда нет проверяем хорошо это нам уже не нужно берем назад пластину из узора стекла но заряд мы производили в этом месте уложим на место пластина заряд был здесь проверяем ни хера отлично убираем убираем пластины а вот теперь скажем так кульминация данного эксперимента эти две пластины алюминий они абсолютно никак не участвовали в начале эксперимента и устанавливаем и приблизительно приблизительно по центрам а теперь сверху вложу еще одну алюминиевую пластину я вы видели уже разряды были да а теперь внимательно смотрите значит эти две пластины не участвовали в начале эксперимента оргстекло только участвовал тем более я его перевернул вверх ногами прошу внимательно посмотреть о видно было искр значит возможно что и не видно было этой искры ну скажем так на видео но поверьте мне на слово она была по всей вероятности ее было слышно тем более что пластины абсолютно другие еще один разряд был короче Олег Евгеньевич и скажем так те кто с ним были заодно оказался прав в общем все пацаны спасибо заряд находится в диэлектрике пока ну вот обратили внимание да в этом эпизоде человек который исследовал данный вопрос он даже усложнил эксперимент он убрал диэлектрик а потом взял пластины которые не участвовали в эксперименте совсем другие и заряд там ну там треснуло и видели да и пыхнуло дунуло и плюнуло вот вот теперь представьте себе глубину непонимания людьми ну я не знаю физиками да данного вопроса что такое заряд или что такое вообще электрическая энергия я бы так лучше формулировал то есть они не понимают что это такое где в атоме электрическая энергия понимаете они говорят электрон ну видите если электрон то вот так если там электроны переходят с шерсти на эбонит то это нелепо этого быть не может они сами это говорят и третье они говорят что значит заряд находится на обкладках конденсатора а это не так ну господа ученые вы не понимаете что такое электрический заряд и электрическая энергия вы так и не поняли где она находится в атоме ну однозначно тут как бы даже уже и рассказывать не о чем считаю что эту тему с электрическим током я тоже раскрыл ну по крайней мере основание да этого электрического тока как рисуется что это движение что это электроны что они в конденсаторе все это конечно не так и ну и в общем на этом и закончим данный этап не бы лица в лицах не бы ва 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 да почитаю вовсе не было однако кого не было не стал бы про то вспоминать хотел еще немножко рассказать про вещество с точки зрения химических связей но отдельно решил эту тему не выделять сейчас мы кстати вот ее частично то и раскроем поэтому значит количество вещества все уже у нас отмечено в прошлый раз я я рассказал о силе тока ну вернее о современных представлениях о том что такое электрический ток электрическая энергия заряды основы электрического тока тоже считаю что достаточно вполне рассказал не будем больше это трогать температура давайте перейдем на нее не знаю не знаю вот тема температуры тоже очень такая знаете коварная оказалась потому что в этой в эту тему вообще-то должно укладываться понимание того что такое агрегатное состояние вещества так ведь мы же знаем что как правило все тела ну практически все или как бы все вещества да все вот все известные нам ну да тела состоящие из веществ можно нагревать и переводя значит наше агрегатное состояние вещества вещества в жидкость если это твердое то сначала становится жидкое потом становится парообразное ну например вода вот не будем говорить я не имею в виду сейчас органические потому что как нам дерево перевести в жидкое состояние мы пока еще не знаем по крайней мере может и не надо я имею в виду неорганическую химию то есть ну вот какие-то пластик простые вещества да да неорганическая химия Как-то так. Металлы, жидкости, которые нам известны, все твердые тела. Как правило, так. Именно нагревая, мы сначала разжижаем металлические. Нет у меня под руками. Допустим, штангенциркуль. Вот металл, из которого состоит, или сам штангенциркуль, сначала станет жидким, сольется в каплю, а потом можно его еще и испарить, по идее, нагревая. То есть, мы четко понимаем, что в общем температура, понятие, понимание, что такое температура тела, точно совершенно жестко связано с пониманием его агрегатного состояния, этого тела. Так. Это важно. Вот поэтому я буду как бы комплексно рассматривать. Но химики нам еще подбрасывают как раз-таки свое видение этого предмета с такой точки зрения. Они говорят, что во всем виноваты опять химические связи. Ну вот, на простом веществе давайте и как-то и рассмотрим это. Какое это простое вещество? Вода. Самое простое вещество, с которым практически все мы сталкиваемся. Все, все, ежедневно. Да? Давайте посмотрим вот какой процесс. Начнем, так сказать, издалека, пока еще воды нет. Как, какая химическая реакция получения воды существует? Одна из известных. Ну, это так называемое горение водорода в кислороде. Да? Ну, так называют. Или там, окислительно-восстановительная реакция. То есть, вот так, или там, окислительная. Ну, восстановительная тоже, потому что водород вроде как восстанавливается. А, вернее, водород окисляется, а кислород восстанавливается. Так вот, хитро нам объясняют химики. Ну, давайте как-то визуализируем эту тему. Значит, что у нас в исходном? Я примерно поделю доску на три части. Вы потом поймете, почему на три. Значит, первая фаза, это у нас газы. Вот я, кстати, хотел продемонстрировать, хочу продемонстрировать этот факт, так, знаете, наглядно. Вот смотрите. Я взял таких два баллона, ну, вот, две такие емкости, да? На одном написал, видите, водород H2. А мы знаем, да, что газы у нас, ну, не считая этих, как они называются-то, господи, бурные, инертные газы, да? Не считая инертные газы, все остальные газы, вот, в естественном состоянии, ну, например, в воздухе, вот сейчас, да? Находятся в виде двух атомных молекул, вот, соответственно, H2 и O2, да, видно. Вот, для того, чтобы примерно полностью прореагировали два газа, вот, ну, предположим, да, что вот этот баллон наполнен именно водородом. Причем он спокойно наполнен, потому что он под давлением одна атмосфера, да, в нормальных условиях, ну, и там 20 градусов, да, вот, комнатной температуры. Соответственно, он, как бы, спокойно там находится, ну, за купорем, да? Вот приблизительно вот такой объем. Ну, вернее, вот, предположим, что такой объем. Для того, чтобы этот водород прореагировал полностью с кислородом, нужен примерно вот такой объем. Ну, на самом деле, вот, тут чуть больше, но, я, чтобы тут не городить, как-то, два вот таких вот баллона надо примерно. Ну, вы так, кислорода нужно меньше, вообще в два раза меньше. Вот, чтобы полностью, так сказать, они оба прореагировали. Итак, вот, второй баллон, пусть будет такой, да, тоже, кислород там находится под давлением одна атмосфера, с температурой, вот, он закупорит. Вот, как-то так, вот, ставлю тут, так сказать, она более-менее видно, по-моему, да? Что получается на выходе? Помним. Значит, что нужно сделать? Такая смесь, если их смешать, да, вот, ну, в какой-то, в другой емкости, да, или вот мы их смешали в какой-то емкости чуть больше, вот именно в таких пропорциях. Значит, эта смесь будет называться, как он там, гремучий газ, по-моему, да, и достаточно, по-моему, искры всего-навсего, даже не спички, да, вот, не огня, а, насколько я знаю, даже вот, ну, чиркнем там, двумя камнями, да, вот, искра пролетела, и газ не то, чтобы горит водород, да, а в такой пропорции он просто взрывается, то есть, ну, лавинообразное горение, да, процесс, процесс носит прямо вот такой вот ярко выложенный характер, и очень резко происходит, прямо моментально, можно сказать, поэтому получается взрыв фактически. Сколько воды при этом получается? Помните, да, H2, а сейчас напишу все это, сейчас напишем. Значит, в конце, понятное дело, да, в этой реакции взаимодействия водорода и кислорода получается вода. Сколько? Ну, примерно, вот столько, да, вот я так стаканчик налил, как вот, на один палец. Прошу прощения, ничего не хотел, хотел показать вот так, как-то, да, да, я не знаю, вот так. Вот, то есть, воды немножко, да, вот видите, что само по себе интересно, да, сразу как наглядно. Смотрите, все-таки такой вот объем, да, и вот столько воды, интересно. А, хорошо, ну, пусть так. Значит, ставим опять. И давайте как-то представим это визуально и напишем формулу. Визуально. Как? Опять. Что нам предлагают химики? Ну, химики, везде можете зайти, какой-то там, Яндекс.Картинки набрать, да, молекулу водорода или молекулу кислорода. Вы увидите, ну, что, два шарика, да, аш и аш, там, о и о. Ну, вот, примерно так и нарисую. Значит, вот в этой части, оставив центральную часть свободной, я объясню. Значит, что у нас? У нас исходный, ну, например, так, чтобы для ровного счета, да, у нас будут вот... Каким-то я нарисую другим, что ли, да, цветом. Ну, допустим, я нарисую синим, да. Синим, да, и черный. Ну, да, и красным. Ну, допустим, синий водород, вот так, два шарика, аш, 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 аш. Это, значит, две молекулы водорода, и пусть будет одна молекула кислорода. Пусть бы побольше как-то, ну, так, где-то не важно, мы пока не знаем. Что там, побольше, поменьше, ну, вроде как, побольше должна быть, да, там, больше протонов, да, протонов, да, 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 нейтроны там еще. И, и как-то там эти, и куча, куча электронов. Замечательно. Я так, наверное, как-то, так слегка обозначу, что ли, да, штреппунктируем. Значит, смотрите. Для простоты, чтобы нам было понятно там в конце. Две молекулы водорода и одна молекула кислорода. Да, да, сразу нарисуем в конце, значит, сразу нарисуем. Значит, к чему мы должны прийти? Мы должны прийти к тому, что у нас, так, кислород, вот, допустим, одна молекула кислорода, вернее, один атом кислорода соединяется с двумя атомами водорода. Как-то он тут вот так, вот так, вот так, вот так, и вот так. Не принципиально так уж. Что у нас тут, что рисовать? В общем, все, как бы нормально. Там углы какие-то есть, но это не важно. Значит, все мы знаем, да, аж волос, да. И, наверное, напишем формулу. Наверное, я вот это уже сотру. Давайте я сотру вот эту верхнюю нашу, где у нас, загогулину. Ну, уже, что-то уже столько говорено, что, не знаю, уже надоело. Хватит. Говорили, говорили. Так, и как выглядит наша формула, тоже знают все. Не буду приводить. Значит, а, пишу как-то вот здесь, да, так, чтобы, значит, 2, так, 2H2 плюс O2, вот здесь напишу равно, равно 2H2O. Вот так немножко отставлю разрыв. А, там тоже написал это. Ну, ладно, как-нибудь войдет у нас, в общем. Еще есть одно соображение просто. Нет, давайте, наверное, я как-то все-таки, так, чуть-чуть поупористей. Есть еще одно соображение просто. Тут нам место понадобится. Так, равно 2H2O. По-упористей. Все мы эти формулы, в общем-то, ну, наверное, помните, да. Значит, для того, чтобы сохранялось, что, количество атомов, да, до взаимодействия и после взаимодействия должно быть одинаково. Соответственно, а поскольку, что у нас там, ну, да, исходная формула H2O, соответственно, здесь надо взять 2, вот я поэтому и говорил, да, водорода в 2 раза больше, кислорода в 2 раза меньше, потому что исходное, так сказать, соединение это диктует. Формула вот такая. Все понятно, ладно. Не будем, так сказать, продолжать. Вот, теперь давайте посмотрим с точки зрения температуры, понятно ли нам, что такое температура вещества. Вот давайте начнем рассматривать. Значит, сначала мы имели газы. Где-то, что-то покрутился, да, на всякий случай. Как это? Кручу-верчу. Обмануть хочу. Сначала мы имели газы, да, смотрите. Водород и кислород. Что нам говорит молекулярно-кинетическая, так называемая, теория газа? Она говорит, что температура газа, это поступательное движение молекул. То есть, ну, молекулы так, неистого, так сказать, да, в объеме. Движутся, да, беспорядочно. И вот это вот движение поступательное, именно прямолинейное, можно сказать, да? Ну да. Вот это и есть мера температуры. Ну, допустим, да, пока не будем как-то опровергать. Ну, пусть так, да. Это допущение, это, грубо говоря, это гипотеза. Потому что, вот смотрите, странно. Да, даже вот сразу физика дает нам несколько иное возможность, да, толкования несколько по-иному. Опять-таки, да, помним уже, что я так проговорил, да. Мякишев, физика, 10 класс. Открываю на странице 147, читаю. Молекулярно-кинетическая теория. Еще философы древности догадывались о том, что теплота это вид внутреннего движения. Ну, опять, философы древности, да, они вообще до всего догадывались, ну, а что-то мы пришли к какому-то вообще разору полному. А мы, а мы так и не поняли, что это такое-то странно. Ну, ладно. Но только в 18 веке, опять, смотрите, да, сколько времени прошло, начала развиваться последовательная молекулярно-кинетическая теория. Ну, начала и слава богу. Хорошо. Дальше. Большой вклад в развитие молекулярно-кинетической теории был сделан Ломоносовым. О, Михаил Васильевич Ломоносов сделал большой вклад. В книжке это пишут. А вот теперь, внимание, что дальше. Он рассматривал теплоту как вращательное движение частиц тела. Вот как интересно. В физике это написано. Дальше. Фотография Ломоносова. Про него немножко хотя бы, ну, так это. Ну, то есть, как бы, выдающийся человек, надо отдать ему должное, да, разместить фотографию. Замечательно. Ломоносов предлагал считать, что теплота это вращение частиц тела. Ну, атомов или молекул, какая разница. И пишут, да, он молодец, он большой вклад внес. Но, пусть не ученые решили, не, пусть это будет вот такое вот перемещение молекул, а не вращение. Ну, ладно. Пусть и пусть. Давайте. Значит, дальше смотреть. То есть, что мы имеем вот в этих вот бачках наших. Мы имеем газы, находящиеся под определенным, ну, так сказать, имеющих определенную температуру. Это значит, имеют определенную скорость вот этого своего движения, да. Ну, не важно ведь вращение в данном случае, в общем-то, да. Пусть будет движение. Значит, имеют определенную температуру. Хорошо. Теперь смотрите. Вот в этот момент, я вот почему тут это место оставил. Вообще-то, в учебниках ничего не сказано вот об этом интересном моменте. А что это за момент? Это мы подаем искру или немножко тепла, да. В любое место, как бы, вот этой нашей смеси мы должны подать чуть-чуть тепла или искры. Как вы думаете, что происходит в этот момент? Ну, мы же можем, да, предположить как-то. У нас все-таки, ну, какое-то количество серого вещества все-таки работает, да. Пусть там 3-5 процентов, но эти 3-5 процентов, они у нас работают. Давайте хотя бы их использовать на полную катушку. Смотрите. Мы видим, что в конечном, в конце, значит, да, у нас молекула воды будет выглядеть вот так. Один атом кислорода окружен двумя атомами водорода. Значит, как минимум, вот на этом среднем этапе мы должны разделить хотя бы, да, молекулу кислорода, да, каким-то образом ее разделить. Дефрагментация такая, да, то есть растащить два атома кислорода, чтобы потом они каким-то образом вступили вот в реакцию, ну, вернее, в химическую связь вот с водородом. Правильно? Потому что вот в этом состоянии, если просто смешать вот эти два баллона, ничего не произойдет. Водород и кислород совершенно спокойно существуют рядом. Если не поджигать, да, если не провоцировать толпу, да, на Майдане, не поджигать ее, то, в общем-то, она замерзнет и разойдется. Ну, или просто вот так, будет стоять и что, тупо стоять. Так вот, смотрите, значит, это понятно нам, да, значит, все-таки вот тут вот серединка должна быть, пикантная подробность, да, то есть, а, давайте нарисуем, значит, давайте предположим, что водород мы не будем дефрагментировать, ну, допустим, то есть, ну, это нам ничего сильно не даст, если мы будем еще тут, так сказать. То есть, нам нужно только разорвать кислород, значит, водород остается как есть, предположим, значит, водород, водород, вот так же я его и нарисую, водород, водород, а кислород мы вот этой своей вспышкой, да, спровоцировали как-то разойтись, разошелся. Я вот так его раз, нарисую, вот здесь уже, да, чтобы он, как будто бы он уже тут что-то такое. Вот, смотрите, кислород разошелся и стал какой-то, наверное, гиперактивный, да? Он же, он же не зря вот здесь вот тут же связь, они же до этого почему-то существовали попарно, да, значит, если разорвать атомы и водорода, и кислорода каким-то образом, да, то, и, допустим, просто вот, просто, допустим, грубо говоря, нагревать кислород или подать какую-то искру, да, вот в баллоне кислорода только, то, скорее всего, вокруг искры он тоже разойдется, но потом все равно опять сойдется, потому что он активный, он ищет, как это, пара, ему пара нужна, да, этот парень, что там, не помню, в песне. Ну, в общем, не может он один, да, ему надо соединяться, а поскольку вокруг будет только кислород, то он опять воссоединится в кислород. А если мы смешаем, то вокруг него будет и кислород, и водород, и водорода больше, и гораздо вероятнее вот это, и после этого, да, даже если несколько атомов кислорода соединятся с атомами водорода, начнется почему-то, вот тут уже, да, вот тут уже, вот из этой, в эту фазу, почему-то начинается лавинообразный процесс. Причем, судя по всему, вот это соединение, вот просто соединение, сейчас, кстати, возьму еще одну вещь. Смотрите, я, ну, у меня зеленый тут, ну, неважно, как будто вот это, предположим, что вот этот вот мячик мой, это атом кислорода, а вот это два атома водорода, ну, вот, может быть, даже они вот так вот вместе и есть, да, или они вот так пораздельно, но они прилепятся, неважно. Вот смотрите, вот простое соединение, вот, значит, он такой неистовый, да, ну, в смысле, как он, он почему-то отсоединился, но он такой гиперактивный, ему надо обязательно воссоединиться с чем-то, и вот он, соединяясь, атом кислорода, соединяясь с водородом, в этот момент почему-то, вот здесь, выделяется большое количество тепла, вот в этот момент и выделяется, правильно? Ну, других фаз тут как-то я нарисовать не могу, ну, то есть, опять, этой-то фазы, да, ни в одной книжке, ни в одном учебнике нет, я все-таки рисую, пытаюсь разобраться, мне разобраться надо, я ни на кого не клевещу, Ломоносов говорил там, еще кто-нибудь, Курносов, ну, какая мне разница, я, пожалуйста, я ко всем буду уважительно относиться, буду слуняво читать ваши тексты, исследовать, пытаться понять, пожалуйста, я хочу понять, я хочу понять, почему вот в этот момент, а, еще раз повторяю, да, что такое была температура газов, вот такое какое-то движение, да, вот они как-то двигаются, вдруг они соединяются, и что? И в этот момент почему-то, вот это уже тройка, да, вот так, вот такая молекула воды, она начинает неистово двигаться, с какой-то страшной скоростью, ну, нам говорят, что так, хотя, смотрите, в этот момент вообще-то, вот не совсем понятно, вот это жидкость уже, или это уже, или все еще газ? Ну, понятно, что это, как бы, как бы это газ еще, потому что в тот момент, когда взрыв произойдет, в этом объеме будет газ, ну, не жидкость же сразу, да, так, опала, на землю упала, то есть она же нагретая, сильно нагретая жидкость, поэтому, ну, тоже вот опять, вы знаете, вот, тут вот, как бы опять жидкость и газ, ну, молекула-то H2O, но находится в состоянии газа, тоже не совсем мне понятно, ну, допустим, допустим, ладно, вот это вот мне непонятно, кстати, мне непонятно, как, ну, смотрите, еще раз, это же H2O, это жидкость, или нет? Ну, она в перегретом, вот, что такое водяной пар? Пар же все-таки, а не водяной газ. Ну, вот, вот тут вот начинаем, вот я, видите, да? Вот если тут как-то еще вот, тут ладно, понятно, газы, ну, ладно, хорошо, так, это вот движение их вот такое. Вот тут мы искоркой деформентацию строили, ну, допустим, наверное, так, хорошо, объединились, почему он со страшной силой, вот эта молекула, вернее, да, она, почему она начинает двигаться? Я не понимаю. Вдумайтесь. Ну, у водорода всего лишь по одному, что там, по одному электрону, да, у атома. Они вот так вот соединились, отдав свои электроны, как нам говорят, да, кислороду. Кислород восстановился таким образом, да, а два атома водорода окислились. Слова такие непонятные. А, кстати, еще более непонятно, если сказать, что водород горит, что это, что это, как там, химическая реакция горения. Горение. Ну, в моем понимании горение, да, вот если головешка, да, вот там, деревянная, да, она сгорает, то она сгорает до тла, ее больше нет, да. Ну, по крайней мере, как-то визуально понятно. А здесь, если нарисовать, я имею в виду, вот такую вот картинку на доске, да, вот сколько, 4 атома водорода, 2 атома кислорода. В результате химической реакции мы получили 4 атома водорода, 2 атома кислорода. А что сгорело-то? Что, водород в труху, как бы, в залу превратился, да, в пыль, как бы, его не стало, да, он сгорел, все. Его нет, нет, он есть. Прореагировал. То есть, горение здесь как-то некорректно. Ну, и опять, я не понимаю, это жидкость или это газ? От того, что оно там неистово бесится вот так вот по объему, ну и что? Во-первых, это что, перестало быть жидкостью? То есть, я к чему? Глядя вот на такие вот шарики, да, которые нам предлагают химики, значит, вот на такое представление атома, вы не поймете, что это. Вот если, ну, если не знаете наверняка, да, что H2O это вода, вот если вы так помните, да? А так, если вы даже забыли, вот если люди, которые плохо учились в школе и где-нибудь лет в 40, в 50 ему вот это нарисовать, возможно, он и не вспомнит, он скажет, о, шарики, две буковки N и одна буковка O. Это что ты мне такое нарисовала? Ну, в принципе, да. Ну, что это такое? А из чего следует, что это жидкость? Ни из чего? Или твердое тело? А из чего следует, что это газ? Да ни из чего не следует. Я имею в виду, вот такое представление, да, примитивное, химиками, вот для нас опять, да, у нас, для вас, да, вот оно ни о чем. Во-первых, непонятно, ну, понятно, что тут, поскольку скорость, непонятная температура. Что такое температура? Ну, допустим, да, там, может быть, как-то динамический процесс, на доске не нарисуешь. Ну, допустим, допустим, согласен. Но то, что это газ, я не понимаю. А вот эта жидкость, вот эта жидкость, а почему она находится в газообразном состоянии? Как эта жидкость находится в газообразном состоянии? Тогда это газ, и тогда в этом представлении, опять, да, это быстро двигающая жидкость, что ли? Ну, мне вот это непонятно. И сам, ну, это, кстати, важное замечание, потому что, сейчас мы увидим, с формулой тоже, как бы так, знаете, не все понятно. Ну, самое главное, все-таки, у меня вот коренной вопрос. С чего вдруг при присоединении одним атомом кислорода, двух атомов водорода, вот такое касание, вдруг дает большое количество температуры? А температура, это просто вот эта молекула начала неистово двигаться. Я не понимаю, почему. У меня нет объяснений. Никакого. Я не знаю. Ну, что? Вот они вот так, да, летели, условно говоря, да? Потом они соединились, ну, дальше летят так же. И что? Такая фигура, да? Так вот, ушки можно нарисовать. Почему? Я не понимаю. Ну, естественно, в книжках объяснений нет, вы не найдете. Ну, а зачем вам объяснять? Они лятнули что-то, и ладно. Знаете, так интересно, что... Вот, я про Волочку рассказывал, да, в прошлый раз с электричеством. То есть, ну, анекдот, как бы в виде анекдота. То есть, ну, ладно, понятно. Вот дети, вначале, особенно маленькие дети, они свято верят своему учителю. Они верят, что учитель точно знает, что говорит. Но они дети, да? Потом подростки начинаются, да, в школе. Подросток, он, в общем-то, занят собой, помните, да? Вот, может быть, у кого были дети, где-то лет в 11, в 10-11 лет, вот, начинается, так сказать, эта ломка, да, гормональное изменение. Ребенок занят формированием собственного индивидуума. То есть, вот он, собственно, как бы вот, кто я вообще такой, да, вот он ищет. Он вот, взаимоотношения со сверстниками. Он тоже, в общем-то, для него учитель тоже, ну, что говорит, то и говорит. Какая разница? Главное, это зазубрить как-то, да, и отдолдонить. Ну, что-то останется в голове, и ладно. Это нормально. Для ребенка это нормально. У меня другой вопрос. А вот для взрослого, получается, да, а учителя, вот, им по 40 лет, они вот говорят, говорят каждый раз, да, вот это. 2H2O2, 2H2O, соединилось, да, водород сгорел, или там при этой химической реакции выделить большое количество тепла. Вопрос, а как объяснить? Такое ощущение, что преподаватели, учителя, им, по-моему, тоже так же. Они вот, их задача вот, отторобанить тоже. То есть, не дать знания ученикам, а просто вот, ну, нагрузить. Ну, грубо говоря, процитировать учебник аккуратно. Вот это, конечно, понимание, когда вот, как-то вот сейчас, сейчас вот все больше и больше к этому прихожу, мне что-то как-то грустно немного становится, конечно. Я, я не хочу сказать, что преподаватели, учителя плохие люди. Нет. Ну, вот они механически выполняют свою работу. К сожалению, я вынужден признать, глядя на вот эти все учебники и что в них написано, что учителя и преподаватели механически просто пересказывают учебники. Они хорошие люди, возможно, ну, разные, да, может быть, попадаются не очень хорошие. Но никакое знание они людям не дают, к сожалению. Но это не знание, не любит листья. Ну, что вы тут причем? Не бы лица в лицах, не бы ващина, не бы ващина. Давно это было. Так давно, да почитаю, вовсе не было. Однако, кого не было, не стал бы про то вспоминать. Если немножко с другой стороны, ну, то же самое, но немножко по-иному скажу, да. Вот все люди, ну, скорее всего, по крайней мере, наверняка, тот, кто меня смотрит, все-таки, да, довольно пытливый ум, и он знает, что вот существует такой фонарик, да, он что-то гудит уже, видите, под названием жучок. Какой главный принцип этого фонарика? Вы давите, значит, даете механической энергии, да, тут вот такой механизм, да, ну, как бы, условно говоря, две шестеренки, да, ну, тут вот как шестеренка. Значит, вращается, опять же, генератор небольшой, да, и подает вот электрическую, электрическую энергию на лампочку, лампочка светится. То есть, механическую энергию мы переводим в электрическую и в световую. Это понятно. И мы знаем, что закон сохранения энергии, нам всегда говорят во всех учебниках, он работает. Работает? Работает. И мы с ним согласны. И когда пишут вот эту формулу, уже в других учебниках, не помню точно, сейчас уже не буду, наверное, ковыряться, да, не буду, не хочу. Вот пишут так, что эта реакция экзотермическая, по-моему, да, экзотермическая, да, связана с тем, что с выделением большого количества тепла. И пишут, вот, с одной стороны вот это, потом равно 2H2O и плюс, по-моему, не помню точно, ну, что-то типа там, плюс 400, я напишу там, ну, ладно, давай я напишу, 64, что там, килоджоуля. Не влезло. Вот обратите внимание. По-моему, 464 килоджоуля. Чуть-чуть ошибаюсь, не важно. Ну, то есть, как пишут учителя, они говорят, было это, да, стало это и стало это. Выделилось тепло. Хочется спросить. Ну, правило вот, жучка, мы знаем, да. Что, для того, чтобы выделилось одно, одно, один вид энергии какой-то, да, нужно, чтобы на входе был другой вид энергии. Ну, энергия только превращаться может из одной в другой, она не может появляться. Правильно? Правильно. Все это скажут. Конечно. Тогда вопрос. А вот здесь какая энергия была взята за основу для того, чтобы вот такой химической формулой ее преобразовать? Ведь с точки зрения атомов, вот они, да, H2O2, вот 4H2O2, здесь то же самое. То есть, с точки зрения самого вещества, или, можно сказать, материя, да, вот она как была, вот форма водорода и кислорода, да, они немножко перегруппировались, это понятно. Но материя же как была, так и есть. Водород и кислород. Это ясно. А вот это-то откуда взялось? Тогда здесь я должен еще какую-то энергию написать, да? Некая энергия исходная, Э1, допустим, да, плюс вот 2H2O2 равно, вот тогда да, тогда мне понятно. И закон сохранения энергии тогда в этой формуле очевиден, правда? Но если вот этой Э1 не написать, то он не очевиден. И это нехорошо, не досказывает, потому что надо тогда объяснить, какой вид энергии преобразовался в тепловой, перешел, да, в тепловую энергию, как в жучке, в фонарике. Вопрос, какой? Ну, на этот ответ, вернее, на этот вопрос тоже нет ответа в учебниках по химии, естественно. Ну, а зачем им, да? Они считают, что вот если они написали, как бы, окислительно-восстановительная реакция, экзотермическая, это та реакция, при которой выделяется большое количество тепла. Все. Они считают, что они все им сказали. Ну, а я пытливый ум, я Вовочка, я опять тяну руку на последние парты и спрашиваю, Мария Владимировна, а тут какая энергия-то была, чтобы перейти вот в эту, много, 464 кг, я не знаю, да? Ну, взрыв целый, да, куча энергии тепловой. Какую перевели-то, объясните мне, дурачку. Вот тут еще немножко усилим. Усилим, вот опять, чем мы усилим? Ну, вот возьмем опять вот так вот, да, и скажем, смотрите, как же все-таки вот здесь вот температура-то выглядит? Если это тоже некое движение молекул, да, то вот здесь вот сейчас в воде столько же, ну, температура такая же, как и здесь, вроде бы, да? Но, вы скажете, правильно, это все-таки жидкость, а тут была там молекулярно-кинетическая теория газов. Все-таки это для газов, там, с температурой как-то понятно, да, а в жидкости, кстати, мало понятно, что такое температура. Уже говорят, ну, это колебание молекул. Ну, понятно, что-то сказать надо же. Ну, то есть, не просто же так вот, температура как таковая, да? Вот она стоит, вот я температура, да? Ну, и чего? Как это? Бессвязно, да, от вещества, сама по себе. Но даже не это как бы главное. Тут скорее вот что. Тут скорее вот что, опять. Вот, глядя опять на эту нашу визуальное представление молекулы воды. Что вы можете... Да, вот их две тут рядом, да? Вот смотрите, как раз их рядом две. А что бы им вот не занимать такой же объем? Почему это жидкость? Почему, грубо говоря, почему эти молекулы находятся явно, да? Раз вот здесь вот количество материи одно и то же, да? Вот в этих аж двух баллонах, да? А здесь всего-навсего вот в этом объеме. Значит, то же самое, то же самое, ну, можно так сказать, объем материи, да? Или количество атомов, оно располагается явно компактно почему-то. Вот. Вот как-то так я хотел сказать. Значит, что-то их удерживает, что-то их стягивает в более компактную структуру. Вот. То есть, если так сказать, вот таким вот образом рассуждать, можно сказать, что, наверное, все-таки есть какая-то дополнительная связь, что ли, да? Или дополнительный вид энергии. Ну, потому что просто поймать температуру, что вот здесь вот они быстро двигались, а здесь они медленно двигаются, как-то этого недостаточно. Ну, и что же, что они, что значит медленно двигаются? Ну, вообще-то, вода все-таки достаточно связанное вещество уже, да? Газ, если вы выпустите, ну, опять же, в другом газе, да, то он расходиться начнет. То есть, молекулы вообще не связаны, видите, вот здесь. Нет связи. А здесь между ними все-таки есть связь. Надо это признать, приходится это признать. И что химики придумывают в этот момент? Они говорят, что эта связь, значит, как там, ну, вот, допустим, какой-нибудь возьмем учебник очередной. Да, они назвали эту связь водородной. Вот, допустим, кстати, учебник, учебник, физика твердого тела называется, Винтайкин, Б.Е. Винтайкин, аж, альмаматор мой, то есть, МГТУ имени Баумана, представляете? То есть, ну, неплохой институт, вроде бы, ну, как университет, вернее, считается, правильно? Технический университет. Смотрите, что пишет этот человек, значит, Винтайкин. Водородная связь. Атом кислорода, забирая себе электрон водорода, превращает его в предельном случае в протон. Ну, пожалуйста. Которому иногда энергетически выгоднее оказаться между двумя отрицательно заряженными водами. Опять вынужден посмеяться. Никто не среагировал. Вот, смотрите. Иногда энергетически выгоднее оказаться между двумя электроотрицательными ионами. Ну, я так нарисую. Как они обычно это рисуют? Вообще-то каким? Ну да, давайте синим нарисуем. Они говорят, что водород может образовывать еще вторую связь. То есть, вообще-то у водород одновалентен, что называется, да? У него один электрон. Он может вообще вступать в связь, да? Только, ну, по современным представлениям, тем же самых химиков. Он может вот в одну единственную связь, да? Вот он такой однолюб. Но у него один электрон, он больше не может. Ну, так ведь? Так. Водород одновалентен? Одновалентен. Ну, просто кислой этот, Господи. Электрон один. Другого варианта нет. Но нам говорят, что вода потому вода, что водород, именно водород, кстати, вступает, почему-то вступает вот в какую-то странную связь вот такую с соседним кислородом. Значит, с кислородом и с соседней молекулой. Вот такая связь. Ну, и так между каждой молекулой, да? И вот теперь обратите внимание на слово «иногда». Ну, вот вы считаете это наукой. Ну, вообще, мне само вот это понятие, я не понимаю, как это так. А он говорит, протон начинает вступать. Сейчас я еще там прочитаю дальше. Ну, то есть, вот все уже. Ну, то есть, все-таки водород иногда может быть двух валентин, потому что двух хотя бы, да? Это протон. Ну, то есть, трех уже точно там три частицы нет. А два вот. Ну, это настолько выглядит. А слово «иногда» меня просто вышибает. Ну, вот вы, может быть, не почувствовали? Я бы сейчас там почувствую. Смотрите. Вот я, допустим, опять стою, да? Вот я Мариванна, Мариванн такой. Да, а там Вовочки вот. Ну, условно, да? Вот вы, Вовочки, да? И я рассказываю. Дети, сейчас я вам, значит, сегодня у нас урок математики. Рассказываю. Значит, два плюс два – четыре. Точно четыре. Ну, иногда, ну, иногда пять. Но если сильно надо, то есть, водород вообще одновалентен. Ну, если сильно надо, ну, если как бы по-другому никак. Ну, давайте я хотя бы как-то так вам объясню. Сейчас, если вы думаете, что это не так, так сказать. Все-таки есть строгое соответствие. Давайте я открою его. Значит, еще один учебник опять. Физика твердого тела. Ну, я понабрал. Я же опять разобраться хотел. Значит, смотрите. Гуревич. А, Б, Гуревич. Физика твердого тела. И, между прочим, тоже учебное пособие. Ну, для какого-то вызова там, не важно. Значит, смотрите, еще написано. Где это? Где это у меня? Сейчас, сейчас, сейчас. А, вот, да, правильно. Водородная связь, естественно, да? Ну, тут она возникает. Что-то, что-то, тра-та-та. Сейчас мы еще к этому. Вот, смотрите. Связь протона с ближним кислородом является, как в молекуле воды, смешанной ковалентной ионной. Ой, вообще. Ну, это тут не взберешься. Написано, водородная связь. В то же время протон осуществляет, благодаря электростатическому кулоновскому взаимодействию, связь между ближайшими к нему атомов кислорода, которые и являются водородной связью. Ну, ничего практически непонятно. Почему? Тут уже, понимаете, тут же протон оказывается. Оказывается, уже протоны, ядра могут, да, осуществлять химическую связь. Ну, это противоречит химии. Ну, как так это может быть? Ну, дальше все опять, да, как я постоянно говорю. Дальше они все объясняют. Вот Гуревич дальше, в общем-то, наверное, соглашаясь с нами, говорит следующие слова. Я вот, правда, ну, уже традиционно, да? Конечно, говорит он. Конечно. Соглашаясь с нами. Эти рассуждения с точки зрения квантовой механики являются весьма нестрогими. Я уже устаю, правда. Ну, я разобраться хочу, но мне вот приходится книжки читать. Но являются весьма нестрогими. Типа, я понимаю, что я несу пургу. А дальше еще одна фраза. Вот вникните, вот, я не знаю, прочувствуйте, вот, наука, представляете, 21 века, физика твердого тела, так называется. И дальше. Возможно, и альтернативное рассмотрение. Ну, то есть, мужики, мы, конечно, понимаем, что вот это полная хрень. Но мы уже просто, мы уже отказываемся от того, от вообще понятия, что у нас химическая связь, это связь внешних электронов. Ну, это хорошо, хотя бы электронов, ладно. Ну, вы это говорили везде. Везде в учебниках по химии это написано. Теперь вы говорите, а мы не знаем, что такое вода. Вот атом воды мы не знаем. Мы не понимаем. И поэтому мы, ну, вернее, молекула воды, да, почему вода, вернее, вода, почему она жидкость, да? Ну, вот эта молекула, понятно, ладно, хорошо. H2O, это ясно. Ну, почему эта жидкость компактная, да? Чем она отличается от газа? Она же в момент своего рождения была вроде как газом, да, такая жидкость в газообразном состоянии. Это интересно очень. Ну, все-таки. А потом она остыла и почему-то вот, да, вот очень компактно залегла вот на дне стакана. Правильно? Правильно. Почему? Мы не знаем. Ну, не знаем мы. И он пишет. Ну, да, наши рассуждения не являются строгими, типа, ну, мы несем бургу, потому что мы понять не можем, как такое возможно. В 21 веке мы не знаем. Мы потому что так и не поняли, что такое атом. Обратите внимание. Поэтому мы не знаем точно, почему вообще-то атомы складываются в молекулы, а тут еще елки-палки, тут еще это, агрегатное состояние. Так мы вообще в шоке. Мы не знаем. Да, и дальше фраза, да? Возможно, альтернативные, что там, описание. Ну, то есть, мужики, если есть среди вас умный, придите, растолкуйте, и мы хоть поймем, да? Ну, то есть, возможно, варианты, справедливая критика принимается. Да, мы полные лошары, мы не знаем. Приходите и учите нас. Ну, так? Ну, это учебники опять написаны? Возможно, альтернативные рассмотрения. Как так? Что значит? Вы что? Ты мне рассказываешь про водородную связь? Или ты зовешь меня? Скажешь, слушай, я вот попытался разобраться, ничего не понял. Приходи ты, что ли, разберетись? Не, мы, кстати, разберемся. Не, ну, может быть, может быть, это, может быть, Гуревич, по крайней мере, искренний человек, да? В других учебниках не написано. Они просто менторским тоном нам рассказывают. Ну, типа, мы знаем. А этот говорит, да хрень это полная, да? Ну, что это такое? Как так? Какой протон? Ну, вы что? Валентные протоны у нас теперь, да, понятие такое есть? Забейте в интернете, да? Валентные протоны. Ну, и вы получите... Не получите ответа. Вот так. Валентные электроны есть понятие. Валентных протонов нету понятия. Ну, зачем вы говорите ерунду все равно? Ну, зачем вы эти тяжкие впускаться? Ну, и последнее. Вот смотрите. Хорошо, ну, допустим, да, вот уже как бы... Ладно. Вот, черт с ней, с этой водородной связью. Ну, допустим. А теперь смотрите, внимание. Вот это перед нами вода. Уже, так сказать, в жидком агрегатном состоянии, да? Ну, вода, как мы ее, да, вот знаем. Вода именно, да? Потому что это же не там, не пар, да? Вода. Вода? Ну, да, вода. Значит, а теперь проведем еще один, да? Вот отсюда, да? Вот так мы шли, вот так. А давайте как бы, да, продлим туда. Что значит? Заморозим. Что получится? Лед. А каким образом теперь? Молекулы те же? Те же. Ну, аж 2-го? Ничего же не поменялось? Нет. Для обоснования того, что такое вода, жидкость, да? Почему молекулы связаны, мы уже, так сказать, пошли во все тяжкие, да? Мы уже водородную связь придумали. У нас уже валентные протоны. Во, уже, все. Мы уже все... Побрано уже все, что можно. Уже вообще. Хорошо. А теперь объясните, почему эти молекулы в тот момент, когда вода замерзает и образуется лед, вообще встают жестко в кристаллическую решетку? Немая сцена. Надо придумать еще какую-то связь, правильно? А уже даже протон валентный кончился. А нейтрона, помните? Две проблемы, да, в ядре. Нейтрон и протон. Да, но у атома водорода только электрон и протон. Нейтрона нет. Вот сейчас бы нейтрон подключить, да? Нейтронную связь сказать. Ну, и в этом же учебнике, Гуревич, да, кстати, я не все прочитал. Я вот здесь вот... Тут она где начинается, значит, написано, смотрите, две фразы интересные. Ну, два предложения, которые следуют один за другим, прям. Смотрите. Значит, водородный связь. Ею определяются в значительной мере уникальные физические свойства жидкой воды. Вот. Водородной связью. А следующее предложение такое, смотрите. Твердым телом с доминирующей водородной связью называется лед. Что такое? Является, извиняюсь. Твердым телом с доминирующей водородной связью является лед. Ну, я же сказал, да? Чувствуете? Если мы для воды уже эту связь задействовали, то дальше мы что-то как-то должны ее усилить. Они сказали, а она теперь доминирующая. Ну, мы вот вышли из положения. Ну, это несерьезно. Ну, так нельзя. Ну, нельзя так грубо, да? Ну, когда вы играете за столом в карты, да, и достаете где-то там аккуратно, да, из рукава. Ну, а представьте, что человек будет играть и вот так просто в карман залазить, да? О, туз. И так, туз. Из кармана просто. У всех на виду. Ну, это уже у всех на виду, понимаете? Ну, это уже неприлично уже. Ну, как? Ну, все, мы уже задействовали водородную связь. Ну, она доминирующая, лед. Потому лед, да, возможен. Ну, другое уже ничего не придумаешь. Ну, это, я не знаю. Вот правда. У меня слов нет. Ну, это некрасиво. Ну, так уже, так грубо уже нельзя. Ну, это уже, ну, это уже ни в какие ворота не лезет. Ну, вот смотрите. Видите, температура и агрегатное состояние. Чувствуете? Вот мы не ответили на вопрос. Вот здесь вот, почему в этот момент, откуда берется температура? Что за энергия один, да, которая выжимается в эту температуру? Ну, если, допустим, предположить как-то, что это водородная связь. Ну, опять же, смотрите. Ведь вот в этот момент, когда произошел взрыв, вот здесь вот, да, водородная связь еще не была задействована. Мы же с вами... Я почему бы здесь вот ставил вопрос. Это вроде бы молекула воды, но находящаяся в газообразном состоянии. Видите как? Видите, как не бьется агрегатное состояние? Вообще непонятно. Вроде бы жидкость в газообразном состоянии. Ну, это как-то нормально, да? Твердое тело в газообразном. Описание какое-то некорректное. Оно вроде бы понятно, немножко интуитивно. Но как-то чувствуется, что что-то вот в описании не то. Вот форма представления молекул, она корявая. Ну, вот этого недостаточно, грубо говоря, понимаем, да? Теперь. Ну, вот здесь связи водородной не было. А уже температура выделилась. Огромная температура. И только потом, когда наши пары, да, воды, в состоянии пара наша вода остыла, вот тогда, наверное, эта связь и сработала. Допустим, я уже как бы, черт с ним, ладно. Ну, хорошо, пусть так. Ну, а лед? А лед уже нечем объяснить. Вот просто нечем. Все, валентные протоны кончились. Ну, вот я скорее поставил, наверное, проблему, да, описал. Я, опять, я не критикую. Ну, написали люди учебники, ну, а мы посмеялись над ними, да? Ну, ха-ха-ха, и хорошо, и ладно. Купил. Я фактически, да, вот купив эту книгу, да, я купил билет, ну, я не знаю, там, в цирк, да, и, ну, и вот попутешествовал, да, и посидел несколько минут в цирке, да, хотя бы, да, или там, ну, полчаса посидел в цирке, да, нашел вот эту фразу, похохотал над ней. Ну, как бы, и ладно, нет, я не в претензии. Я добровольно купил книжку, да, в конце концов, мог бы не покупать, правда? Но я, я скорее обозначил проблему, чувствуете, да? Первое. В записи нету, какую энергию выжимаем. Потом. Непонятно, что такое тепловая энергия. Непонятно. Вот здесь. Откуда она берется? Она не берется просто из электронщиков. Это нонсенс. Вот это представление тоже не катит, да? И третье. Понятие о химических связях. Ну, а я вот так чуть-чуть коснулся. В данном случае водородная связь, да? Ну, или, кстати, или вот эта связь, да, вот молекулярная. Вот тут, не помню точно, ну, наверное, ковалентная или ионная. Сейчас, сейчас не будем, я вот, и вам мозг и не фолить, да, и что-то там приводить. Неважно, какая разница, правда? Вот здесь вот ковалентная нам говорят, но тоже. Вы знаете, как интересно. В некоторых, вернее, в учебниках по химии написано однозначно, что вот здесь вот, между атомами, вот молекулы газа, вот H2 и O2, строгая ковалентная связь. В учебниках по химии. А вот в этих учебниках физика твердого тела, ну, вот там другой как у меня был, не помню, ну, сейчас тоже не прицепяли. В нем написано, что вот это Вандервальцева связь. Представляете? Поэтому я говорю, я вот здесь не помню, я специально не смотрел, потому что, ребята, если вы вот здесь вот не договорились опять, смотрите, физики с химиками опять не могут договориться. У них, понимаете, свои модели опять. Химики что-то свое хотят, да, вот от этой, от молекулы, а физики тут вот тепло хотят, еще что-то там с льдом. Ну, поэтому они начинают выдумывать, как-то по-иному это все разворачивают. Связи они по-другому трактуют, ничего себе. Ну, понятно, опять хочется сказать, если не разобрались с атомом, то с молекулой уж точно будут непонятки. Ну, как, если вы не знаете, что такое атом? Чего вы тут шарики-то рисуете? Ну, правильно, а что? Действительно, остается только рисовать шарики, да? Ну, вот, нарисуем шариком. Ну, правда, уже там, уже даже смотрели. Ну, да, это я написал. То есть, условно говоря, вот так, да? То есть, помните, электрон не поймали, но в центре ядро. Ну, а тут нафиг, тут уже ядро не нужно, правильно? Потому что вообще ничего не понятно. Ну, да, нарисуем просто шариком. Ну, действительно. Ну, так проще, да, так проще. Но почему они рядом, непонятно. Я вот хотел как раз рассказать про ковалентную связь, что вот тут настолько вшиво в химии написано, вообще просто коряга. Но не буду канифолить мозг. Собственно, и здесь видно, да, вот. Во всех учебниках, кстати, и по химии, и по физике водородная связь описывается более-менее одинаково. И вот сюда примерно она как раз и приписывается. В том числе, вот, почему вода является жидкостью. Не бы лица в лицах, не бы ващина, не бы ващина. Давно это было. Так давно, да почитаю, вовсе не было. Однако, кого не было, не стал бы про то вспоминать. Буду считать, что с температурой я разобрался. Ну, раскрыл эту тему более-менее. Итак, в нашем списке остается последний пункт, который я договорился рассмотреть. Время-длину трогать не буду, как я сказал. Формально он, мною был написан, как сила света. Но, это, так сказать, не принципиально я говорил. Свет. Вот. Свет. Но, кстати, как раз в связи с температурой. Вот, давайте прям опять начнем читать учебник физики. Пёрышкин, физика, восьмой класс. Страница 147. Так и называется. Световые явления, глава называется, а параграф называется «Источники света». Вот, смотрите. Тела, от которых исходит свет, являются источниками света. «Источники света подразделяются на естественные и искусственные». Так. Сейчас, так, что-то еще у меня тут, да? А, ну давайте вот еще. Значит, искусственные источники разделяются, в свою очередь уже, да? «Источники света подразделяются на тепловые и люминесцирующие». Вот. Что имеется в виду? Вот. С теплоты начнем. Ну, видите, вот даже в учебнике физики переход такой же примерно, да. Вот, к примеру, возьмем кусок железа. Ну, это, формально это сталь, это вот прокат такой 10 на 20, сталь 3, по ГОСТу опять, прошу учесть. Значит, ну, может быть, кто-то знает, или можно посмотреть в интернете, что сталь, вот особенно низколлегированная, это сплав железа с углеродом и другими примесями, в которых вот углерода и примесей очень микроскопическое количество. Ну, совсем там немножко, буквально там доля процента. Доля процента, и там, да, и углерода тоже. Поэтому можно сказать, что это не сталь, а железо. Ну, с некоторой натяжкой, но все-таки, совсем с небольшой. Итак, возьмем кусок железа и начнем его нагревать. Ну, как-нибудь, допустим, можно нагревать его вот с одного конца, допустим, какой-нибудь газовой горелкой, правильно? Тогда весь кусок железа начнет нагреваться. Ну, теплопроводность довольно хорошая, да, и весь он начнет нагреваться. И нагреваясь, он начнет светиться. Вот. Это имеется в виду. Что значит светиться и что значит нагреваться? Ну, с температурой мы уже вот поняли, что ничего не поняли, но тем не менее, да? Так, что-то я хотел прочитать там или показать. А, ну да. Значит, еще разок вот мой, так сказать, мой модель атома. Позавчерашней физики, так сказать, ее называют современной. Ну, я считаю, она уже не современная, она уже не модная. Ну, тем не менее, да? Модель атома, допустим, железа. Значит, атом это, ну, более или менее шарик, да? В центре там чего-то у него, снаружи чего-то. Главное, что температура атома, значит, температура всего куска железа складывается из температуры атомов, из которых он, собственно, состоит. Температура атома, это колебание этого атома в узле кристаллической решетки. Атома, подчеркиваю. Везде так написано. То есть, нагревая, значит, наш материал, железо, мы тем самым увеличиваем, ну, что ли, энергию, да, или вот скорость, или амплитуду тоже, да, колебания атома в узле кристаллической решетки. Вот, это так важно понимать. Хорошо. Давайте дальше. Так, сейчас буду рассматривать, упал у меня, значит, физика девятый класс, пёрышкин гудник, уже девятый класс, переходим, да? Но, опять, несколько цитат, я их выписал для удобства, ну, вот из этой книжки. Значит, пёрышкин гудник, физика девятый класс, страница 224. Читай. Параграф 64. Поглощение и испускание света атомами. Называется параграф. Значит, дальше. Ответы на многие вопросы удалось найти только в начале 20 века. Вот, видите? То есть, каким образом колеблющийся атом вдруг начинает светиться? Железо, уже сказали, да? Вот, кстати, железо начинает светиться, ну, есть такой термин цвета побежалости. Ну, может быть, это как бы и не к этому, и к этому же относится. Ну, или, скажем так, приблизительно, по-моему, 650-700 градусов. Значит, нужно нагреть кусок железа для того, чтобы он начал светиться таким бурым, тёмно-красным цветом. Ну, и по мере нагревания, там, 800 градусов, это уже такой яркий, жёлтый, ну, и дальше, да? Дальше уже, так сказать. Ну, или оранжевый, ну, яркий уже, уже светится вообще капитально. Ну, грубо говоря, 650-700 градусов, примерно, грубо. Вот, то есть, начинает светиться. Вот, видите, как бы от температуры переходим к свету. Естественный, вернее, как это, можно сказать, искусственный, да? Ну, да, это искусственные источники света. К естественным там физика относит, ну, этот... Солнце, ну, и так далее, неважно сейчас. Значит, смотрим, ещё разок. Значит, ответы на многие вопросы удалось найти только в начале 20-го века. И дальше. 224-я страница. Бор пришёл к заключению, что свет излучается атомами вещества. Ну, помните, постулаты Бора. Потом, правда, в учебниках же физики написано, что теория Бора носит исторический характер. Ну, то есть, почилов-бозит, да? А... Но, тем не менее, просто другого объяснения, излучения атомами вещества света не нашли. Поэтому в этой части, как бы, теорию Бора оставили. Ну, дескать, ну, пусть она умерла, а тут-то у нас ничего нового не пришло на смену. Поэтому, вот, смотрите, представляете, всё ещё пользуется теорией Бора. Так. Продолжим. Что имеется в виду? Давайте расстроим. Страница 225-я, следующая. Излучение света происходит при переходе атома из стационарного состояния с большей энергией в стационарное состояние с меньшей энергией. Ну, я уже как-то говорил, да? Бор предложил считать, что... Вот тут, кстати, атом. Обратите внимание. Вообще-то, в книжках институтских, вот, мы у Савельева читали, что именно электрон. Я сейчас не буду опять поднимать это. Я уже говорил, там, по-моему, было у меня. Можете сами посмотреть. Даже в интернете, ну, просто, вот, даже в Википедии, что называется, да? Там написано, что именно при переходе электрона, а здесь, как бы, смотрите, атома. Ну, тут книжка для девятого класса. Может, типа, для маленьких, поэтому не будем пока конкретизировать. Но это странно, потому что... Сейчас вот как раз вот вокруг этого и будем, да? По крайней мере, так сказать, одну из мыслей закрутим вокруг этого. Вообще-то, электрона, а не атома. Потому что, что значит, атом переходит на другую... Как тут написано, смотрите. Атом при переходе атома из стационарного состояния с большей энергии, в стационарном состоянии с меньшей энергии. Я что-то не помню, чтобы в книжках по физике был такой термин энергетическое состояние атома. Я не помню, это как? Ну, вот, имеется в виду, наверное, как раз колебание, что ли, атома? Ну, а у него нету... У температуры же у нас нету фиксированных состояний? Или есть? Вот тут интересный вопрос. Как-то уже атома. Ну, давайте просто читать пока, да? Вот сейчас как раз и завернем. Значит, атом может также поглощать фотоны. Атом может поглощать фотоны. Ну, наверное, и протон может поглощать фотоны. Видите, нет. Мы же знаем, что только электрон может. А тут написано атом, целиком. Как-то некорректно. Ну, типа, для маленьких, да? Можно написать тем более, еще большую пугу, да? Еще большую нестыковку. Ну, или маленькие пока же дети в девятом классе еще пока не знают, что это не так. Да, они вообще не размышляют. Поэтому, ну, какая разница, атом или электрон. Или атом в целом, да? При поглощении фотона атом переходит из стационарного состояния с меньшей энергии в стационарное состояние с большей энергией. Ну, вот. Это понятно. Значит, в смысле, понятна теория Бора. Непонятно, как это атом, но теория Бора, ладно. Он такое предлагал в свое время, да? И вот сейчас цитируется. А вот смотрите. А дальше написано вот что. Состояние атома, в котором все электроны находятся на стационарных орбитах с наименьшей возможной энергией, называется основным. Все другие состояния атома называются возбужденными. Обратите внимание, уже вот. Состояние атома, в котором электроны. Такой уже переходик, да? То есть, у электронов есть уровни орбиты с наименьшей возможной энергией, да? Вот. У электронов есть орбит, но орбит нет. Ну, ладно, орбиты есть. Ну, в теории Бора-то они есть же, орбиты. И, оказывается, это состояние атома как раз и есть. Ну, не знаю. Ладно, пусть так. Хорошо. Теперь думаем. Все-таки, что излучает? Вот, излучает атом или излучает электрон? Сейчас попробуем ответить на этот вопрос все-таки. Ну, или зададимся им, по крайней мере, да? Зададимся. Вот как-то, как-то недавно относительно, ну, или давно, не, лучше не знаю, как сказать. Ну, в общем, в мою бытность, как я иногда говорю. Ну, то есть, при моей жизни. Значит, попался мне в руку вот такой вот набор. Ну, в смысле, в руку, в руки, в обе руки попался. Называется «Свет и цвет». Ну, вот. «Сто красочных экспериментов в домашней лаборатории». Ну, вот так, 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 так случилось. И там описание, ну, этих экспериментов, да, и, соответственно, нужно же, это же как бы развивающий набор. Соответственно, тут должно быть некое объяснение, да? Тут какая-то теория, опять же, физика, да, вот этого «Света». Для того, чтобы, ну, и описание самих, как провести эксперименты, что из этого следует, да? Как бы, что лежит в основе эксперимента. Вот. Выписал отсюда из описания, тоже несколько цитат выбрал. Тоже так немножко тяжеловато выбирать. Значит, смотрите, набор «Свет и цвет». Описание, кстати, у описания есть автор, ну, как у книжки, да? Жилин и Поваляев. Вот. Вот это наше описание, страница 18-я. Смотрите, что написано. Значит, лампочка накаливания. Там, значит, источники света, по-моему, главка такая. И пункт первый. Лампочка накаливания. Любые тела при нагревании светятся. Так, выяснили уже. Происходит это потому, что чем теплее тело, тем быстрее и беспорядочнее движутся в нем составляющие его частицы. Вот посмотрите теперь, какие частицы приводятся в этом описании. Тире молекулы, атомы и электроны. Вот как интересно подружили, да? Оказывается, при нагревании тела у нас электроны начинают быстрее двигаться. Ну, вы подумайте, а с чего это? А смотрите, для чего это нужно? Потому что я же не зря, так сказать, задаю вопрос. Задаемся вопросом. Смотрите, дальше. Так, атомы и электроны. Да, и что написано дальше? Прямо здесь же, практически рядышком очень. А при торможении заряженные частицы, в скобках, например, электроны, излучают свет. Видите как? То есть, все-таки свет излучают электроны, а не атомы. Ну, это как бы, ну, хотя бы даже в теории Бора, да? Другого пока ничего не придумали. Значит, хотя бы за это держимся. Значит, тут как бы, да? Значит, как-то надо объяснить, что именно электрон должен куда-то там переходить, вот там возбужденное состояние, да? Выходить и излучать при этом, так сказать, тормозясь. Видите? Видите как? Тут уже как бы, все-таки, набор, да? Тут ребенку объясняется, нужно объяснить что-то более или менее конкретно. Ну, то есть, как-то, чтобы он все-таки вот, ну, что-то понял, да? Это же не просто, так сказать, учебник физики. Это не физики, а теоретики. И видите, как уже делается переход. Да, атомы тоже как бы колеблются, но главное, от температуры сильнее начинают колебаться электроны. Ну, а как? Что значит? Интересно вообще. Ну, а как объяснить, да? Вот так вот и объясняешь. И дальше, смотрите. Ну, еще как бы дописка такая. Электрический ток, протекающий через тонкую вольфрамовую спираль лампочки, разогревает ее, и она светится. Ну, тут как бы завершаем. Разогрев лампочки, вы чувствуете пальцами. Вот, смотрите. Вот, вот они и запутались сами, да? И, в общем-то, показали. Ну, или как? Или они хотят сказать, что температура это и колебание атома, и дополнительное, так сказать, увеличение скорости вращения электрона, что ли? А зачем тогда и атома, и электрона, да? А атому-то это зачем? Он сам, он в полном объеме атом излучать не будет. Так ведь? Ну, электрон должен будет излучать. И понятно, что у него должна энергия увеличиться. Его надо вывести из состояния равновесия в возбужденное, как я до этого читал, правильно? Из некого стационарного состояния, да? Из некоторого, как там написано, вот я цитировал, значит, учебник до этого. Основные, вот, основное тут написано. Из основного состояния в состояние возбужденное. То есть, его возбудить надо. Ну, что, в общем-то, понятно, действительно. Держу кусок железа, он не излучает, это понятно. Ну, по крайней мере, свет не излучает, мы его не видим на этой частоте. Значит, для того, чтобы он излучал, его надо, как сказать, возбудить. Ну, да, как-то понятно, более-менее. Даже вот, ну, чисто, чисто по-простому, да, по-кандовому, по-посконному. Электрон. Если они говорят, что излучает электрон, значит, надо возбудить электрон. Но температура, а вот просто, если немножко нагреем, то это температура электрона? Электрон возбужден? Нет. Поэтому изначально говорится, что нет, температура это все-таки увеличение колебания атомов. Да, но когда надо излучать, надо, чтобы как-то колебание атома перешло в колебание, увеличенное колебание электрона только. Видите, нестыковка. Не получается, не бьется. Чего все-таки мы возбуждаем-то, когда нагреваем? Некорректно. Ну и, соответственно, вот таким вот это и замыкается, да, описанием. Что вот составляющие частицы. Беспорядочно движутся и атомы, и электроны беспорядочно. Оказывается, нормально, беспорядочно. Они еще и беспорядочно движутся. Тем быстрее и беспорядочнее. То есть, электрон... Какой-то он беспорядочный. Ну и правда, непорядочный. Как так? То есть, когда температура низкая, электрон более-менее порядочная частица. Ну как-то какие-то орбитали, что ли, занимает, да? А когда мы нагреваем, значит, он становится просто... У него беспорядочные, так сказать, связи, да, начинают. Ну он вообще штаны и снимает, да? Начинает язык всем показывать. Или что там? Ну как-то написано. Ну типа для детей, да? Поэтому напишем как-то так, по-детски. Ну серьезно, ну что значит? Как так вот? Нагреваем? Ну я нет, нет. Не принимается. Чувствуете, да? Чувствуете, как важнейшая вещь вообще-то, да? Свет, вот мы привезли, так сказать. Ну да будет свет, сказали мы, да? Вот давайте уже придем к свету. Ну самый такой, ну ничего себе свет. Вот представьте, зрение, да? Сколько у нас, по-моему, 80% информации, приблизительно, да? Не помню точно, поступает через органы зрения наши, да? Как поступает? Все это знают. Через свет. Свет делает возможным вот как раз функционирование, да? Нашего органа зрения. 80% информации вообще, то есть у нас, вот мы закроем глаза и это все, это уже, я не знаю, как познавать, да? У нас мозг-то, говорят, работает на 3-5%. А тут, представляете, мы отключим глаза. Значит, останется, что там, не полпроцента, сколько? Меньше, да? 0,2% что ли тогда, да? 0,3% мозга. Можете себе представить? Ничего себе. Вырубим, если. Ну, в смысле, ну да, каналы нашего восприятия и вообще тогда, так сказать, мощность нашего познания резко, резко сократится. Свет. Важнейшая категория, да, в физике. То есть, и опять, да, вот я говорил, почувствовали, строение вещества, самое главное, атом как устроен, да, и вот и почему атом или что в атоме, да, излучает свет, это важнейшая вещь для физики. И она вот именно вот так вот замыкается обязательно на строение вещества. И тут же температура и свет, да, обязательно есть. И мы этот вопрос вот так вот как-то вот беспорядочными движениями объясняем. Не то атом, не то электрон, да, даже непонятно уже. А здесь как бы все помешали все в одно, чтобы, как говорится, не поймать, да. Ну и атомы, и электроны, все нормально. А потом электрон бац, излучает. О, а зачем атомы и молекулы? Они просто так, ну, они как бы пассивные колебания, ну, типа, ну, ну, раз уж колеблимся, давайте все колебаться, да. То есть, оставили для себя лазейку, да, и температура вроде бы повышается, это атом. А вот излучает, это уже электрон. Они все там колеблются как-то так. Ну, вы почувствовали, да. Все свалили в одну корзину и очень неприглядно выглядит. То есть, ну, что колеблется-то все-таки? Ну, они говорят, они говорят, все колеблется. Ну, в общем, все движется, да, в этом мире, что называется, житие мое. Господи, все колеблется. Ну, ладно. Ну, давайте, ну, ну, пусть все колеблется. Ну, что теперь делать? Давайте двинемся дальше. Еще один эпизод. Не бы лица в лицах, не бы ващина, не бы ващина. Давно это было. Так давно, да почитаю, вовсе не было. Однако, кого не было, не стал бы про то вспоминать. Значит, еще один эпизод, как бы следующий эпизод. Вот, помните, читал. Ну, при нагревании, ладно, хорошо. Но это же один из возможных источников света. У нас уже, да? Мы уже умеем создавать и другие. Помните, там, люминисирующие, ну, или как-то по-другому. Вот, допустим, вот в этом самом нашем наборе, вот, ну, и в описании существует, соответственно, текст соответствующий, приводится еще один источник света, светодиод. Вот. Ну, это может быть не люминисценция, не знаю точно, правильно ли туда отнести, ну, неважно. Главное, вот, давайте просто прочитаю, и понятно станет. Значит, страница девятнадцатая, следующая, так и называется. Пункт два, светодиод. Помните, источники света. Светодиод. Механизм свечения светодиода принципиально отличается от механизма свечения лампочки. Ну, логично. Светодиод представляет собой контакт двух полупроводников. В каждом из них электроны могут иметь только определенное значение энергии. Говорят, занимают определенные энергетические уровни. Видите, тут электроны, тут как бы все нормально, тут не атомы уже. Хорошо, хорошо, читаем. В одном из полупроводников этот уровень выше, чем в другом. Когда ток течет в одну сторону, электроны, проходя границу, перескакивают с более высокого энергетического уровня на более низкий. Избыток энергии при этом излучается в виде света. Ну и добавление. Никакого разогрева при этом не происходит. Что вы чувствуете пальцами? Вот, как бы важно, да? Это без разогрева. Значит, и приводится, и приводится там такая вот картинка. Ну, сюда ее, что ли, помещу. Значит, имеется в виду, там вот разные, имеется в виду, что светодиоды с разным, разного цвета, да, если мы хотим получить там красный, синий, зеленый. Значит, то у нас вот здесь вот, вот видите, нарисован такой порожек. Значит, это как бы полупроводник один с одной стороны, с другой стороны полупроводник... Да что такое? Ковыряется-то это все. Значит, два проводника каким-то технологическим способом там соединены. Значит, у одного полупроводника, как они объясняют, значит, электроны находятся в энергетическом состоянии, с некоторого уровня, да, вот Е1, а в полупроводнике номер 2, вот этом, электроны находятся с энергией больше, Е2. И вот эта разница энергий между Е1 и Е2, как раз соответствует частоте, на которой светодиод будет, вот, так сказать, излучать. Может быть, помните, да, вот, кстати, допишу. Может быть, помните кто-то такую формулу. Значит, энергия... Ну, напишу фотона, да? Фотона равна H, N. Значит, в учебниках по физике приводится такая вот формула. В какой-то момент предложили, не помню, Планк, по-моему, да? Макс Планк. Значит, предложил считать, что энергия фотона так связана с его частотой, вот, как раз частота, да, вот, красный, синий, зеленый, через, как раз, постоянную Планка. Ну, в смысле, через постоянную, которую потом назвали Постоянная Планка. Соответственно, энергия равна H, N, да? Постоянная Планка, а это частота в Герцах. Вот. То есть, как раз вот эта вот разница между... Электроны, как бы, как объясняется, да? Переходя, если вот электрический ток течет сюда, электроны, как бы, с одного уровня падая на другой, переходя, да, вот этот переход, да, между двумя полупроводниками, излучают. И вот эта разница как раз вот соответствует частоте. Ну, а вот, кстати, нарисовано, что в обратную сторону электрический ток не течет, потому что электроны вот эти не могут забраться на, так сказать, на ступеньку, да, выше. Ну, вроде бы логично, да, и вроде бы все более-менее понятно. Ну, так, пока без какой-то особой критики. Если не сильно. Знаете, берем эту волшебную коробочку. Я тоже сначала читал, думаю, ну, как всегда, да, начало у них нормальное. Вот, кстати, тут вот в наборе лампочка как раз. Это вот лампа накаливания. А потом идут, потом идут такие вот светодиоды. Ну, тут вот проводки, чтобы тут соединять в наборе, смотреть на него. Вот этот вот зеленый, ну, они, как бы, сама колбочка, ну, в смысле, вот пластик, да, в который он залит. Она белого цвета, ну, не важно. И тут вот изолента, или кембрик он называется. Значит, вот зеленого цвета, это будет зеленым гореть. Я проверял, гореть зеленым. Сейчас не будем включать. Значит, потом вот, да что такое. Есть вот синий, да, все еще, да, и есть красный. Все вроде бы аккуратненько, слюняво описано. Так вроде бы более-менее на вскидку соответствует тому, что мы вот при включении видим. Ну, одна небольшая деталь. Как всегда. Они, они зачем-то в набор положили светодиод белого цвета. Белого. Убираем набор. Ребята, хочется сказать, ну, а это что? Нет, просто, зачем положили в набор? Ну, не положили бы, да, вот, да? Не клали бы в набор. И, в общем-то, прокатило бы. Как в анекдоте, да? В счете. Официант приносит счет. Ну, типа там, рыба 100 рублей, там, суп 100 рублей, да, и последний пункт. 5000 рублей написано. Прокатило. Человек берет счет и говорит, подожди, нифига себе. А че такое? 5000 прокатило. Официант стоит и говорит, блин, не прокатило. Вот. Слушай, не прокатило. Ну, вы так аккуратненько объяснили, что у вас частота четкая, да? Четкая частота, понимаете, это важно. Определенная частота в вашем спектре, этот красненький, он с частотой такой. Хорошо. А светодиод белый, у него же весь спектр. И чего? А какие тут ступеньки? Как нам это понять-то? Светодиод существует физически, он есть. Я включаю, да, он белый. Ну, вы сами можете проверить. Продается такой набор, ну или какой-нибудь, любой другой. Белый? Белый. Какая у него тут частота? У него весь спектр. А тогда какие тут пороги? А тогда что за объяснение вы нам даете? Не прокатило. Не прокатило. Ну так вот, а что же тогда белый цвет? Белый, или белый свет, да? Ну или правильно, наверное, сказать, белый цвет. Ну, собственно, между прочим, касательно белого цвета и белого цвета, в учебниках по физике не гугу, вообще тишина гробовая. Потому что сказать нечего, потому что это очень, я вот подвел, да, мы подошли к тому, потому что это невозможно описать. Ну, вернее, как? Это, конечно, можно, но давайте вот, давайте сейчас как-нибудь хотя бы коснемся этой темы. Вы скажете, ну, он же раскладывается на спектр, ну, да, ну, я только что показал вам, да, объяснение цвета диода и, так сказать, и белый цвет. Как они дружат друг с ним? Как дружат объяснение того, что такое красный светодиод и что такое белый светодиод? И белый светодиод сам, да, с попыткой объяснить, что это такое. Никак не дружит. Так вот, смотрите, в Википедии, к примеру, в Википедии поисковый запрос «белый цвет», причем цвет, можно цвет, там немножко по-иному, ну, вот, а цвет все-таки чуть более конкретно хотя бы написано. Вот, смотрите, белый цвет, так называемый ахроматический цвет, наряду с черным и оттенками серого. Ну, какая-то фигня, дальше вот нормально. Белым считается цвет со спектром электромагнитного излучения равномерной мощности по всем длинам волн в видимой части. Вот еще раз, смотрите, со спектром равномерной мощности по всем длинам волн в видимой части. Как обычно этот спектр наш выглядит. Ну, как всегда. А, вот так сделаю. Два разных магнитика. От красного до синего, да. Значит, чего у нас тут? Ну, понятно, как выглядит, все мы знаем, да. Забиваете спектр в интернете и смотрите. Ну, и так все знают. Значит, он выглядит плавным, плавным, в виде плавного такого, ну что, цветной, цветная картинка, да, плавных переходов от красного, ну как мы это, да. Ну да, в принципе, действительно, частота же связана. С частотой я согласен, все нормально. То есть, у красного цвета самая низкая частота в этом спектре. Потом у нас там где-то вот желтый, оранжевый, да, каждый охотник же, да, что там, оранжевый, желтый, зеленый. Говорят, их тут сейф, да. Ну, вообще-то, вот так, если подумать, ну что значит сейф? А где вы тут видите сейф цветов? Ну, в нормальном спектре разложение белого цвета. Вот если белый цвет разложить, это либо от солнца, либо, скажем, от, как ее, от свечи, либо вот от сильно нагретого того же железа, кстати. Белый будет спектр. Если его разложите вот так, да, то это очень большая натяжка сказать, что сейф. Ну, не сейф ведь. А если фиксировать частоту, то их сколько здесь? Вот, кстати, давайте, вдумайтесь, да. Фотоны с какой частотой здесь? То есть сколько здесь фиксированных частот? Что семь? Если бы их было хотя бы там, ну я не знаю, двести пятьдесят шесть, да, то спектр выглядел бы вот так. Ну, примерно. Действительно вот так. Посмотрите. То есть, если бы действительно фотоны излучались с четкой, с фиксированной частотой, и у нас, например, в качестве материала, который мы нагреваем и у нас начинает излучать, мы бы брали, ну, к примеру, железо, да, где оно? Вот здесь. У нас у железа двадцать шесть электронов. Так нам говорят физики с химиками. Ну, пусть говорят, что называется. Говорит и ты говори. Значит, двадцать шесть электронов в возблужденном состоянии. Атомы одинаковые все, да, в железе? Одинаковые ведь? Одинаковые. Нагреты до одинаковой температуры? Вот тут вопрос. Ну, до очень близкой одинаковости, да? Ну, практически до одинаковой, можно сказать. Там слаборазличимы. Ну, два атома рядом, они ведь до одинаковой температуры нагреты. Очень сложно, да, нагреть два соседних атома до разных температур, такой спектр такой организовать. Нет? Нет. Двадцать шесть электронов у железа. Каким образом эти двадцать шесть электронов порождают, ну, я так назову, аналоговый спектр, да? Ну, то есть, гладкий, гладкий, не имеющих явно выраженных полос. Он такой, вот этот вот спектр, который мы все знаем, да? Который приводится, как правило, ну, везде, так сказать, в учебниках, да? Ну, да, и в учебниках по физике он приводится, везде есть, в общем-то. Он, можно его назвать условно аналоговым. Но, если вот размышлять вот в рамках вот некой квантовости, да? И знать, что электронов всего лишь двадцать шесть, и из чего вдруг они будут такой аналоговый спектр? Скорее, они будут порождать вот такой условно цифровой, да? Ну, да, условно цифровой, можно сказать, да? То есть, считанные полосочки будут аккуратненькие такие вырисовываться, да? Вот еще раз посмотрите на этот спектр. Вот скорее, такой спектр они будут порождать, должны были бы, да? Если некую квантовость привнести в этот наш, в то, как устроен атом, да? И как мы понимаем, вот в физике, да, позавчерашней физике, как они понимают излучение. Но мы-то имеем условно аналоговый, у нас нет ярко выраженных полосочек. Что-то не то в этом рассмотрении. Ну, я уж не говорю, да? Тут вот мы их поймали прям просто за язык. Белый светодиод. Чувствуете, как в этом белом цвете, казалось бы, да, такой вопрос, который, кстати, не рассматривается действительно ни в одном учебнике. А если вдруг задать вопрос, то непонятно, как получается условно аналоговый спектр. Непонятно. Мне непонятно. Ну, кому-то может понятно. Кто-то скажет, а, ты что тут выдумываешь. Ну, тогда да, тогда и цветов вот на этом аналоговом спектре всего семь, да? Тогда семь полосок должно быть, что ли? Ну, ведь не семь. Ну, зачем мы говорим про семь? Мы, может быть, как-то основные цвета, но когда мы рассматриваем вот физику процесса, мы не должны на эти семь или три, там, обращать внимание. Мы должны объяснить, почему атом вот так устроен, и при нагревании, что значит нагревание атома. Вот, непонятно же, что значит нагревание. Поэтому и непонятно будет, что значит излучение атома. И уже непонятно, что излучает в атоме. И почему такой спектр, а не вот четкие такие полосочки, нарезочка такая, да? Вот про белый цвет, хотелось бы сказать. Вот таким вот он. Не бы лица в лицах, не бы ващина, не бы ващина. Давно это было. Так давно, да почитаю, вовсе не было. Однако, кого не было, не стал бы про то вспоминать. Как говорил, да, при, значит, разбираясь в вопросах, интересно, естественно, купить и посмотреть не только учебники, но и, ну скажем, сопутствующую литературу, да, как это называется. Ну вот, в частности, купил такую книжку когда-то, давно. Книжка вообще такая немолодая, что называется, как и я. Нет, ну это не, она все-таки помоложе. 2010 год. Книжка так и называется. Загадки света и гравитации. Демин Селезнев. Вот. И надергал оттуда некоторое количество цитаж. Ну, в смысле, выбрал. Давайте процитирую. Кстати, вот, вы скажете, ну, Демин Селезнев, ну мало ли. Ну, все-таки, вот смотрите, я не знаю, кто они сами, но, значит, рецензенты у этой книжки есть, они написали. Смотрите, член-корреспондент А.М.ССР, ну, то есть Академии наук ССР еще, о. Это А. Кузнецов и доктор философских наук профессор Гончарук. Ну, то есть, все-таки, какие-то авторитеты, так сказать, они дружат с кем-то, кто-то за них впрягся, да, как это. Какая-то, все-таки, научная крыша у них есть. Это, как бы, это я написал книжку, там, Код капитализма, ну, как бы, написал человек, и что? Ну, как на заборе написал, да. А эти все-таки, ну, видите, то есть, с кем-то они все-таки дружат, и им даже дали рецензию. И вот, смотрите, ну, и я подтверждаю, это я в качестве, это, видите, их мнение. То есть, мало того, что я сейчас еще что-нибудь такое скажу, что там Свет никто не понял, там, никто не разобрался, ну, это будут такие мои опять цитаты, да. Ну, а тут, как бы, вот люди пишут. Вот еще раз, смотрите. Значит, Демин-Селезнек, Загадки света и гравитации, страница 82. Читаю. История развития науки, занимающейся изучением природы света, является уникальным примером интересных открытий, бессистемных и случайных экспериментов, шатаний и разброда во взглядах на материальную сущность светового излучения. И, наконец, нескончаемого потока безумных идей, в кавычках, недостаточно продуманных гипотез и откровенных заблуждений. В современных условиях сложилась даже некоторая традиция. Серьезный и уважающий себя ученый, занимающийся разработкой оптической техники и фотонных источников энергии, избегает касаться вопросов о природе света. Как интересно, правда? Смотрите. Ну, то есть, я вот не задал главный вопрос. Я хотел начать с цитаты. А как выглядит фото? Интересный вопрос, правда? Что такое фотон? Вы думаете, где-то... Это мой такой... Как бы... Такой праздный вопрос, да? Нет. А зайдите, посмотрите в любом учебнике и посмотрите просто в интернете. Никто не знает, как выглядит фотон. Ну, правильно. В некотором смысле скажут, ну, естественно, его же нельзя сфотографировать, типа, или как-то. Ну, знаете, электрон тоже нельзя сфотографировать. Ну, шарик рисует хотя бы. А фотон ничего не рисует. Ну, как... Такую змейку небольшую рисует, но это... Дело в том, что, на мой взгляд, вот именно это непонимание, что такое фотон, прежде всего, подтверждается фактом отсутствия его модели. Вот никто не знает, что такое фотон. Ну, где-то там в учебнике написано, что фотон, отдавая энергию, исчезает. Что значит исчезает? Тогда это, как бы, сгусток энергии? А как это представить? Ну, а волновые свойства, видите, корпускулярно-волновой дуализм, там, да, вот это все. Вот оно действительно вот никак. И вот вы чувствуете, да? Вот смотрите. Шатаний, там, уважающий ученый вообще как бы рассматривать отказывается, да? Видите, как они вот? Я уже говорил, помните, действительно, сто лет назад. Очерким такой забор, да, вот нарисуем, так сказать, некое пространство, и туда не полезем вообще. То есть, как выглядит фотон? Ой, нет, мы физики-теоретики отказываемся это рассматривать. Это запредельная тема, да, это там, там, квантовые кипения, да, они уже что-то как бы не понапридумывали. Слушайте, ребята, у вас мозг не работает, и вы не хотите в этом сознаться, да? Вы не знаете, что такое, ну, атом, электрон, протон, я не знаю, фотон, и вы говорите, а, и не надо этого знать. Вот да, вот такой дуализм. Но это уже, слушайте, это уже какой-то научно-шизофренический дуализм, потому что это уже не относится к физике и к материи, правда? Это относится к, это позиция людей. Они говорят, у нас такая позиция. Значит, официальная позиция науки – не знать. Понимаете? Вот часть мы, часть мы отказываемся знать. Вот это отказ от познания. Вот пусть будет квантовое кипение, пусть будет там дуализм какой-нибудь. Это позиция, обратите внимание, это не объективное, так сказать, не объективное препятствие, да, такое. Вот, дескать, не можем пока там что-то вот проникнуть там в глубины вещества, потому что, нет, они говорят, это наша позиция, мы вот так хотим, да? Вот хотим не знать. Ну, знаете, не знаю, а я хочу знать. Продолжу читать. Демин, Селезнев. Значит, смотрите, официальные ученые, да, вот, заняли такую позицию, типа, встали в такую позу и говорят, вот мы потому ученые, что вот не знаем, как устроен фотон. О, замечательно. Это оказывается вот теперь правило хорошего тона – не знать, да? Нормально, да, интересно. Продолжаем. Страница 115. Откроем любой новейший учебник физики. Подтверждаю, так и есть. Здесь множество формул, описывающих количественную сторону электромагнитных процессов. Но представить на основе данных формул природу фотона, его наглядный образ, весьма затруднительно. Вот. Еще раз говорю, подтверждаю. Так и есть. Впрочем, многие ученые особо подчеркивают, что современная теоретическая физика, в отличие от классической, вообще лишена наглядности. Наглядность становится чуть ли не синонимом ненаучности. Ну, да. А не видите, как? Если кто-то будет, вот типа меня, да, пытаться понять, как выглядит фотон физически, как он, что это, да, модель фотона, чтобы было понятно, почему он так себя ведет и вообще природу света понять, да, условно говоря. Ну, да, природу света. То это будет ненаучность. Меня, наверное, объявят этим лжеученым. Ну, кстати, а что значит? А я, собственно, и не ученый, поэтому мне нельзя объявить лжеученый, поскольку я не объявляю себя ученым. Ну, и я пытливый ум. Я лже-пытливый ум. Ну и что? Ну, объявлять, а что? И что вы меня отберете? Я вот не понимаю. Звание? Так у меня его нету. Ну, хорошо. Да, ну и вот такое, знаете, финальное. Финальное в этой книжке, да, вот, загадки света и гравитации. Страница 82 опять, возвращаюсь. Можно с полным основанием сказать, что свет – это самое темное явление в современной научной картине мира. Как интересно, правда? Ну, вот люди пишут. Это не только я говорю, грубо говоря, да? Видите? Ну, и вот еще несколько, пару цитат, пару цитат и уже из учебника. Действительно. Ну, вот, это все-таки была некая книжка, да? А тут все-таки вроде как учебник. Сейчас посмотрю, 264-я страница. Значит, Мякишев, Мякишев уже, да? Мякишев, физика, 11 класс. Страница 264-я. Сейчас мы давайте ее откроем и посмотрим, что у нас тут на странице 264-я. Где у нас тут 244-я? Вот она. Вот, действительно. Значит, Мякишев, физика, 11 класс, страница 264. Мы не имеем возможности представлять себе наглядно в полной мере процессы в микромире. Ну, тут как бы мягче, да? Как бы мы не имеем возможности представлять. Нет, подождите. Почему? Ну, одно дело там видеть процессы, да? Мы не имеем возможности. А представлять? У нас что? Они же говорили. Они же креативный класс. Представлять можно все, что угодно, правильно? Как это? Как вас представить? Да, звонок по телефону. Позовите там такого. Как вас представить? Представьте меня головой в ванной, да? Ну, представлять можно. Почему нельзя представлять? Почему нельзя модели дорисовать? Ньютон тоже, помните? Гипотез не измышляю. Ну, и как бы точка, да? И вам не советую. Ну, или как? И вам запрещаю. Так, что ли? А почему? Как-то вот они все-таки это... Геноцид какой-то. Лжеученые теперь, видите ли? Ничего себе. Ну, и последнее. Смотрите. Последнее вот в этом ряду. Значит, на что они... Вот, действительно. Ну, все пронизано этим, да? И вот давайте подтвердим и в этом. В этой нашей рассматриваемой теме. Смотрите. Свет обладает таким образом своеобразным дуализмом. Ну, двойственностью свойств. При рассмотрении света проявляются его волновые свойства. А при взаимодействии с веществом, излучением и поглощением, корпускулярные. Это, конечно, странно и непривычно, так как частица и волна – абсолютно разные физические объекты. Но не соединили в голове у себя разные факты о свете, да? То есть, разные эксперименты и разные проявления света, в том числе света. Я уже про все остальное тоже говорили. Не смогли в голове соединить. Или не захотели. Вот как я вижу, типа, все. Если вы, так сказать, попытаетесь разгадать природу света, то вы лжеученый. Замечательно. А если вы не пытаетесь, то вы настоящий ученый. Вот. Ну, как и везде. Вот. Обратите внимание. Правда? Если вы не, прошу прощения, гомик, да? Вот. Гомосексуалист. То вы какой-то, какой-то, ну, я не знаю, какой-то скучный, древний, неинтересный человек. Да? С вами даже поговорить не о чем. Ну, вот. Чувствуете, как и в науке то же самое у них. Они вот. Ну, вот. Если у тебя расщепление мозга, если у тебя дуализм в голове, ты интересный мужик. С тобой интересно рассказывать, потому что, общаясь с тобой, да, мозг начинает кипеть. Поэтому ты интересный человек. Ну, или человек начинает отторжение какое-то испытывать. То есть, ну, то есть, что-то такое происходит. Бурлит, да? А если ты человек, который методично, четко пытается что-то понять, систематизировать, расставить все на свои места. Ну, как-то вот, знаете, такой вот, ну, так, аккуратный дом, да, чистые дети, я не знаю, да, вот, не грязные, да. А будто и сытые, одетые, они не ходят на гей-парады, то это что-то не то, да. Вот человек, ну, как так, ну, не может человек. Вот тут просто недавно Путин выступал, да, за традиционные ценности. Так его там на Западе чуть ли не сдернуть уже, понимаете, хотят. Ну, действительно, ну, так же нельзя, да, держаться за традиционные ценности. Семья, понимаете, вот, ну, природа, да, то есть, вот, ну, действительно, вот, хороший семьянин, да, ученый, который там ищет природу света. Это как-то вот, видите, это лжеученый, неправильный семьянин, вот, однополый брак, это да, да, а вот мальчик с девочкой, да, ну, это ни в какие ворота, да. Чувствуете, как вот мировоззрение, их мировоззрение, оно в науке, оно одинаковое, то есть, ничего особенного, да, в науке то же самое. У них такие же, у них такие же ценности, ценности не знать, да, ценности там, туализм какой-то там, понимаете, вот. Ну, вот, я как-то так, наверное, и, знаете, вот, тяжесть какая-то в конце, вот, у меня совсем как-то, вот, давайте, кстати, прикреплю, да, наверное, уже так вот я возьму и забачу, да. Сделаю вот так и скажу, вот, специально не планировал, но как-то так вышло. Сегодня 21 декабря 2013 года, как вы знаете, день зимнего солнцестояния, завтра день уже будет на микроскопическую там, уже долю как бы чуть длиннее, да. То есть, сегодня самый темный день, никогда не парадоксально, да. А мы рассматриваем свет и понимаем, что в рамках вот той физики, которая, я ее буду называть теперь, теперь я ее буду называть позавчерашняя физика. Ну, правда, в рамках позавчерашней физики свет – это тьма, тьма – не знание, это не свет. Ну, вот, посмотрите внимательно вот на все и вспомните или пересмотрите, вспомните эпизоды, которые, да, вот я про все вот это рассказывал. Я не считаю это светом. Ну, свет познания – это всегда готовность, да, это познавать, то есть полная открытость и понимание. Нет никакого препятствия. Как это я отказываюсь понимать и как это я лжеученый? Я лжеученый, если говорю, что вот это познать невозможно, да, вот я лжеученый. А я нормальный ученый, я имею в виду вообще человек любой, он нормальный ученый, если он говорит, как это, все познается, почему-то, а где, ну, объясните тогда, в чем, где есть критерии непознаваемости. Что мы не можем познать? Ну, а то, что мы можем познать, его ведь еще, так, его не так много даже, да, даже вот если взять вот эти пять вещей. Масса, ток, температура, вещество и свет. Мы что-то познали в этом? Нет. Полная тьма. 21 декабря 2013 года, вот я прихожу к выводу, я не, в отличие от некоторых авторов, которые устраивают трибунал, да, нет, я не буду устраивать никакой трибунал, я просто констатирую. Вот сегодня, в день, так сказать, последней, самой кромешной тьмы, да, я, во-первых, заявляю, что представление позавчерашней физики о свете – это тьма. Ну, вот, это констатация тьмы, а не света. Завтра уже будет другой день. Завтра я начну готовиться к тому, чтобы рассказать, ну, как бы, я для себя, да, так сказать, подытожу, я двигаюсь сам. Ну, а вы, так сказать, являетесь свидетелями того, что можно по-другому взглянуть вот на это. И для этого есть полные основания, физические, я бы сказал, астрономические, то есть природные основания для того, чтобы более правильно, более корректно рассматривать, ну, по крайней мере, на этом этапе развития, да. Вот все эти категории, в том числе свет, вернее, вот эту тьму вот эту, отринем с завтрашнего дня и начну все-таки констатацию света, что ли, да. А вот сегодня, вот таким вот образом, хотя не готовился, повторяю, совсем как-то у меня это, ну, это сложилось случайно. И только вчера вечером об этом я как-то задумался, понял, что именно сегодня, именно в такой день, почему-то вот такая вот комбинация интересная произошла. Ну, значит, так и должно было быть. И хорошо. На сим, так сказать, рассмотрение позавчерашней физики заканчиваю. И, да, я обещаю, что в ближайшее же время я сниму, и вы увидите начало света, истинного, настоящего, так сказать, настоящей энергии познания. Вот это и есть свет, в моем понимании. Субтитры создавал DimaTorzok